Джеймс Валлоу, где ангел не решится сделать шаг, падение ангела, каждому лучу во тьме. Война ад. Вилам Текунсах Ширман, восстановленная. Писание эры предшествующей ночи 7. Кто желает избегать демонов, не должен верить в ангелов. Мельхиор. Войну на Мельхиоре вели боги и ангелы. Война расколола небеса и землю, сожгла горы и обратила океаны в пар, но ее исход был решен в одном месте. На белых соляных равнинах Серебряной пустыни, где миллионы рекрутов и верующих строили башни восхваления и часовни сопереживания, нефилимы собрались дать последний бой. Долгие месяцы войны они отступали, оставляя поле боя независимо от того, победили или проиграли. Словно города, равнины и каньоны становились оскверненными после кровопролития. Нефилимы отворачивались и уходили, и со временем выяснилось, куда они направляются. После уничтожения яйцеобразного космического корабля ксеносы утратили господство в космосе, широкие движущиеся колонны были видны с орбиты невооруженным глазом. Подобно темным клубам дыма, поднимающимся от горящих городов, толпы людей отчетливо выделялись на фоне ландшафта. Войну богов и ангелов можно было закончить с этой выгодной позиции. Требовалось только время и терпение, чтобы загнать врага в последнюю твердыню, а затем бомбами стереть с лица земли. Но не такого рода велась битва, да и воины, сражающиеся в ней, не отличались терпением и умением выжидать. Необходимо было отомстить за нанесенное оскорбление, преподать урок и продемонстрировать всей галактике, что нефилимы понесут кару. И кроме того, были люди. Не все пели гимны, не у всех по лицам текли слезы счастья при виде гигантов, шагающих среди них. Не каждый отдавал все, что имел, от имущества до первенцев, по одному слову нефилимов. Многих среди этой массы лишили выбора, их заковали и превратили в рабов. Они заслужили свободу. Положить их жизни на алтарь войны было бы слишком жестоко. Кое-кто утверждал, что всех верующих без исключения следует считать рабами. Это спорная точка зрения, но того, что для освобождения людей Мельхиора следовало уничтожить всех нефилимов, не оспаривал никто. Нефилимы, окутанные волнами солнечного жара, собрались с огромной свитой на сверкающем белом гипсе серебряной пустыни. Здесь, среди расколотых скал и уступов, они пели свои странные завывающие песни и трудились над медными каркасами строений, ожидая прихода врага. Рыцари в доспехах цвета бледной луны построились огромной фалангой из керамитовой брони, щитов и болтеров. В ней насчитывалось восемь тысяч воинов, и в ботинке перемололи верхний слой соленой почвы в пыль, которая кружилась в воздухе подобно пеплу. Окутанные дымкой Астартес, казалось, плыли по белой пустыне к границам огромного лагеря Нефилимов. Стоял непрерывный грохот. На флангах войска двигались боевые машины, танки. Парящие скемеры на невидимых столбах антигравитация. Низкие и приземистые устройства, которые напоминали бронированных трилобитов. Боевые машины, ощеревшиеся стволами орудий. Над дымкой вздымались сотни боевых штандартов и знамен, которые вместе со знаками отличия и эмблемами отделений на плечах воинов несли различные варианты одного и того же символа, полумесяца под черной волчьей мордой. Самый высокий штандарт, который колыхался во главе строя, обладал уникальной эмблемой, изображением ока. Открытого, дерзкого и бдительного, как у хищника. Символ был позаимствован из тиранской античности. Знамя нес чемпион из чемпионов, великолепный в искусно сработанном доспехе. Знаменосец маршировал по правую руку от полубога. Магистра войны. Хорус Луперкаль, примарх лунных волков и повелитель 16 легиона Астартес, остановился и поднял руку в тяжелой перчатке, указав на линии баррикад и земляных волов по границе воинства Нефилимов. Ряд прокатилась по рядам его армии, когда воины тоже остановились, ожидая приказа примарха. Свирепое солнце Мельхиора бросало непроницаемую тень к его ногам. «Ты видишь их, капитан?» – тихо спросил Хорус, не оборачиваясь к подчиненному. Капитан Гастуф Сеянус, претер четвертой роты лунных волков, мрачно кивнул. Во время одного из боев капитан попал под виск импульс Нефилима и повредил кости черепа. Осколки прочно соединили, но процесс исцеления дал побочный эффект, постоянную слабую головную боль. Из-за нее Сеянус стал раздражителем. Гиганты выступили из лагеря. Множество мужчин и женщин спешили убраться с пути Нефилимов. Капитан четвертый слышал свистящие, прерывистые звуки мелодичных голосов и крики обитателей лагеря. Над пустыней гремели тяжелые шаги. Хорус запрокинул голову, глядя ввысь в почти безоблачное небо. На какое-то мгновение показалось, что командующий не обращает внимания на приближающегося врага. Сеянус оглянулся на лейтенантов и несколькими быстрыми боевыми жестами отдал приказы частям тяжелой поддержки и дредноутам, которые расположились на флангах боевых порядков лунных волков. Лазерные пушки, тяжелые болтеры модели драка и ракетные пусковые установки с магазинным питанием пришли в боеготовность. Капитан услышал, как за спиной заряжаются 8000 болтеров. «Вот они», – произнес он, когда первые из ксеносов-гигантов поднялись и переступили через внутренние, рассчитанные на человеческие размеры стены бастиона. Нефилимы шли неторопливо и осторожно, напоминая Сеянусу морских существ, которых он видел в аквариуме. Они словно плыли в воде, но их медлительность была обманчива. Капитан своими глазами видел, насколько быстро могли двигаться эти ксеносы, уклоняясь от удара. Сеянус был готов отдать приказ тотчас, но Хорус почувствовал его намерение и покачал головой. «Последний шанс», – сказал он. «Мы зашли так далеко. Но все еще можем спасти много жизней». И прежде чем Сеянус ответил, его повелитель вышел из строя воинов и направился к ближайшему из колоссальных ксеносов. Тот был серым. Сеянус ознакомился с данными наблюдений за ксеносами при помощи гипнопереноса и знал, что о командной структуре Нефилимов офицерам разведки имперской армии известно немногое. Цвет их раздутых тел, вероятно, обозначал персональное звание и должность. Синие были рядовыми. Зеленые, похоже, являлись аналогом апотекариев или же сержантов отделений. Серых аналитики называли их капитанами за неимением более подходящего термина. Попытки перевода визгливой речи ксеносов оказались безрезультатны, верхние регистры звуков находились в таких звуковых диапазонах, которые даже генетически улучшенный слух космодесантников не воспринимал. Вместе с необычными световыми узорами, которые вспыхивали фотофорами на коже, это делало расшифровку их языка безнадежной затеей. Однако у нефилимов не было трудностей с переводом. Они прибыли на Мельхиор, говоря на имперском готике, как на родном. И сказанное ими послужило причиной того, что целая звездная система отреклась от власти далекой Теры и Императора Человечества. Серый увидел Хоруса и направился к нему, световые блики на его эпидермисе отправили безмолвную команду строю зеленых и синих. Они остановились, и вокруг их толстых, похожих на колонны ног Сиенус увидел людей. Они толпились возле ксеносов, словно жмущиеся к матерям дети. Неофиты были вооружены оружием, захваченным у сил планетарной обороны Мельхиора. Их лица едва различались, за толстыми полупрозрачными масками все неофиты казались на одно лицо. Разведка доносила, что маски эти сделаны из эпидермальных слоев кожи нефилимов. Было замечено, как зеленые отрезали куски собственной кожи для этого ритуала. Существовали теории о том, как ношение плоти чужих привязывало новообращенных к ксеносам хозяевам. Сиенус лично наблюдал вскрытие трупа нефилима и видел обилие гибких внутренностей и студенистых органов. Тела чужих, отдаленно напоминавшие человеческие, были гладкими, словно вырезанными из стеотита, с подобиями рук и ног. Вытянутые головы вырастали прямо из плеч, шеи отсутствовали, а множество обонятельных щелей и зрительных отверстий испещряли поверхность черепов. Из-за этого нефилимы выглядели, как существа из дутого стекла, в ясный день их полупрозрачная кожа светилась. Хорус остановился, и Серый слегка наклонился, чтобы посмотреть на него. Каждый ксенос был в два раза выше самого рослого легионера. «Я в последний раз предлагаю», — заявил Хорус существу. «Освободите рабов и оставьте планету. Сделайте это немедленно, во имя Императора». Фотофоры нефилима сверкнули, и он, копируя людей, развел толстые трехпалые руки. Подобный жест демонстрировал открытость. Воздух перед чужаком задрожал, когда появилась невидимая пелена энергии. Раздались странные свистящие и гудящие звуки. Ксеносы таким образом разговаривали, создавая внешнюю эфирную барабанную перепонку. Они управляли молекулами воздуха пока еще неизвестными средствами. Как уже выяснили, по своей природе этот способ был не психическим, но технологическим. Внутри органических тел ксеносов находилось какое-то устройство. «Почему вы сражаетесь с нами?» – спросил он. «В этом нет необходимости. Мы хотим мира». Хорус положил руку на рукоять Мечо. «Это ложь? Вы пришли сюда незваными и взяли себе имя из древней мифологии Тера, Колебана и Барака. Нефилем», – пропел ксенос высоким и необычным тоном, проговаривая каждый слог слова, падшие Серафим. Серый сделал тяжелый шаг к примарху, и рука Сеянуса рефлекторно жалась на рукояти Штурмболтера. «Поклоняйтесь нам!» «Прославляйте нас!» «Обретите мир!» «Обретите мир!» – толпившиеся у ног ксеносов люди повторили слова, словно молитву. Хорус в упор разглядывал чужака. «Вы паразиты», – бросил он, – ветер разнес его слова по равнине, рассекая воцарившуюся тишину. «Мы знаем, за счет чего вы существуете. Вы питаетесь жизненной силой. Наши псайкеры видели это. Вы нуждаетесь в поклонении. В почитании, словно боги. Это, произнесло существу гудящим голосом, своего рода мир. И при помощи технологии вы управляете разумом и подавляете дух. Человеческий разум. Человеческий дух. Хорус покачал головой. «Это не может продолжаться. Вы не можете остановить нас», – Серый указал на бесчисленные медные башни и странные антенны позади них. Тысячи нефилимов двигались вперед неторопливыми размашистыми шагами. «Мы сражались с вами и знаем, на что вы способны. И вы можете победить, только если убьете тех, кого призваны защищать». Он указал на группу неофитов. Чужой снова махнул рукой, под кожей струились шлейфы белого света. «Присоединяйтесь к нам. Мы покажем вам, вы поймете, как прекрасно быть. В общине. Быть одновременно Богом и смертным». На мгновение Сеяносу показалось, что по лицу Хоруса промелькнула тень, затем все пропало. «Мы свергли всех богов», – сказал примарх, – «а вы всего лишь бледные тени тех ложных сущностей». Серый свистнул на своем языке, и легион нефилимов двинулся вперед, каждый светился ярко-желтым цветом. «Мы уничтожим вас», – сказала существо. «Нас больше». Хорус грустно кивнул и извлек меч, тяжелый промасленный клинок из стали и адамантия. «Вы попытаетесь», – сказал он. «Но сегодня вы встретились с сыновьями Императора и его воинами. Мы, лунные волки, и этот легион станет наковальней, на которой вы будете разбиты». Высоко в небесах раздался низкий гул, похожий на далекий раскат грому. Когда звуковой удар из верхних слоев атмосферы достиг пустыни, Сеянос посмотрел вверх, его острое зрение различило сотни белых инверсионных следов, тянущихся за алыми слезами и ярко-красными истребами, которые неслись на сверхзвуковой скорости к серебристым пескам. «Мы на ковальне», – повторил Хорус, указывая мечом. «А теперь узрите, молот!» Небеса закричали. Залп в виде керамитовых капсул, извергнутый пусковыми установками дюжины линкоров и боевых барж на низкой орбите, пронзил верхние слои атмосферы Мельхиора и обрушился на Серебряную пустыню, подобно пылающему метеоритному дождю. Капсулы сопровождали железные ястребы. Грозовые птицы и десантно-штурмовые корабли по спирали спускались к колоссальному лагерю нефилимов. Они были красными, как кровь и ярость, и несли воинов девять регионов Астартес. Скорость атаки была ключом к победе. Многочисленные силы лунных волков успешно втянули в бой ксеносов-захватчиков и их фанатичных приверженцев, оборона на флангах истончилась и ослабла. Но нефилимы соображали быстро, и когда поняли, что их обманули, попытались перегруппироваться и укрепиться. Кровавые ангелы не позволят этому случиться. Нефилимы будут разбиты и уничтожены, их сплоченность рухнет после могучего удара, от которого их отделяли считанные мгновения. Первый пронзительный импульс акустической атаки пронесся мимо спускающего штурмового отряда. Энергия вибрирующих воздушных потоков вызывала спонтанные вспышки. Внизу, в пустыне, самые быстрые из ксеносов вытянули толстые руки вверх, словно нащупывая высокие облака, использовали резонанс стекловидных скелетов в качестве волноводов для звуковых атак. Попавшие под удар акустических лучей десантные капсулы сходили с курса, отклоняясь по спирали от посадочных зон в белой соляной пустыне. Другим не повезло больше. Они раскалывались и сталкивались друг с другом. Ведущая грозовая птица, такая же багровая, как и остальные, но с изображением золотых крыльев на фюзеляже, ринулась сквозь акустический обстрел, увлекая стаю в пылающие пики. Тяжелые лазеры и ракетные контейнеры на носу и под крыльями открыли ответный огонь по нефилимам, вырывая черные кратеры в спрессованном песке. Корабли приближались с каждой секундой, но были все еще слишком высоко для точного прицеливания. Вместо этого расчеты стрелков грозовых птиц вели подавляющий огонь, вынуждая врага отступить и освободить территорию для посадки. Когда точка невозврата была пройдена, красно-золотой самолет вошел в крутую нисходящую спираль. В нижней части корпуса открылись и отошли назад по гидравлическим поршневым направляющим металлические створки, позволив ревущему ветру ворваться в открытый отсек. Другие машины в строю сделали то же самое. Люки распахнулись, открыв десантные отсеки. На краю люка грозовой птицы встала фигура, облаченная в доспех цвета солнца. Примарх второй полубог. Он устремился в бледное небо, принимая силу гравитации как возлюбленную, позволяя ей разогнать себя до предельной скорости. Незакрытое шлемом благородное лицо было исполнено решимости, грива волос трепетала на ветру. Он закричал, бросая вызов врагам. За спиной полыхнула белая вспышка. Это широко распахнулись огромные белоснежные крылья, ловя поток воздуха и без усилий укращая его. Золотые украшения, слезы из красного нефрита и рубинов, шелковый табар и платиновая кольчуга звенели о доспех из керамиты и пластали, который был столь изысканно украшен и великолепен, что больше напоминал экспонат какой-то роскошной галереи. Ловя воздушный поток, примарх извлек изумительный меч красного цвета с изогнутым зазубренным лезвием. Этот клинок приходился братом мечу Хоруса, стоящего далеко внизу. Рядом с Сангвинием летели столь же решительные и свирепые воины. Легионеры-штурмовики дюжины рот неслись вниз с рычанием реактивных струй из прыжковых ранцев, болтерами в руках и суровым возмездием в глазах. Их возглавляла сангвинарная гвардия в золотых доспехах с белыми крыльями в подражание Повелителю. Ее полет, как и полет штурмовых отделений, поддерживали струи оранжевого пламени из пылающих фузионных двигателей, а крылья блестели металлом и белой эмалью. Удар от приземления примарха был мощнее залпа поборника. Как только его подошвы опустились на песчаную поверхность, по белому песку пошли идеальные округи. Несущиеся в атаку синие нефилимы были сбиты с ног и пытались подняться, только для того, чтобы быть срезанными огнем богато украшенных болтеров спускающихся сангвинарной гвардией и залпами штурмовых отделений. Ангел сангвини вышел из кратера, который сам создал, и встретился с первым врагом. Вопящий зеленый нефилим набросился на него, испуская разрушительные звуковые импульсы, которые могли дробить кости и колоть камень. Ксенос возвышался над примархом, а его полупрозрачная кожа переливалась яркой мерцающей цеветричью. По коже пробежала потрескивающая модуляция, внешний кожный покров превратился в оболочку тусклой стеклянной брони. Острие меча примарха поднялось яркой дугой сверкающего металла и встретилось с телом нефилима. Клинок вонзился в стеклянную кожу и без усилий расколол ее, осколки зазвенели, как крошечные колокольчики, отскакивая от боевого доспеха примарха. Оружие вошло глубже, мономолекулярное лезвие рассекло студенистые внутренности и раскрошило кремниевые кости, вскрывая чужого. Рассеченное надвое зеленокожее существо с предсмертным воем рухнуло в пыль. Сангвиний стряхнул с меча серебристую, похожую на жидкий металл кровь и кивнул своей почетной страже. Он словно отражался в зеркалах, личины шлемов его воинов копировали черты благородного лица примарха. «Первая кровь, Аскаэлон», — сказал он, обращаясь к командиру гвардии. «Подходящее, милорд», — ответил воин, возбужденный предвкушением битвы. Сангвиний кивнул. «Мои сыновья знают, что делать. Бить сильно и быстро». Аскаэлон отдал честь и снял шлем, обратив господину жесткое лицо. «Ваша воля, пока он говорил, крокоту посадки оставшихся грозовых птиц присоединились оглушительные удары десантных капсул. Земля под ними тряслась, керамитовые слезы врезались в песок и раскрылись подобно смертоносным цветкам. Из каждой капсулы появлялась группа воинов в боевом построении вместе с библиариями, хранителями в черных доспехах и боевыми апотекариями. Аскаэлон видел, что все смотрят на Сангвиния, ожидая приказов. Как и все они, командир гвардии был горд находиться здесь, рядом с прародителем и примархом. Ни один ксенос не уцелеет, — пообещал он. Сангвини поднял меч в ответном приветствии. Другие. Ангел не произнес нужных слов, но Аскаэлон понял, кого он имел в виду. — Рабов. Освободите, сколько сможете. Они будут сражаться вместе с нами, узнав, что их не бросили тут. Рекруты. Аскаэлон указал на неровные стрелковые цепи людей в масках, которые осторожно подбирались к легионерам в красных доспехах. Если они окажут сопротивление, лицо великого ангела омрачила мимолетная печаль. Тогда они тоже будут освобождены. Сангвини поднял клинок, и в ответ рев его сынов поднялся в небеса. Когорта неуклюжих синих достигла невысокого гребня, и для кровавых ангелов битва разгорелась в полную силу. Изначально творцом плана сражения был Хорус. В стратегиуме своего флагмана Дух Мщения у широкого гололитического дисплея Повелитель Лунных Волков встретился с братом и представил ему план сокрушения нефилимов. Ставка делалась на шок и страх, безжалостную демонстрацию боевой мощи, как неоднократно действовал Луперкаль в ходе войн Великого Крестового Похода. Стоя среди множества воинов в красных и белых доспехах, Хорус желал, чтобы кровавые ангелы наступали плечом к плечу со своими кузанами. Устрашив ксеносов, многотысячная армия безостановочно будет двигаться к вратам их последнего бастиона. А затем через эти врата, стены, беспаузно переговоры и сомнения. Подобно океану, из которого вышли эти существа, сказал Хорус, мы захлестнем чужих, утащим вниз и утопим. Исключительная помпезность замысла была величайшим достоинством, но Сангвиния нелегко было убедить в этом. Возле Гололита два брата спорили о вероятных трудностях. Стороннему наблюдателю этот спор могучих, генетически улучшенных воинов о предстоящем грандиозном противостоянии мог показаться бесстрастным, словно на его глазах всего лишь разыгрывалась партия в Рёге Цейт. Но как же это не соответствовало истине? Кровавый ангел смотрел на панели голографа и видел бесконечные значки, отображающие скопление гражданских, обманчивый пустынный ландшафт, насыщенный замаскированными узкими проходами и огневыми мешками. По его мнению, Хорус уже сделал тактический анализ предстоящего сражения и пришел к прискорбному, но необходимому выводу. Он принял сложное решение, а затем двинулся дальше. Не из-за бессердечности, а из-за целесообразности. Сангвини не мог поступить с той же легкостью. Лобовая атака грубой силой больше подходила их несдержанным родичам, Русу или Ангрону. Ни Сангвини, ни Хорус не были столь же бесхитростно зацея клёны на результате в ущерб всему остальному. Однако сложно было не податься холодной ярости, спровоцированной нефилимами. Ксеносы-гиганты, насмехаясь над великой мечтой человечества о благоденстве и единстве, оставили за собой сотни разрушенных миров, прежде чем остановились на Мельхиоре. Саган, Хребет Дакара, Арфео Минарис, Бета-Ригель-2. Эти планеты были полностью очищены от человеческой жизни, население согнано в громадные часовни сопереживания, а затем медленно поглощено. Истинный ужас содеянного был в том, что нефилимы превратили тех, на кого они охотились, в своих солдат, заманивая податливых, одиноких, несчастных своим идеалом достижимой божественности. Верующих они подчевали сказками о вечной жизни, равнодушным рассказывали о бесконечном страдании. В деле пропаганды нефилимы оказались очень хороши. Возможно, ксеносы действительно верили, будто то, что они делают, каким-то образом приблизит их к нематериальной форме существования, к загробной жизни на вечных небесах. Это не имело значения. При помощи технологий они имплантировали частицы себя в рабов для дальнейшего объединения, они вырезали собственную плоть и делали маски, чтобы отметить своих приверженцев. Нефилимы контролировали разум и благодаря силе воли или же слабым характерам своих избранников. Они были оскорблением для светской галактики императора, поскольку не только посигнули на чистоту человеческого совершенства, но и коварно похитили тех, кто по глупости поклялся им в верности. Согласно докладам скаутов кровавых ангелов и лунных волков ксеносы питались жизнями своих почитателей. Пустые часовни были завалены доверху штабелями высохших тел, состарившихся за считанные часы, пока из них выкачивали жизненную силу. Наконец, примархам открылась подлинная сущность врага, и она вызвала у них отвращение. Нефилимы питались преклонением. Поэтому сангвений лишит мерзких ксеносов пропитания и сокрушит их высокомерие. Захватчики полагали, что сыновья императора не смогут уничтожить их, не прибегнув к убийству людей, которых нефилимы забрали в качестве пищи и были правы. Но то, что ксеносы считали слабостью, ангел обратил в силу. Они были так уверены в неприступности своих позиций, что встретили Хоруса, собрав воедино все свои силы и вызвав на бой лунных волков. И когда ослепленные уверенностью в победе ксеносы отвернулись, не разглядев несокрушимой решимости воинов, которым решили противостоять, истинные ангелы спустились в пламени на Мельхиор и стали воплощением гнева императора. Примарх обрушился словно ураган, врываясь в самую гущу нефилимов, а затем поднимаясь в воздух стремительными, проворными движениями. Мечом и короткими клинками, встроенными в наручи, он убивал противников одного за другим, перекрикивая тех, кто пытался оглушить его звуковыми волнами. Его сопровождали командиры личной стражи, Аскайлон и Зуриил, которые поливали вражеский строй огнем из встроенных в наручи болтеров ангелос. При каждом попадании боеголовки масс реактивных осколочных снарядов разлетались на сотня магнозаряженных моноволокон, вонзающихся в кожу нефилимов, и дальше разрывались внутри их тел. Озеро синеватой мерцающей внутренней жидкости наполнили поле боя, медленно поглощаемые серебристым песком. За гвардией следовали капитаны, возглавляющие штурмовые роты. Ролдарон, чистокровный с первой, твердой рукой вел огонь из болтера, его элитные ветераны носили эбеновые амулеты как дань традиции охотничьим племенам Ваала, родного мира кровавых ангелов. К первому капитану присоединились части щитоносцев девятой роты Фурио, воины шестнадцатой Голлана с излюбленными алебардами и легионеры, а метая с пятой, вооруженные болтерами и свежевальными ножами. Огонь тяжелого оружия сосредоточился на медных башнях и стенах часовен сопереживания, лишая нефилимов системы убежища вынуждая атаковать в лоб. На юге, где Хорус провел свою ложную атаку, ход битвы изменился. Лунные волки сначала окопались, препятствуя любой попытке ксеносов продвинуться или отступить, а потом перешли в наступление. Растянувшись широкой дугой, линия солдат Хоруса принудила разноцветных гигантов к отступлению, тесня их на клинки и болтеры кровавых ангелов. С жестокой неотвратимостью ловушка, разработанная сынами Императора на борту духом щения, захлопнулась как капкан. С каждой минутой космодесантники оставляли чужакам все меньше и меньше пространства для маневра. Многие из новообращенных нефилимов начали сдаваться, крича от боли, когда с их лица сдирали срушуюся массу. Те же, кто зашел слишком далеко на пути поклонения, отдали жизнь из-за своих хозяев в тщетной попытке замедлить продвижение космодесантников. У Сангвиния не было жалости к этим глупцам. Они позволили соблазнить себя сладкими речами, позволили себе руководствоваться страхами, а не надеждой. И в еще большей степени примарх разгневался на самих нефилимов. Легионеры в багровых доспехах и их золотой полководец обратили ярость против гигантов. Обманчивая музыка странных песен чужаков превратилась в атональную гамму панических визгов, прерываемых агрессивным рычанием. Пронзая клубы дыма от горящих внешних укреплений лагеря, над головой пронеслись эскадроны лэндпидеров Хоруса и накрыли фалангу синекожих залпами гравитационных пушек и мультимельт. Боевой клич Галана привлек внимание примарха, и он взглянул на капитана. На лице воина было столько свирепости и решимости, что Сангвини испытал прилив гордости от того, что сражается рядом со своими сыновьями. Рожденные на Вуалейте религионеры, объединенные много лет назад самим ангелом под алым знаменем, были его острейшими клинками и умами. В битве они не имели себе равных, и на мгновение примарх позволил себе испытать чистое, дикое удовольствие от сражения. Они несомненно победят. Враг, чья мерзость была бесспорна, пребывал в замешательстве. Шла праведная битва, победа Империума в которой так же неизбежна, как и восход солнца Мельхиора. Сангвини и Хорус одержат победу в этот день, а утраченный мир снова будет возвращен. Это будет сделано боевыми братьями и братьями по крови, примархами и легионерами. Ангел ощутит вкус победы на своих губах, сладкий и темный, как доброе вино. И там на сияющих песках Мельхиора нефилимы будут истреблены. После битвы освобожденных рабов изолировали от оставшихся в живых неофитов из опасения, что инстинкт толпы и жажда мести выльются в убийство. Хорус взялся за это дело, недвусмысленно дав понять претендентам на лидерство среди освобожденных, что все ренегаты будут преданы суду, но это будет Имперский суд справедливый, истинный и опирающийся на букву закона. Тем временем под надзором солдат из бригад Имперской армии, которые прибыли для поддержки легионов, пленники Неофиты были отправлены на изнурительные работы. Часть их них относили мертвых нефилимов к огромным погребальным кострам в пустыне и сжигали тела чужих, которым поклонялись. Другим приходилось разрушать медные молитвенные башни, которые они заставили построить своих товарищей несколькими днями ранее. Сангвений стоял на вершине невысокого холма из гладкого камня и смотрел, как солнце клонится к далекому горизонту. Его крылья были сложены, а кровь ксеносов, забрызгавшая его во время битвы, смыта с доспеха. Он кивнул. Мельхиор был спасен, победа одержана. Его мысли уже неслись к следующей битве, следующему миру нуждающемуся в просвещении. На губах появилась улыбка, когда ангел почувствовал приближение брата, но он не повернулся к Хорусу. «Меня очень волнует один вопрос», — сказал Сангвений с преувеличенной серьезностью. «О!» Повелитель лунных волков остановился рядом с ним. Звучит тревожно. Ни один из них не обратил внимания, но прямо под ними в неглубокой лощине множество обычных людей, солдат и пленных, и даже легионеры Астартес, застыли, обратив лица вверх. Даже один примарх представлял собой внушительное зрелище, а двое генетически созданных сверхлюдей подавно станут событием, которое многие из них запомнят на всю жизнь. «По многим причинам!» «Чем я могу помочь, брат?» — продолжил Хорус, изображая серьезность. Ангел взглянул на него. «Если бы Серый выполнил твою просьбу, если бы он освободил рабов!» «Скажи мне, ты бы на самом деле отпустил Ксеносов?» Хорус кивнул, словно ответ был очевиден. «Я человек слова!» «Я бы позволил им покинуть поверхность планеты, выйти на орбиту!» Он задрал голову. «Но когда они встретили бы там твои корабли, ну...» Хорус слегка пожал плечами, огромные наплечники боевого доспеха усилили эффект движения. «Ты ведь никогда не был таким же обходительным, как я!» Улыбка превратилась в смешок. Сангвини насмешливо поклонился. «Это точно!» «Я должен довольствоваться тем, чтобы быть просто лучшим воином!» «Не вынуждая меня ощипывать эти крылья», — парировал Хорус. «Даже не думай!» — воскликнул Сангвини. «Без них я буду всего лишь красавчиком вроде тебя!» «Это было бы ужасно», — согласился примар Хлунных Волков. Шутки закончились, и беседа двух братьев перетекла в совещание генералов-союзников. «Какие корабли ты решил оставить для приведения к согласию?» Хорус потер подбородок. «Думаю, меча Аргуса и багровый призрак. Отряды армии с этих кораблей разместятся здесь и удостоверятся, что культ Нефилимов мертв и погребен. Если все пойдет хорошо, они присоединятся к моему экспедиционному флоту через несколько месяцев. Крылатый примарх взглянул на небо. Боюсь, мы видим их не в последний раз. Хан сейчас разыскивает их родной мир. Он закончит то, что мы сегодня начали здесь. Я на это надеюсь. Технология, которой пользовались ксеносы, лёгкость, с которой они проникли в разумы гражданских. Это тревожит. Мы не можем позволить распространяться этой заразе», — Сангвини оглянулся на брата. «Итак, куда ты теперь?» «В сектор Лонор». Дюжина систем замолчала, от новой метамы до самого Налкари. Подозреваю очередное вторжение ксеносов. Орки. «Возможно, я могу воспользоваться твоей помощью, брат». Сангвини снова улыбнулся. «Сомневаюсь в этом. И я не смог бы оказать её, даже если бы захотел. Мои остропаты уже не первый день встревожены, передавая сообщения от наших скаутов в Персея-0. Мне доложили, что там крайне необходимо согласие. Великий план отца. Он не часто предоставляет нам шанс сражаться вместе», — заметил Хорус. «Его брату послышалась нотка сожаления в словах. Сколько славы мы разделили в этот день?» «Недостаточно». «Согласен». На поле битвы примархам довелось рубиться рядом, когда орда серокожих нефилимов бросилась на них, испуская из стеклянных шипов на руках и ногах акустические импульсы. Братья встали спиной к спине, этот момент стал поворотным в сражении и гарантировал им победу. «Признаю, был бы рад возможности снова сражаться рядом с тобой», — продолжил Сангвини. «И не только. Мне не хватает наших бесед». Хорус еще больше нахмурился. «Однажды мы покончим со всем этим», — он указал на пески пустыни и следы битвы. «Тогда сможем наговориться в сласть и играть в рюгецейт сколько душе угодно. По крайней мере, до следующего крестового похода». Что-то в тоне брата заставило Сангвиния призадуматься. В нем был скрыт некий смысл, который он мог почувствовать, но не понять, нечто такое, что, возможно, даже сам Хорус не вполне осознавал. Шанс на понимание окончательно был утрачен, когда фигура в багровом доспехе быстро поднялась по склону низкого холма. «Милорды, простите, что прерываю». Раударун поклонился и метнул в Хорусу настороженный взгляд, прежде чем повернуться к своему примарху. Требуется присутствие Ангела. «В другом месте есть проблемы, первый капитан?» – спросил Хорус офицера Кровавых Ангелов. Худое серьезное лицо Раударуна под роскошной гривой светлых волос было непроницаемо. «Дело легиона, Милорд», – сказал он. «Требующего личного внимания моего повелителя». Сангвиниу стремил на своего капитана тяжелый взгляд. Раударун был одним из наиболее доверенных людей командиром элитной ветеранской роты, заслужившим множество почестей за десятилетия войны во имя императора. Он являлся советником примарха и носил новый почетный титул магистр ордена, выполняя роль, схожую с той, которую играли воины Морниоля в легионе лунных волков. Первый капитан не слыл импульсивным человеком, так что столь беспардонное вмешательство в беседу примархов само по себе становилось причиной для беспокойства. «Говори, Рал!» Последовала короткая пауза, такая крошечная, что лишь тот, кто знал капитана Ралдарона так же хорошо, как его повелитель, уловил бы ее. Но она была достаточной, чтобы указать на наличие проблемы. Один из наших братьев был. Потерян повелитель. Сангвини почувствовал, как его лицо застывает, превращается в маску, словно в вены проник холод. «Брат, прошу извинить меня». Ангел не услышал ответа Хоруса, он уже уходил, следуя за Ралдароном сквозь пелену дыма, клубившегося над потемневшей пустыней. Они молчали и когда шли, и когда ехали в Лёндспидере, который Ралдарон взял для передвижения по району боевых действий. Сангвини ушел в себя и приготовился к худшему, пока первый капитан пилотировал машину над восточным флангом поля битвы. Они мчались на предельно низкой высоте, ныряя в неглубокие впадины, огибая руины башен восхваления и обвалившиеся стены. Когда гравитационные двигатели сбросили обороты у места назначения, примарх увидел, что ситуация выглядит именно так, как ему хотелось. Великолепный организатор, Ралдарон проследил за тем, чтобы обширный район был отцеплен. Легионеры в кордоне диаметром в несколько сотен метров стояли спиной к охраняемому объекту. Ни один не поднял головы, когда над ними пролетел спидер и сел во внутреннем дворе разбомбленной часовни сопереживания. Там, мрачные слова Ралдарона, кивнувшего в сторону развалин, раздались сквозь тихий гул работающих на холостом ходу двигателей. Я изолировал его, как только понял, что с ним. Пока они шли к обвалившемуся зданию, Сангвини почувствовал, как холод в крови распространяется по рукам. Стены наклонились вправо, а потолок рухнул, из-за чего овальная церковь почти погрузилась в песок. Вторая, меньшая группа легионеров стояла возле входа. Эти воины были из числа почетной стражи Ралдарона. Они тоже стояли спиной к охраняемой зоне и не отреагировали на присутствие своего примарха. Его имя? Аллатрос, сказал Ралдарон. Отличный послужной список. Из 111-й роты капитана Тагаса. Что знает Тагас? Спросил Сангвини. Что брат Аллатрос мертв, милорд, из темного проема появилась фигура в золотом доспехе и отдала честь. Строгое выражение лица Аскоэлона было красноречивее любых слов. Убит ксеносами, испарился при взрыве. Благородная смерть. Сангвинарный гвардеец умышленно встал перед своим командиром, бросив сердитый взгляд на Ралдарона. Тебе не следовало приводить повелителя сюда. Ралдарон хотел было ответить, но примарх перебил его. Это решать не тебе, командир гвардии. Аскоэлон слегка побледнел из-за силы в твердом спокойном тоне Сангвиния. А теперь отойди. Аскоэлон подчинился, но не промолчал. С этим должны разобраться мы, господин. Тихо. Тихо. Повторил примарх его тон вдруг стал сухим. Нет, мой сын. Ни один кровавый ангел никогда не умрет в тишине. Воздух в разрушенном храме ксеносов был пропитан резким металлическим запахом свежей крови. Сангвини облизал губы, не сумев удержать инстинктивной реакции. Его амуфагическая мембрана различила все группы человеческой крови, определяя их так же легко, как винодел распознает возраст вина и состав букета. Здесь пролилась и кровь ксеносов, среди прочих присутствовал едкий запах нефилимов. Примарх обнаружил, что золотые ботинки его доспехов сколыхнули небольшое озеро темной жидкости, которое образовалось в темном нефе-часовне. Здесь было очень много мертвых, рассаженных вдоль стен помещения, словно зрители на театральной постановке. Среди руин валялись обломки артефактов нейротехнологии нефилимов, приемники синапсов, эмпатические матрицы и тому подобное. Но здесь не было признаков насилия, следов битвы, которая кипела весь этот день. Нет, это зрелище напоминало не войну, но резню. Примарх увидел Аллатроса, как только вошел в храм, на фоне холодных трупов его горячее тело отчетливо предстало улучшенному зрению Примарха. Космодесантник припал на одно колено в центре лужи, словно в клятве верности, аккуратными, спокойными движениями черпал темную жидкость с пола и подносил к губам. И пил молча неторопливо. «Посмотри на меня», — приказал Сангвений. Его охватила необычная печаль, а сердце в груди жалось, когда Аллатрос медленно подчинился. Доспех кровавого ангела был серьезно поврежден, фибросвязки разорваны, керамид треснул. Кажется, нагрудник был вскрыт по всей длине, а под ним обнажилась тяжелая рана. Примарх узнал последствия удара визга импульса нефилимов и, присмотревшись, увидел следы высохшей крови, тянущиеся из ноздрей у шеи уголков покрасневших глаз. Такой удар вскипятил бы мозг обычного человека и даже у легионера повредил бы тело и разорвал нейронное проводящее пути. Аллатрос был бледен и, несомненно, испытывал боль, но, похоже, абстрагировался от нее. Воин получил удар в упор из оружия чужих и уцелел редкий случай. Сангвини поправил себя. Не уцелел? Не совсем. В этот самый момент где-то на поле битвы капитан Тагас и сослуживцы Аллатроса по отделению смирились с его смертью. Губы, подбородок, видимая часть шеи, все было в крови, которую Аллатрос настойчиво пил, глоток за глотком. Аллатрос посмотрел на Примарха жестокими, звериными глазами. Сангвини увидел в них жажду, ту самую жажду, которую видел раньше в других глазах и при других обстоятельствах. Поначалу редко, но теперь с неумолимой регулярностью. Аллатрос испустил глубокий, ракочущий рык и медленно поднялся на ноги. Его пальцы скрючились, как кукти, и он оскалился. Во тьме блеснули клыки. В другие времена сказали бы, что его душу похитил какой-то адский призрак, что его кровь отравлена, что он одержим. Но такие мысли были фантазиями. Искажение этого доброго воина пришло откуда-то изнутри, не от мифической потусторонней внешней силы. Сангвини знал, что уже слишком поздно, но он не мог совершить следующий шаг, не попытавшись. Примарх протянул руку. «Сын мой», — начал он. «Отступи, если можешь. Отступи от бездны и вернись к нам. Я спасу тебя». Аллатрос моргнул, словно слова были незнакомы ему и их смысл было трудно понять. «Это моя вина», — сказал Примарх. «Я виноват. Но я исправлю ее, если ты поможешь мне». Он сделал шаг вперед. «Ты поможешь мне, Аллатрос». С глубокой отцовской печалью Сангвини понял, что его слова бессмысленны. На лице кровавого ангела отразилось дикое желание, импульс, родившийся в самых глубинах звериной сути воина. В конце концов, то немногое, что осталось от брата Аллатроса из 111-й роты, просто исчезло. С яростью берсерк-легионер в два прыжка пересек часовню. Примарх медлил, он мог бы извлечь оружие, не имело значения какое, силовой меч, глёфу или пистолет инферно, и лишить жизни боевого брата, прежде чем тот окажется на расстоянии вытянутой руки. Но что-то останавливало его. Может быть, это была надежда на то, что Аллатрос станет тем, кто разорвет замкнутый круг и не сделает то же, что и другие до него, или чувство вины остановило руку ангела, своего рода наказание, возложенное на самого себя. Увидеть этот ужас вблизи, познать предсмертный миг своего сына. Вопреки здравому смыслу, без шансов на выживание, Аллатрос напал на своего генетического отца. Он что-то невнятно пробормотал на диалекте технокочевников нижнего плоскогорья Ваала. Он хотел только одного. Вонзить зубы в живую плоть и удовлетворить жажду крови. Он действительно был потерян. Сангвини не подпускал близко Аллатроса, безумные удары воина безвредно звенели о доспех примарха. Пламя ярости легионера не затухало, напротив, с каждой секундой разгоралось все ярче. Смесь кровавых ароматов в его дыхании наполнила чувство примарха, и Сангвини понял. Он знал, откуда взялась эта кровавая ярость, эта красная жажда. Он чувствовал ее, скрученную ядовитую нить внутри собственной генетической спирали. Темное наследие, которое он передал этому потомку. Рецессивная метка смерти. «Мне жаль, сын мой», — сказал Аллатросу за мгновение до того, как сломать легионеру шею. Рычание Аллатроса оборвалось гортанным свистом, а в его глазах мелькнул краткий миг покоя. Тело легионера рухнуло в лужу крови. Боль отпустила кровавого ангела, ему была дарована последняя милость. Но теперь мрак в ксеносской церкви, казалось, сгустился еще сильнее, омраченный грузом только что содеянного. Второй раз за этот день Сангвини ощутил присутствие брата. Он резко повернулся и пристально посмотрел в полумрак, и тогда громадная тень вышла из зарухнувшей опорной колонны и замерла перед ним. «Хорус! Что ты наделал?» Свет упал на лицо его брата и на нем было отчетливо видно потрясение. «Что ты наделал?» Звук собственного голоса, казалось, выявил уперкаля из-за цепенения, и он бросился к убитому воину. «Ты! Убил его!» Сангвини встал перед трупом, словно защищая его, и остановил Хорусу. «Ты следил за мной!» Тон выдавал гнев и удивление, стыд и сожаление, и сотню других эмоций. Шпионил! Хорусу понадобилось все его огромное самообладание, чтобы остаться на месте, смятение на его лице исчезло. Он пытался понять то, свидетелем чему стал, и не смог. Примарх казнил одного из собственных сыновей. «Даже думать о таком было страшно!» «Ты не должен здесь находиться», — безжизненным тоном произнес Сангвини. «Это не для глаз посторонних!» «Похоже на то», — мрачно кивнул Хорус. «Но я не посторонний, я твой брат», — он поднял голову и с вызовом встретил взгляд Ангела. «И я не понимаю, почему ты совершил столь отвратительный поступок». Сангвини не стал спрашивать, как Хорус прошел мимо стража Ролдорона, не подняв тревоги, в конце концов, он был Примархом, а сыновья Императора всегда были искусны. Взгляд Хоруса смягчился, теперь в нем не было гнева, только сочувствие. «Я не должен был приходить сюда, но твоя реакция на слово первого капитана. Брат, то, что я увидел в твоих глазах в тот момент, обеспокоило меня, он обошел Ангела и опустился на колени у тела Аллатроса. И теперь я вижу, что был прав». Хорус хладнокровно осмотрел мертвого легионера и постучал пальцем по его виску. «Скажи мне, в чем причина? Что с ним случилось? Это сделали не Филимы, они повредили его рассудок. Ложь застряла в горле Ангела. Да, он хотел солгать. Ужасная трагедия. Это работа грязных ксеносов. Я был вынужден совершить прискорбный поступок». «Нет». Ложь рассыпалась прежде, чем обрела форму слов. Солгать своему брату было не проще, чем зарканить солнцем Эльхиора и стянуть его с неба. Хорус и Сангвиний знали друг друга настолько хорошо, что ложь представляла невероятно сложную задачу. Он не мог пойти на это. «Нет, Хорус, это моя вина. Ответственность лежит на мне». Наступила долгая пауза, и ангел видел ход мыслей своего брата по выражению его лица. Вопросы, которые тот задавал себе, ответы, которые хотел найти. Наконец Хорус встал и положил руку на плечо брата, на твердых чертах лица луперкаля отразилась тревога. «Если ты захочешь, я сейчас же уйду и больше никогда не заговорю об этом. Твой легион – это твоя забота, Сангвиний, и я никогда не позволю себе усомниться в этом», – он сделал паузу. «Но я твой брат и твой друг, и мне тяжело видеть печаль в твоих глазах. Я знаю, у тебя сострадательная душа, ты бы никогда не совершил такое, если бы имел выбор. Но твоя ноша тяжела, и я помогу нести ее, если только ты позволишь». Кровавый ангел прищурился. «Ты о многом просишь». «Как всегда», – согласился Хорус. «Расскажи мне». «Объясни», – он почти умолял. «Клянусь честью своего легиона, ни одно произнесенное здесь слово не покинет этих стен. Я буду держать это в тайне от всех». Сангвиний встретил его взгляд. «Даже от нашего отца». Хорус минуту ничего не говорил, затем, наконец, кивнул. С большой осторожностью Сангвиний поднял тело погибшего воина и отнес его к каменному пьедесталу. На платформе раньше покоилась кристаллическая статуя Нефилима, но сейчас все, что осталось от нее – куча обломков, хрустящих под ногами. Примарх расположил тело мертвого легионера для церемонии прощания, вернув достоинство, украденное безумием. Наконец Сангвиний повернулся к Хорусу. «Нас создали идеальными», – начал он. Инструменты войны. Величайшие мастера битвы, он медленно развел руки, и крылья белым костром вспыхнули за его спиной. «Думаешь, отец преуспел в своем замысле?» «Совершенство – это не состояние», – ответил Хорус. «Это стремление. Все, что имеет значение, путь, а не цель. Это тебе Феникси Ц сказал. Его брат кивнул. Фулгрим бывает заносчив, но в этом он прав». Сангвиний положил руку на неподвижную грудь Аллатроса. «Мы так много даем своим сыновьям. Наш облик, нашу волю, нашу силу духа. Они лучшие из людей. Но так же в себе они несут наши изъяны. И они должны их нести», – сказал Хорус. «И мы должны. Быть человеком, значит быть несовершенным, не имеет значения, кто мы такие или откуда пришли, мы по-прежнему люди. У нас те же предки, что и у людей, которых мы защищаем». «Несомненно, если мы утратили эту связь, если бы мы были лишены человеческого начала, у сыновей Императора или Геонеса Астартис было бы больше общего с этими ксеносами». Сангвиний указал на тело синекожего Нефилима. «Чем с детьми теры?» Он покачал головой. «Но при всем том, кем мы являемся, мы не можем сбежать от того, что внутри». Ангел надавил пальцами на грудь. «Я завещал своим сыновьям нечто темное, брат. Говори прямо, потребовал Хорус. Я, не Рус, который осудит тебя, и не Дорн, который не станет слушать. Нам с тобой нет необходимости притворяться. Я думаю, это скрытый изъян в генетической матрице Геносемени Кровавых Ангелов. Нечто в моем собственном биотипе. Я разглядел в себе проблески этого дефекта, брат. Темная суть, характерная черта, скрытая и ждущая пробуждения. Взгляд Хоруса упал на мертвого воина. Это. Ярость, которую я видел в нем. Она кричит о крови. И не находит утоления. Лунный волк отвернулся, размышляя. Сколько раз. Аллатрос один из нескольких, насчет которых я уверен. Могли быть другие, которые погибли в битве, и этого никто не заметил. Горстка за 200 лет в Легионе численностью в 120 тысяч. Хорус сложил вместе руки. Как ты можешь быть уверен? Я уверен, серьезно ответил Ангел. И случаи учащаются. Боюсь, со временем болезнь захватит каждого моего сына. В своей медитации я видел подобные. Вероятности. Его брат ждал, пока он продолжит. Каждый из примархов был по-своему одарен сверхъестественными способностями их отца, а для Сангвиния частью этого наследия было определенного рода зрения. Туманное неопределенное чувство предвидения. Всегда одно и то же, продолжил Ангел. Воин в полу битвы подается к гневу, который растет и растет, пока не лишает его разума. Человеческое начало исчезает и остается только дикая сущность. Он убивает и убивает, все больше и больше жаждет крови, рассказывая, примарх побледнел. А в конце происходит самое худшее, он полностью теряет самого себя. Пока смерть не становится избавлением, Хорус снова кивнул. «Брат! Я понимаю тебя. Давно ты это знаешь?» Удивительно, но Сангвини почувствовал облегчение, словно доверившись Хорусу, он действительно снял тяжесть с души. «Я скрываю это от нашего отца и братьев несколько лет. Брат! Ищу решение. Некоторые из сыновей объединились со мной в поиске способа уничтожения этого изъяна». Сангвини стиснул зубы. «Моего изъяна!» «Брат!» – начал Хорус, подбирая слова. Сангвини покачал головой. «Молчи! Ты думаешь, я виню себя за нечто, что не могу контролировать, но это не так. Это мое наследие, и я должен найти ему объяснение. Примарх!» Он запнулся, его голос переполняли эмоции. «Примарх, отец своего легиона», – сказал Хорус, закончив за него мысль. «Я не буду возражать или пытаться убедить тебя в обратном», – он снова сделал паузу. «Кто еще знает об этом?» Хорус бросил взгляд на вход в часовню сопереживания. «Аскаэлон, капитан Ролдарон, мой главный апотекарий на Ваале!» «И еще несколько!» Хорус тихо спросил. «Почему во имя Тера ты не попросил помощи?» Сангвини встретился с ним взглядом. «Скажи мне, Хорус, чего ты боишься больше всего?» Вопрос застал второго Примарха врасплох, и какое-то мгновение лунный волк собирался проигнорировать его, но затем выражение его лица изменилось, и прозвучал жестокий и правдивый ответ. «Потерпеть неудачу!» «Подвести свой легион, свой империум!» «Своего императора!» «Нечто подобное разделяет каждый из его сыновей, даже если у многих никогда не хватит мужества признать это!» Сангвини отошел, вокруг него вытянулись тени. «Я не мог поговорить об этом ни с кем из других!» «Ты так же, как я, знаешь, что это принизило бы мой легион!» «Некоторые из наших братьев увидели бы в этом слабость и постарались бы обратить ее против меня!» Он поморщился. «Альфарий, Лоргар!» «Они не будут великодушными!» «Но почему ты скрываешь это от Отца?» «Если кто из живых существ знает разгадку, то это он!» Сангвини повернулся к Хорусу, его ангельские черты окаменели. «Ты знаешь причину!» – прорычал он в ответ. «Я не хочу отвечать, если кровавые ангелы исчезнут из истории Империума!» «Не хочу, чтобы о моем легионе напоминал только третий пустой постамент под крышей Гегемона!» Глаза Хоруса расширились. «До этого не дойдет!» Сангвини снова покачал головой. «Я не могу рисковать!» «Интересы Императора выходят далеко за пределы потребностей отдельных сыновей!» «Ты знаешь, что это так!» Он нахмурился. «Мы все знаем об этом!» Снова наступила тишина, нарушаемая только глухим воем ветра среди разрушенных стен и далеким грохотом металла, когда уничтожали очередную башню восхваления. Затем с мрачной решимостью Хорус протянул руку ангелу. «Я клянусь тебе, что никому не скажу об этом!» «Я буду хранить молчание так долго, сколько ты пожелаешь!» Сангвини ответил тем же, их наручи лязгнули, когда братья жали ладонями запястья друг друга по старому обычаю, существовавшему еще до объединения. «Хорус, я тебе доверяю как никому», — сказал он. «Не представляешь, как мне важна твоя поддержка!» «Можешь на меня рассчитывать», — ответил лунный волк, «сколько бы времени это ни заняло!» Ролдарон едва скрыл потрясение, когда не один, но двое примархов вышли из разрушенного здания. Не говоря ни слова собравшимся воинам, Сангвини и Хорус прошлись по Серебряным пескам, повернули в противоположные стороны и направились к рядам своих легионов. Рядом с первым капитаном стоял неподвижный, словно статуя Аскаэлон, и Ролдарон не сомневался, что командир Сангвинарной Гвардии в ярости. Появление Хоруса могло значить только одно. Он знал. Почувствовав взгляд Ролдарона, Аскаэлон тяжело посмотрел на него. «Твои воины бесполезны!» «Выбираю выражение, телохранитель», — ответил сквозь стиснутые зубы капитан. Он указал за кольцо своих солдат. «Твой заместитель бродит поблизости, и он тоже не заметил примарха. Зуриил получит выговор за эту ошибку, можешь не сомневаться. Ролдарон не сомневался. Аскаэлон был суровым командиром и ни перед чем не отступал. Между воинами 1-й роты и Сангвинарной Гвардии часто возникали трения. Гибкий стиль Ролдарона шел вразрез с отчужденным, суровым поведением Аскаэлона, и оба воина предельно отражали эту разницу. «У меня есть дела», — сказал командир Гвардии, зашагав прочь от руин. «Надеюсь, конец операции я могу оставить на тебя, не опасаясь новых ошибок». Прежде чем Ролдарон смог ответить, полетный ранец Аскаэлона выплюнул пламя и его рельефные крылья раскрылись. Во вспышке золотистого света воин исчез. Первый капитан еще больше нахмурился и распустил своих воинов резким взмахом. На одного из них он сердито взглянул. «Где апотекарей?» «Я вызвал специалисты час назад». «Здесь, лорд», — произнес голос позади. Ролдарон обернулся и увидел легионера, вышедшего из дыма и направившегося к нему по усеянной обломками площади. На багровом доспехе с белой окантовкой санкционированного медика легиона висел набор нартициумов, емкости с медикаментами и другие инструменты мясника. Его левая перчатка была сильно модифицированной версией стандартного доспеха Mark II «Крестовый поход», выступающий ствол редуктора придавал ей громоздкий вид. «Апотекарий» носил эмблему «Prim Helix», а над окуляром шлема — значок черепа, указывающий на самое младшее звание «Апотека Эминарис». За ним неторопливо шел рабочий сервитор, раскачивающийся на неровной местности. Капитан предпочел бы ветерана в этом деле, но отвлечение более опытного офицера от его обязанностей привлечет чрезмерное внимание. Новоприбывший отдал честь. «По вашему приказанию прибыл». Он не подал виду, что заметил уход двух примархов, и это было к лучшему. «Будет меньше вопросов», — подумал капитан. «Следуй за мной», — приказал Ролдорон, — «и ничего не говори». Они вошли в разрушенную часовню, и Апотекарий включил фонарь на ранце. Холодный луч белого света пронзил помещение, выходит вопытив тысячи крошечных частиц каменной пыли, висевших в спёртом воздухе, а потом отразился от большой лужи внутри обвалившегося нефа. Ролдорон увидел, как луч метнулся к тёмным очертаниям покойников, и окликнул молодого Апотекария, привлекая его внимание к платформе, где лежало тело Аллатроса. Капитан очистил доспех мёртвого боевого брата от всех символов роты и личных знаков, пока не осталось ничего, что указало бы на то, кем был этот воин и где служил. «Прогеноидные железы», — сказал капитан. «Извлеки их». Кровавый ангел на мгновение засомневался, но безликий шлем не выдал эмоций, и Апотекарий с готовностью принялся за работу. Редуктор издал пронзительный звук, прогрызаясь сквозь обнажённое тело, пока не вскрыл его, и наконечник вырезал богатый генами мясистый кусок. Каждый прогеноид был совокупностью метаданных ДНК в органической форме, ходом физиогномики кровавых ангелов, представленным во плоти. Подобные органы имплантировались каждому легионеру, который приспосабливался к специфическим чертам и особенностям их братства. Они были самым ценным ресурсом легиона космодесантников, так как каждый прогеноид, извлечённый из павшего воина, обретёт новую жизнь в теле следующего поколения рекрутов. Таким образом, они сохранят генетическую родословную с теми, кто пришли до них и теми, кто придёт после. Апотекарий почтительно поместил геносемя Аллатроса в герметичную капсулу, но прежде, чем успел положить в контейнер на бедре, капитан Ролдарон забрал её. «Как тебя зовут, Апотекарий?» – спросил офицер, опережая любые вопросы. «Мёрс, господин. Из девятой роты». Капитана Фурио, кивнул он. «Отличный воин. Хорошая рота. Благодарю, господин. Но…» Ролдарон продолжил, словно Мёрс ничего не говорил. «Воины девятой знают, что такое приказ. Поэтому я не сомневаюсь, что ты выполнишь этот». Капитан пристально посмотрел на молодого воина. «Никогда не рассказывай об этом случае. Ни тебя, ни меня никогда здесь не было», – он указал на капсулу. «Этого не существует. Повтори». Мёрс снова помедлил, затем произнес. «Ни вас, ни меня никогда здесь не было. Этого не существует. Это пожелание нашего повелителя». Второй кровавый ангел снова отдал честь. «Так точно». Апотекарий отступил на шаг назад, когда Ролдарон подозвал сервитера, собираясь поднять труп. Но прежде чем механический раб выполнил распоряжение, первый капитан извлек из поясной сумки некий предмет. Это был кусок чернильного камня из ночных пустынь Ваала Прим. Ролдарон быстрым движением провел им подоспеху мертвого воина, измазав темно-красный цвет глянцевым черным. Это действие несло в себе нечто странное, ритуал, некую завершенность, которая подводила окончательную черту. Как бы не встретил свою смерть этот боевой брат, память о ней навеки сотрут из хроник региона. Капитан что-то прошептал, Мюрос едва расслышал его слова. «Покойся, брат», — сказал он павшему воину. «Ты в роте смерти. Надеюсь, там ты найдешь успокоение». Часть первая. Северный крест. 1. Явная и скрытая угроза. Безмолвное оружие. Услуга. Кано смотрел через бронестекло иллюминатора, как в темноте к нему несутся камни, увеличиваясь в размерах. В вакууме вращались огромные, больше гор скалы, окруженные густыми облаками меньших обломков размерами от космического корабля до песчинки. Крошечные камушки барабанили по корпусу абордажного корабля типа «Пугио», с грохотом приближающегося к своей цели. Кровавый ангел видел неподалеку другие корабли того же типа, летящие разомкнутым строем. За ними следовала эскадрилья таранно-штурмовых кораблей цест. Маневровые двигатели этих крылатых дубинок испускали ярко-желтый огонь, когда они маневрировали при заходе на цель. Багровые корпуса кораблей отражали холодный далекий свет громадного синего сверхгиганта во многих световых секундах отсюда, в огромном пространстве пояса Кайваз. То, что некогда было системой из нескольких скалистых планет, теперь представляло колоссальное скопление астероидов. Многие эры тому назад великий космический катаклизм расколол планеты и разбросал их обломки в плоскости акреционного диска на сотни миллионов километров. Гравитационные узлы вокруг крупнейших, размером сконтинент, планетоидов старались накопить достаточно массы для преобразования и постоянно терпели неудачу. Кайваз был обречен оставаться скоплением обломков. Его хаотичные, непригодные для навигации окрестности служили идеальным укрытием для слишком глупых или отчаянных, чтобы испугаться непредсказуемых гравитационных течений и постоянных столкновений астероидов. Орки сделали это место своим убежищем. Многие племена зеленокожих, рассеянные и лишенные руководства после сокрушительного удара на Улоноря, разбежались во все стороны эфирного компаса. И многие остановились в поясе Кайваз, где создали новые аванпосты из дрейфующих, богатых минералами скал, зализывая раны и перевооружаясь. Чужие поднимали голову, атакуя ближайшие имперские системы и новые дочерние колонии. Долг легиани со стартис состоял в том, чтобы закрепить урок Улонора, а в случае необходимости снова и снова истреблять мародерствующих дикарей. Альфа-легион проследил за ними до самого логова и запросил у Хоруса подкрепления, но после войны на планете убийцы и неудачного контакта с цивилизацией Интерекс Лунные Волки не горели желанием предоставлять корабли для поддержки компании Альфария. В конце концов, родичам из двадцати легиона согласились помочь Кровавые Ангелы. Сангвиний лично мобилизовал крупные силы для поддержки кораблей 88-го экспедиционного флота. Альфарий заявил, что операция продлится пять лет. Ангел отклонил это утверждение и пообещал победный финал через год при поддержке кораблей из каждой действующей экспедиции Кровавых Ангелов. Сангвиний был прав, более или менее. Всего через тринадцать месяцев после начала кампании в Кайвасе орки были почти полностью уничтожены, но, подобно загнанным в угол зверям, сражались яростнее, чем когда-либо, и бои были частыми и скоротечными. Кано пытался вспомнить хоть один день за последние несколько недель, когда он не слышал сигналов тревоги и грохота тяжелых орудий на палубах Красной Слезы, флагманской боевой баржи Легиона. Но по правде говоря, кампания с самого начала вызывала недовольство Кровавых Ангелов. Многим братьям Канов в самом деле недоставало его выдержки, и они говорили о ходе боев открыто и часто. Это была операция Альфа Легиона, поэтому из уважения Кровавые Ангелы уступили им руководство. Но вместо обещанной славной битвы они получили войну совсем иного рода. 88-й экспедиционный флот забрал свои боевые корабли в поясе Кайвас и исчез с сенсоров, оставив флотилию Кровавых Ангелов ждать на границе системы. Скоро стало ясно, что операция, для которой Альфарий так старался получить подкрепление, являлась обычным патрулированием. Сначала по одному, затем отрядами и наконец, целыми флотами орки начали бежать с Кайваса. Каждый раз они направлялись в открытый космос, пытаясь скрыться за громадной тенью сверхгиганта и поясом астероидов, но там их ждали Кровавые Ангелы. Космические корабли Легиона и крейсеры Урков неделями играли в смертельные кошки-мышки, лавировали в густых полевых облаках на окраинах системы и безжалостно охотились друг на друга. Могучие корабли сталкивались снова и снова, но месяцы длительных одиночных боев и космической войны вызывали беспокойство у сынов Вуала. Они были рождены для битв лицом к лицу с врагами, а не для дистанционных сражений в огромных пространствах космоса. В конце концов, шанс встретиться лицом к лицу выпал. Поведение орочьих экипажей начало меняться. Вместо демонстрации присущие им звериные хитрости действия зеленокожих больше напоминали панику. Чужие попытались прорваться через блокаду Кровавых Ангелов, когда удача была не на их стороне. Словно кто-то за ними гнался, кого они боялись больше орудия Легиона Сангвиния. Снова и снова орки бросались на Кровавых Ангелов, как крысы, бегущие с тонущего корабля. Они яростно сражались, даже использовали такие обреченные на неудачу тактические приемы, как прямые атаки на корабли Легиона или запуск варп-двигателей в пределах гравиметрически опасной зоны. Внешние границы пояса изобиловали бесчисленными островами орочьих кораблей, многие из них тлели подобно горящим тряпкам, когда гаснущие силовые ядра истекали испаряющимися струями плазменного газа. Неизвестно, что сделал Альфа Легион, чтобы принудить орков к бегству. Кано был адъютантом капитана Ролдорона и часто слышал обрывки информации, которая проходила через высшие уровни командной структуры Кровавых Ангелов, но даже он знал немногое. Альфа Легион скрылся, ограничиваясь только регулярными сводками патрулирующему флоту, содержание которых сводилось к фразе «Поддерживайте блокаду». Горстка орков, взятых в плен живыми, на допросе отдали маловразумительные ответы, которые еще больше запутывали ситуацию. Пока флот оставался на месте и поддерживал блокаду, патрули провели глубокую разведку пояса и перехватили лихорадочные переговоры чужих, а правительские сенсоры показали явные бои между орками неподалеку от Синего Солнца. Затем через несколько месяцев после начала кампании корабли в Альфа-Квадранте обнаружили уничтожение Большого, размером с Луну, планетоземали-1, небесное тело на орбите протозвезды, образующееся в результате постепенного приращения более мелких тел, состоящих из полевых частиц протопланетного диска, неизвестными средствами. Сангвиний лично отправил запросы 88-му флоту, и ему ответили, что случившееся не имеет значения. В конце концов, примарх устал от уверток Альфария и отправил фрегат за внешний радиомаяк в нарушение согласованных зон ответственности двух легионов. Когда спустя несколько недель корабль вернулся, экипаж доложил, что они не нашли признаков присутствия союзников, только обломки орочих кораблей и тела мертвых чужаков. В состав 88-го экспедиционного флота входили сотни боевых кораблей, но их присутствия не обнаружили. Теперь Кайвазская компания приближалась к заключительной стадии. Последние выжившие из орков в беспорядке покинули пояс и погибли под обстрелом лазерных орудий в результате торпедных атак, стоило им пересечь линию охранения. Наконец, корабли Альфа-легиона появились на самом краю диапазона сканирования, сгоняя врага к границам системы. Перед Пуге и другими абордажными кораблями находился последний огромный корабль «Чужих». По форме он приблизительно представлял овальный гигантский кулак из коричневой скалы, который обшили разномастными металлическими плитами, борта покрывали кратеры, ощетинившиеся орудийными башнями и жерлами ракетных установок. Наспех установленные на поверхности изуродованного астероида разнообразные двигатели выпускали яркие столбы в тщетной попытке увести огромный скиталец с плоскости эклиптики. Когда корабли Кровавых Ангелов приблизились, Кано разглядел характерные лопатки турбогенераторов поля Геллера, опоясывающие корабль, как шипастый ошейник сторожевого пса. В округ их кончиков собирался слабый фиолетовый свет, верный признак того, что экипаж готовится включить защитную энергетическую оболочку. Как только это произойдет, следующим этапом станет переход в варп. Какой бы тактикой Альфа-Легион не пользовался, она сработала, и теперь Кровавые Ангелы собирались нанести последний удар, уничтожив этот командный корабль, прежде чем он ускользнет в Имотериум. Собраться и приготовиться, раздался голос. Кано повернулся и увидел, как капитан Ролдарон входит в отсек с верхней кабины экипажа. Мы проделаем брешь через несколько минут. Отсек личного состава пугия был заполнен. Несколько тактических отделений и отделений опустошителей выстроились возле установленных на палубе фиксирующих рам, приготовившись занять их, прежде чем адамантиевый нос корабля вонзиться в корпус корабля чужих. Все замолчали из уважения к капитану. Кано знал Ролдарона не один десяток лет, и за это время, казалось, он почти не изменился. Великий крестовый поход наградил его несколькими новыми шрамами и добавил седины в волосах. Он был все таким же сильным и суровым ветераном, каким его всегда знал Кано. Остальное было скрыто, как плоть под силовым доспехом. Капитан кивнул одному из легионеров, и тот открыл металлический ящик, прикрепленный магнитными замками к палубе. Внутри находилась древняя реликвия. Кровавые ангелы называли ее Чашей, хотя она больше напоминала высокий и узкий бокал. Чаша была выкована из черного анодного металла, ее поверхность покрывала множество крошечных шипов с полыми кончиками. Каждый воин в отсеке снял правую перчатку, и Кано, не задумываясь, поступил так же. Ролдарон взял обнаженной рукой чашу и крепко сжал ее, позволив бритвенно острым шипам пронзить твердую кожу на ладони и выдавить кровь. Затем капитан передал кубок ближайшему боевому брату, ветерану-сержанту по имени Орексис, который сделал то же самое. Орексис вручил чашу следующему воину, а тот следующему, и так далее до последнего кровавого ангела. За несколько минут чаша прошла по отсеку и вернулась к Кано. Он последовал примеру боевых братьев, заметив, что шипы увлажнились от крови, а кубок потяжелел от пролитой в него жидкости. Наконец Ролдарон взял чашу и надел перчатку. Остальные воины последовали его примеру, послышалась серия резких щелчков керамитовых доспехов. Когда воины заняли места в фиксирующих рамах, первый капитан прошел вдоль ряда, погружая указательный палец в кровь. Он нанес каждому легионеру знак, красную линию поперек правого крыла Аллатус Кадиря, крылатой капли рубиновой жидкости, символа легиона кровавых ангелов. Кано не решался называть это ритуалом, слово отдавало религии, а в светской гармонии Империума Императора подобные понятия находились под запретом. Нет, более точно было бы назвать это традицией, предбоевым обычаем, который стал частью культуры планеты Вуала еще до войны Сожжения. Даже рожденные на тире легионеры, например Орексис, примкнувшие к вальским братьям после воссоединения, приняли традицию без вопросов. Они понимали ее значение. Нанося перед боем частицу смешанной крови на доспех, каждый боевой брат таким образом заново скреплял братство. Воины символически подтверждали основную истину, они сейчас и навеки одной крови и тем самым едины. Другие легионы клялись, давая обеты на оружие. Для кровавых ангелов эта традиция служила символом единства. Когда дело было сделано, они вместе произнесли. Засангвиния Императора. Затем Кано взял боевой шлем и бросил последний взгляд на иллюминатор. Стена тускло-коричневого камня заполнила окно, и он уловил мелькнувшее собственное отражение в бронестекле. На него смотрело худое, но неболезненное серьезное лицо цвета темного тика. Раудорон пристегнулся в фиксирующей раме рядом с адъютантом и лег, закрыв на мгновение глаза. Удивительно, но капитан выглядел почти умиротворенным, словно собирался уснуть. Кано надел шлем, и мир изменился, и зумрудные линзы шлема активировались с мягким звуком. Значки дисплея через невральный интерфейс передавались прямо на кору головного мозга, замигали символы, это остальные воины командного отделения запечатали доспехи и сообщили о готовности. Таймер обратного отсчета, передаваемый от пилота Пугео, неуклонно стремился к нулю, пока абордажный корабль приближался к корочей громаде. Кано почувствовал, как под ним дернулась палуба, пилот заложил резкий вираж, возможно, чтобы избежать лазерного огня оборонительных батарей чужих. Раудорон переключил вокс-сеть на себя, когда хронометр начал мигать красным светом. «Братья, мы пробьем брешь в основание этого подобия командной башни. Наша основная задача — прорваться на мостик корабля и отключить системы управления. Как только мы остановим их, то сможем истребить ксеносов». Кано расслышал холодное веселье в голосе. «И тогда, возможно, мы наконец покончим с этим дополнительным заданием». Рокот резких подтверждений пробежался по отделениям, и Кано присоединился к нему. Значки изменили цвет, когда остальные воины подтвердили статус готовности. «Приготовиться к развертыванию», — приказал капитан. Затем бронированный нос Пугия врезался во вражеский корабль, и голова Кано дернулась. Он услышал звук разрываемого металла. Абордаж разрушил их корабль. Осторожные орки, зная, что люди могут попытаться высадиться, усилили обшивку корпуса флагманского корабля. Это сделало проникновение дорогостоящей затеей. Бронированный отсек личного состава был достаточно устойчив и остался цел вместе с воинами, но остальной корпус Пугия разрушился при столкновении. Системы на всем протяжении энергетического контура корабля вышли из строя и перегорели. Пилот уже был мертв, при ударе его удушила гравитационная сеть, а кагитаторы, которые считались безотказными, оказались непригодны для использования. Если бы на абордажном корабле находились обычные люди, они бы все погибли, не от удара, так как фиксирующие рамы выполнили бы свое предназначение, но впоследствии, когда корабль отключил питание и выпустил воздух в космос. Легионеры, закованные в герметичные доспехи и неуязвимые к таким незначительным трудностям, быстро освободились. Ведомые Ролдороном, они открыли похожие на лепестки секций переднего люка. На них тут же обрушился поток раздражителей. Воздух с воплем плачущей вдовы вырывался через отверстие временной заслонки, образованной стабилизаторами абордажной капсулы. Орочьи орудия громыхали отрывисто и хрипло. Тяжелая навозная войн ксеносов дезориентировала, как и внезапные изменения гравитации. Ролдорон первым вступил на каменную палубу корабля, поднял оружие к плечу и дал знак остальным следовать за ним. Кано шел позади, задержавшись на мгновение, чтобы убедиться в готовности Болтера нести смерть. Надежную модель Умбро Ферракс украшали почетные знаки и отметки о поверженных врагах. В ранние годы службы Кано пользовался совершенно другим оружием. Он по-прежнему не доверял такой простой вещи, как баллистическое огнестрельное оружие, принципиальная схема которого почти не изменилась со времен Древней Ночи. Следуя за капитаном, Кано занял место во втором ряду командного отделения и вошел в длинный, низкий коридор, который протаранил пуге. Магнитные зажимы ботинок глухо застучали, когда вытекающий воздух пытался сбить их с ног. Дальше в открытом пространстве другой абордажный корабль пробил корпус и застыл среди искореженных обломков, осыпаемый ливнем желтых искр. Рампы опустились, наружу хлынули воины в багровых доспехах. Они атаковали первых часовых, которые появились из-за угла, сжимая в когтистых руках тяжелое оружие с ленточной подачей боеприпасов. Ролдорон проигнорировал завязавшуюся схватку и махнул рукой, указывая вперед. «Не останавливаться. Мы не можем позволить себе замедлиться и принять бой. Нам нужно двигаться». Кано кивнул, направляясь вперед. У них не было возможности узнать, когда у орков на мостике завершится предпрыжковая подготовка. По данным наблюдений из имперских записей процесс занимал от нескольких минут до нескольких часов. Орочья техника была, как правило, произвольно и примитивно сконструированной, не существовало двух идентичных кораблей зеленокожих. Поэтому следовало спешить. Кровавые ангелы не знали, когда и куда придут. И даже выживут ли они. Остальные подразделения космодесантников высадились в других местах. Они атаковали двигатели и навигационные блистеры, но для выполнения целей операции Легион не мог полагаться только на один отряд. Коридор разделился и расширился. Вместо сделанной на скорую руку трубы из ржавого металла на несколько сотен метров тянулась громадная вентиляционная шахта. Чужие превратили ее в подъездную дорогу, соорудив в стене винтовой пандус. Он поднимался по кривой, закручиваясь вовнутрь, а паутины гудящих, гибких кабелей пересекали внутреннее пространство, придавая платформам некое подобие устойчивости. «Одна громкая команда, и все рухнет нам на головы», пробормотал один из воинов Орексиса. «Тогда держите язык за зубами», — резко ответил Ролдорон, не поворачиваясь. «Третье и четвертое отделения, удерживайте этот уровень. Второе и первое со мной, продвигаемся по ярусам». Он перешел на легкий бег. Держать шаг. Кано побежал за боевыми братьями, которые тут же перестроились в боевой порядок по двое, поднимаясь по пандусу. Палуба опасно раскачивалась, вибрируя с каждым шагом космодесантников, но держалась. На четвертом ярусе их ждали автоматические стрелковые турели, ящики, сваренные из металлолома и нефтяных бочек. Заполненные боеприпасами магазины снабжали блоки многоствольных установок. Ролдорон, не сбавляя шага, вывел из строя механизмы, уничтожив первый крат гранатой, а второй — точным пистолетным выстрелом в прицельную амбразуру. Возможность разделаться с остальными он предоставил воинам второго отделения, которые превратили устройство в дымящиеся груды обломков. Но автопушки были скорее устройствами раннего оповещения, чем согласованной попыткой остановить продвижение легионеров, и глухой стрекот их атаки привел к тому, что с верхних уровней входной шахты посыпались орки, спускаясь на подвесных канатах. Кано заметил их приближение, на мгновение удивившись ловкости зеленокожих, наблюдая, как они раскачивались над зияющей пропастью, подобно обезьянам, цепляясь руками друг за друга. Другие спускались на веревках, свисая вниз головой и стреляя с обеих рук. Чужие что-то орали на своем разбойничьем бессмысленном языке. Продолжая подъем и ведя огонь на ходу, кровавые ангелы столкнулись лоб в лоб с арками. Чужие в бронежилетах, усиленных металлическими пластинами, приземлялись группами на краю рампы и бросались в атаку, мешано стреляя и рубя огромными клинками, прикрепленными к почерневшим стволам. Один из них с ревом рухнул рядом с Кано, желтые глаза застилало какое-то опустошительное безумие. За эту долю секунды кровавый ангел отметил ожерелье из костей и зубов на шее, гнилой смрад дыхания, самоуверенную позу орка. Внутри шлема Кано скривил губы, нахлынуло отвращение к нечеловеческому уродству. Орк был шире космодесантника, но такой же массы и отнюдь немедленный. У него было оружие с двумя длинными стволами, соединенное с двухлезвийным топором. Чужой выстрелил и нанес рубящий удар одновременно. Реакция Кано была не сознательной, но инстинктивной. Он схватился за болтер на бедре и нажал на спусковой крючок, позволив мощной отдаче оружия подбросить ствол вверх полуавтоматической очередью из трех снарядов. Первый врезался в ногу орка, вырвав из бедра зеленокожего кусок плоти размером с кулак, второй и третий снаряды попали в живот и грудь. Удар отбросил чужого за край рампы, и он полетел вниз, срывая кабели, и рухнул на палубу ниже. Цель была уничтожена, воин уже бежал вперед, переключив болтер на одиночный режим и подняв его к груди. На бегу он выпускал снаряды в каждого орка, у которого хватало безрассудства оставаться на ногах. Грохот его выстрелов слился с оглушительным хором, который издавало оружие братьев Кано. Они не задерживаясь прорвались через ряды защитников и продолжали подъем, палуба за палубой, к вершине шахты. «Гранаты», — приказал Ролдорон. «Взрывательное мгновенное действие». Передовое отделение повторило действие первого капитана, сняв с поясов цилиндрические боеприпасы и взведя их. «Готово. Бросаем». Полдюжины вращающихся гранат ударили в тяжелую бронированную дверь, преграждавшую путь на верхний уровень. Кано поднял руку, чтобы прикрыть линзы шлема от многочисленных ярких вспышек. Раздалась серия громких взрывов, и люк провис на сломанных петлях, а затем рухнул на палубу с глухим гулом. Ролдорону не надо было отдавать приказ. Кровавые ангелы перестроились в две колонны, первая вошла в широкое помещение за дверью и заняла позицию для прикрытия огнем, вторая направилась вперед, чтобы найти новый рубеж. Два отделения двигались по туннелю, обмениваясь передовой и замыкающей позициями. Коридор впереди расширился достаточно, чтобы по нему проехали рядом пара бронетранспортеров-носорог. Через неравномерные промежутки ответвлялись предположительно складские помещения и отсеки оборудования, а под ногами и над головами металлические решетки скрывали линии трубопроводов и кабелей, которые сыпались синими искрами. Грибковая вонь ксеносов усилилась, пробиваясь через фильтры дыхательных решеток. Кано заметил, что Орексис остановился у кучи тряпок в нише. Нет, не тряпок. Это лежали останки орка-стрелка. «Здесь шла перестрелка», — доложил сержант. Совсем недавно, легионер огляделся и обнаружил других мертвых ксеносов, явно разделенных на две группы по обе стороны коридора. Они перебили друг друга. Удивился вслух Кано. На первый взгляд разные банды орков выглядели одинаково, у всех на броне были грубо изображены одинаковые племенные глифы, тела украшали те же самые татуировки и ритуальные шрамы. Он встретился взглядом с сержантом и задался вопросом, думает ли сержант о том же самом? Были ли это новые свидетельства работы Альфа-Легиона? Но затем нечто чуждое проникло в разум Кано, он тут же напрягся, рефлекторно сопротивляясь, и почувствовал тошноту. Орексис. Имя сержанта сорвалось с губ в крик в тот самый момент, как пошевелилось тело мертвого орка, открыв под ним еще одного. Мелькнул зазубренный клинок, спрятавшийся чужой сделал выпад, целясь в гибкое сочленение между пластинами на бедре ветерана. Нож проскрепел по красному керамиту, но происходящее тут же растворилось в грохоте возобновившейся атаки. Засада. Закричал капитан, когда другие орки, также спрятавшиеся под телами своих мертвых товарищей, разом вскочили. Еще больше зеленокожих было на верхних площадках, их тепловые сигнатуры терялись в жаре, исходящем от плохо экранированных силовых кабелей. Орки сбросили решетки и прыгнули скопом в центр строя Кровавых Ангелов, поля во все стороны. Кану был ближе всех к Орексису и бросился к нему, врезав орку, который пытался преградить ему путь прикладом Болтера. Удар был такой силы, что вдавил кости черепа зеленокожего в мозг, убив на месте. Спину Кану окутало пламя, и повернувшись, он увидел орка с массивным огнеметом на плече, который хаотично заливал помещение пылающим топливом. Кровавый Ангел кувыркнулся вперед и открыл огонь. К нему присоединились другие и внезапно орк с огнеметом взорвался, словно бомба. Наверняка один из болтерных снарядов случайно нашел слабое место в топливной цистерне. Орексис был занят убийством Чужого, который намеревался проткнуть его, воины поблизости атаковали приближающихся орков. Но последствия взрыва огнемета не ограничились оранжевым пламенем, пронесшимся по коридору над их шлемами. Вдруг начали рваться снаряды, а пламя, вместо того чтобы погаснуть, охватило трупы чужих. Слишком поздно Кано заметил, что горит тело орка с сумкой на спине, набитой бронебойными винтовочными гранатами. Второй, более мощный взрыв, прозвучавший в замкнутом пространстве каменного коридора астероида, сбил с ног всех сражающихся. Оглушительный звук за долю секунды достиг предела авточувств Кано, прежде чем включилась защитная блокировка, предохраняющая невральный интерфейс. Каменные стены раскололись, и огромные куски породы и металла рухнули, завалив коридор. Невезучих как космодесантников, так и орков, завалило. Неожиданно штурмовой отряд Ролдорона оказался разделен, большинство легионеров остались на другой стороне вместе с ксеносами. Сержант Орексис покончил с последним из чужих на их стороне завала и неуверенно шагнул вперед, постучав рукой по шлему. Только тогда Кано увидел, что ветеран ранен. Темная артериальная кровь блестящая струйка истекала по бедру в лужу на палубе. То, что жидкость тут же не свернулась, означало, что рана не только глубока, но и отравлена. Кано указал пальцем на ветерана, и тот пришел на помощь к сержанту. — Капитан! — обратился абьютант по Воксу, оглядевшись. — Что нам делать? Через щели в стене он видел вспышки стрельбы, слышал рычание орков, сражающихся в рукопашной. В шлеме раздалось тяжелое дыхание Ролдорона. — Не ждите нас, Кано! Отправляйтесь на мостик! Он кивнул, понадобилось бы несколько минут, чтобы убрать рухнувшие обломки и добраться до боевых братьев, а космодесантники не могли позволить себе тратить на это время. Кано повернулся к Орексису. — Сержант, ты можешь бежать? — Да, — резко ответил ветеран, но затем с трудом сделал шаг и зашипел от сильной боли. — Проклятье! — Нет! Кано взглянул на ближайшего к Орексису легионера. — Помоги ему, — затем подозвал пару космодесантников, которые стояли неподалеку, Вуалитов, Кадора и Росина. — Вперед, мы не должны останавливаться! В конце коридора трех Кровавых Ангелов снова ждали собранные из металлолома автотурели, они безостановочно водили стволами орудий. Кадр нес тяжелый болтер, который облегчил им задачу. Кровавый Ангел выпустил очередь крупнокалиберных снарядов, которая разорвала турели на части в клубах Красного Пламени. Росин, как и Кано, вооруженный стандартным болтером, подошел вместе с адъютантом к люку, который вел на мостик флагмана. Вместе они приоткрыли дверь и вслепую швырнули несколько гранат. Кано захлопнул люк и прислушался к взрывам. Затем снова открыл его, и трое космодесантников ворвались в командный центр громадного орочего корабля. Он оказался пуст. Трон. Поморщился кадр, водя тяжелым оружием по сторонам. Где эти твари? Кано прошел вперед и нашел несколько мертвых орков на палубе у гудящих панели управления. «Все мертвы», — произнес он, подняв голову одного за жесткие волосы. «Но не будем повторять ошибок», — он извлек боевой клинок и ткнул мертвому орку в глаз. «Чужой» даже не дернулся. Проверьте всех для гарантии. Росин уже занимался неприятным делом, методично пронзая каждый труп, разыскивая мины, ловушки и тому подобное. То же, что и в коридоре. Они перебили друг друга. Кано нахмурился, осматривая мостик. Вопрос, почему «Чужие» оказались охвачены братоубийственной яростью. Подождет. Даже со своими ограниченными техническими познаниями Кано мог судить по мерцающим датчикам и багровым огонькам на панелях управления, что орочий корабль собирался высвободить огромное количество энергии. Это могло значить только одно — скоро откроются варп-врата. Он занервничал, осознав смысл увиденного, другие подразделения не смогли нейтрализовать реакторы и двигатели. Только они могли остановить бегство корабля чужих. «Мы единственные, кто добрался сюда?» — спросил Рассин, думая о том же. «А что с остальными отделениями?» «Должно быть, застряли внизу», — предположил Кадов. Высаженные абордажными кораблями на противоположной стороне башни другие подразделения должны были направиться к ним. И если орки оставили турели часовых и устроили засады на воинов Ролдорона, очевидно, что другие боевые братья столкнулись с теми же проблемами еще на корабле. «Мы добрались сюда первыми. Напомним об этом на слезе, когда покончим с нашим мрачным делом». Кано слушал не слишком внимательно. В центре Круглого, похожего на арену мостика находилось возвышение, с которого командир Орг наблюдал за теми, кто располагался ниже, и отдавал необходимые команды. Помещение опоясывали рабочие терминалы, снятые с кораблей людей и собранные на скорую руку механизмы. Под ногами, словно корни разросшегося дерева, извивались кабели, в стенах были видны и другие входы, похожие на тот, через который они вошли, но все они были закрыты. Наконец Кано увидел то, что, по его мнению, было командным устройством управления, низкая площадка, над которой висел гололитический проекционный шар. Сферу наполняли векторы и пятнышки света, которые напоминали звездные скопления. Он поднял болтер, время для гибкого подхода к операции давно миновало. Если одолевают сомнения, убедил он себя, отбрось их. Когда это снова произошло, его палец на спусковом крючке напрягся. Такая же слабая тошнота глубоко в горле, словно после гладка соленой воды, такое же нежелательное присутствие, скользнувшее по поверхности его сознания, даже когда он пытался отогнать подобные ощущения. Кано был так сосредоточен на этом, что пропустил тот момент, когда у основания командной платформы неожиданно полыхнула вспышка изумрудной энергии. От разряда варп энергии загрязненный воздух приобрел металлический и маслянистый запах. Из ниоткуда появился орк, мутировавший сородич тех мертвецов, что лежали на покрытой засовшей кровью палубе. Ксенос не уступал ростам облаченному в доспех Кано, клыкастый череп был странным образом деформирован. Болезненного вида кожи плотно обтягивало кости, а глубоко посаженные похожие на тлеющие угли глаза сверкали так ярко, что Кано не мог смотреть прямо в них. За мгновение до того, как разверзся ад, Кано увидел знакомые психические искры, бляшущие вокруг головы орка. Небольшие сполохи света образовали сверкающий ореол, часть лучей собиралась в руках твари, в одной она держала длинный медный посох. Оручий Псайкер. Казалось, невозможно представить, чтобы эти животные обладали достаточно сложной психикой, необходимой для использования сверхъестественных сил, но доказательство стояло перед ними. Одной лишь силой разума чужой телепортировался на мостик. Возможно, он был неподалеку, телепатически разыскивая захватчиков. Это было неважно. Все, что требовалось, убить его. Кадр открыл огонь из тяжелого болтера, и оглушительная очередь накрыла командирскую платформу, но орка там уже не было. Он переместился по мостику размытой рябью варп свечения слишком быстро, чтобы стрелок успел прицелиться. Ксенос застиг врасплох Росина, болтер которого был опущен, а боевой нож все еще зажат в руки. Космодесантник отклонился назад, пытаясь воспользоваться огнестрельным оружием, но орк опередил его. Из кончика металлического посоха Ксеноса Псайкера ударила зеленая молния и пронеслась через всю палубу. Разряд пробежал по телам мертвых товарищей орка, и трупы задергались, словно молния пыталась оживить их. Росина окутал поток энергии, парализовав тело, и легионер зарычал от боли. Кано выстрелил в чужого, но тот снова переместился пятном, похожим на преломленный взалитым дождем окне лучи ментарного света. Затем адвютант почувствовал незримое присутствие Ксеноса у себя в голове. Он давно не работал со своими ментальными барьерами и не успел их поднять, когда орк проник в его разум. Вдруг нос наполнило тошнотворное вонь дерьма, и у Кано закружилась голова. Орочий Псайкер направился к нему, но затем ментальное вторжение исчезло так же быстро, как появилось. В воздухе просвистели тяжелые болтерные снаряды. Рассверепевший кадр обрушил огонь на чужого. Кано развернулся, встряхнув головой, чтобы избавиться от последствий психической атаки, и увидел, как орк в ответ напал на Кадора. Лучи ярко-желтого огня вырвались из глаз Ксеноса и метнулись через комнату, как прожекторы, сжигая все на своем пути. Они ударили в кровавого ангела и отшвырнули его назад, поверхность боевого доспеха выгорела, изменив цвет с кроваво-красного на угольно-черный. Кано нажал спусковой крючок болтера, выпустив очередь в бок твари. Чужой вскрикнул от боли и повернулся к космодесантнику, свет в глазах на мгновение потускнел, затем снова вспыхнул. Затвор оружия несколько раз щелкнул, и Кано выругался про себя. Сбитый с толку мысленным ударом, он забыл отслеживать расход боеприпасов в магазине и теперь тот был пуст. Чужой поднял медный посох и прохрюкал нараспев подобие мантры, призывая силы варпа. Для Кано время замедлилось, и он вдруг понял, как именно Орочий Псайкер проникает в телепатическое безумие и материума. Кровавый ангел видел это своим мысленным взором в виде последовательности сложных уравнений листров поэмы. Он знал, как эта энергия работала, потому что сам когда-то использовал ее, направляя через собственные пальцы. И хотя это было словно в прошлой жизни, Кано знал с абсолютной точностью, что смог бы сделать это снова. Его руки натренированным движением поднялись в атакующую позицию, и Чужой увидел это. Зеленокожий понял, что столкнулся с тем, кто понимал. Но затем воздух снова наполнился болтерным огнем, и Орка разорвали очереди из дюжины стволов. Кано резко повернулся и увидел, что другие люки открыты и через них врывается отделение легионеров. Их вела фигура в черном, как космическая пустота доспехи, лицо скрывало зловещая череполякая личина шлема. Воин указывал коротким жезлом с крылатым навершием. «Чисто!» – прокричал грубый скрипучий голос. Кано ушел с линии огня и бросился к первоначальной цели – командному пульту управления. Когда он добрался до него, то почувствовал откуда-то снизу низкий рокот. Весь корабль сильно затрясло, когда энергетические системы достигли заключительной фазы перехода в варп. Кровавый ангел не мешкал и обрушил пустой болтер на панель управления, разбив гололитический проектор и приборы, обнажив кристаллическую схему и безгранично сложное переплетение поперечно соединенных серебряных проводов. Подобно падающему молоту, Кано наносил удар за ударом по машине, пока не осталось ничего, кроме искрящихся обломков и тишины под палубой. Ему показалось, что прошла вечность. Когда он отвернулся от панели, над ним словно вырос воин в черном. Из дыхательной решетки Череполикого шлема Кано услышал совершенно неожиданное. «Ты знаешь, кто я?» Голос звучал повелительно. Кано постарался всем видом продемонстрировать непокорность. Этот черный доспех может означать только одно. «Ты хранитель легиона?» Череполикая маска слегка кивнула. «Такова моя ноша и моя честь!» Воин снял шлем, обнажив лицо, словно вырезанное из куска мрамора, холодное и бледное. Суровые глаза, не ведающие жалости, изучали Кано, и кровавый ангел также был вынужден снять шлем. Космодесантник подавил желание вытереть пот с темной кожи. Поведение собеседника уже раздражало его. «Я Ясон Анилюс, идем со мной, это был, вне всякого сомнения, приказ, и через секунду Кано неохотно подчинился. Должность хранителя была сравнительно редкой в легионе, и звания тех, кто занимал этот пост, были самыми разными. Все, в чем Кано мог быть уверен, лавровые венки старшего ветерана, которые Анилюс носил на наплечниках. И по крайней мере, они в определенной степени не заслуживали уважения. Но только в определенной степени, напомнил адъютант себе. Кано последовал за Анилюсом через второй открытый люк в широкий коридор. Он уловил смрад орощей крови и, оглянувшись, заметил дюжину трупов чужих. Жалкие останки еще одной засады, догадался кровавый ангел. Анилюс обошел вокруг него. Ты мкани Кано, Ваолит из дальней пустоши, легионер первой роты. Ты знаешь меня? Я знаю всех вас. Кано нахмурился из-за необычного ударения в словах Хранителя, и по телу пробежал холодок, когда адъютант постепенно понял, что имел в виду Анилюс. Всех нас. Повторил он, стараясь говорить спокойно. Анилюс вложил фигурный жезл в набедренную кобуру из кости. Жезл имел два назначения. Оружие, похожее на булаву, смертельную в ближнем бою, и церемониальная реликвия. На древнетиранском языке оружие именовалось Крозиус Арканум. Как и черный доспех, жезл был знаком должности Хранителя и навеки отдалял его от боевых братьев. Хранители были стражами кровавых ангелов. Они выступали в качестве наставников для младших легионеров, боевых инструкторов и опытных ветеранов, которые делились своими знаниями с остальными воинами. Им также поручили поддерживать сплоченность между десятками тысяч воинов девять легиона Астартес. Это подразумевало многое. От роли советников-капитанов по вопросам ведения боевых действий до проведения церемонии памяти павших. Они стали хранителями знаний, советниками, наставниками. В далеком прошлом людей, которые исполняли подобные роли в армиях, называли диаконусами, замполами, капелланами. Званий было больше дюжины, некоторые политические, некоторые религиозные, некоторые светские. Хранители стояли вне командной структуры командования и тем не менее находились внутри нее, поддерживая в легионе самые важные из имперских идеалов – единство. Но эта роль также была и наказанием. «Сколько времени прошло со времен Великого Конклава Императора и его сыновей на Никее?» – спросил они Люс, и Кано понял, что его подозрения верны. «Немало», – ответил он, изучая черты лица хранителя. «Я не был там и не видел, как ангел и его братья предстали перед своим отцом. Но ты достаточно хорошо знаешь, что там произошло. Это был не вопрос». Терпение Кано подходило к концу. «Не будь глупцом. Конечно же знаю. Безусловное решение суда. Никейский эдикт. Приказ от самого Императора Человечества», – продолжил они Люснерово учительным тоном. Предупреждение о темном потенциале сил Варпа. Хранитель повернулся к нему лицом. Приказ подтвердил Сангвини, запретив использовать сверхъестественные силы среди легионеса Астартес. Приказ, который Кровавые Ангелы приняли без возражений. Кано молчал, ожидая официального обвинения. Несмотря на свою должность адъютанта капитана Ролдорона, формально он не был выше по званию ветерана-космодесантника, обладая таким же количеством штифтов в выслуге. Он – обычный воин, один из 120 тысяч. Но до решения на Никее Кано был кем-то намного большим. Тогда он был Лебрариус Минарис Кано, санкционированным Псайкером и Воином Разума. Не бесконтрольным колдуном с захолустных миров, но оточенным оружием на службе Кровавых Ангелов и Империума. Он был горд направлять беспорядочные и могучие энергии Варпа против врагов Легиона. Список почета Кано включал множество сражений, исход которых он помог решить в пользу своего примарха. Но после Никея все изменилось. Он помнил тот день так отчетливо, словно это произошло несколько часов назад. Ролдорон пришел к нему с приказом Сангвиния, у него за спиной стоял Воин в черном доспехе. Руки протянулись, чтобы отсоединить от Горжета боевого доспеха кристаллический психический капюшон Кано и забрать его. Рукарл Дорона на плече. Его слова. «Это ни в коем случае не преуменьшит твою значимость, Кано. Исчезла только одна грань твоего арсенала. Как и тысячи твоих братьев, ты по-прежнему входишь в число величайших воинов, которых человечество когда-либо призывало на службу. И на данный момент этого будет достаточно. Императору нелегко далось это решение, Кано, сказал Анилюс. Но после действий Магнуса Красного и его тысячи сынов выбора не осталось. Я знаю, ты понимаешь это. Кано по-прежнему хранил молчание. Для него было бы анафемой даже подумать о нарушении воли Императора и Сангвиния, но он не отрицал, что в тот день в его душе зародилось крошечное зерно сомнений. До принятия Эдикта Кано ни разу не чувствовал недоверия со стороны боевых братьев. А теперь он задумался, не был ли наивен тогда. Всегда находились те, кто враждебно относился к силам разума и видел только опасности, которые они в себе содержали. Великий примарх Псайкер Магнус своим безрассудным изучением варпа обострил ситуацию до предела, навлек на себя гнев отца, который призвал его к ответу. Кано думал о своих возможностях, таких же как болтер или меч. Опасная вещь в руках глупцов и неучей, но отличное оружие, если им пользуется мастер. Возможно, где-то в глубине своего сердца он почти возмущался словам о неспособности контролировать свои возможности. Нахмурившись, он отбросил мысль, следя за Аниусом и ожидая, что тот скажешь дальше. «Наш Империум — это средоточие объединенной решимости и сотрудничества», — продолжал Хранитель. «В конце Великого Крестового Похода мы достигнем идеального общественного устройства под руководством Императора. Каждый человек играет свою роль, так же как мы служим Легиону и Ангелу. Но для того, чтобы так было, никто не может игнорировать Высшую Волю, он приблизился. Те, кто считает, что коллективные соглашения не распространяются на них, даже если они столь же велики, как Магнус Красный, жестоко ошибаются. Мы все идем одной дорогой к Ану. Мы все должны играть свою роль. Он больше не мог молчать. Я никогда не поступал иначе. Я — послушный сын Сангвиния. Ты намекаешь, что это не так, Хранитель. Предпочитаю откровенность, нравоучение больше подходит для новобранца. Анилюс скрестил на груди облаченные в керамид руки. У тебя отличные инстинкты, Кано, Хранителю удалось придать слову негативное звучание. Они привлекли мое внимание. А затем я оказался на мостике этого чужого монстра и увидел, как ты сражаешься с Ксеносом Колдуном. Интересное совпадение. Твоя помощь в убийстве орка оценена по достоинству. Второй Кровавый Ангел продолжал говорить. В твоем болтере нет снарядов, не так ли? Скажи мне, если бы я не прибыл с другим отделением, как ты собирался сражаться с ним? Он повторил атакующую стойку Кано. Я увидел, как ты поднял руки. Зубами и ногтями, раз не осталось другого выхода. И только. Кано стиснул зубы. Со всем уважением, начал космодесантник, его тон ясно давал понять, что он так не считал, если хочешь выдвинуть обвинение, так выдвигай. У меня нет настроения для игр. Бледное лицо Анилсуса потемнело. Я не обвиняю, резко ответил он. Я поддерживаю волю в Легионе. Как и я. Так же ответил Кано, его гнев рос. И делаю это, подвергая свою жизнь опасности ради Сангвиния и Императора, а не предугадывая намерения моих братьев. Сила его слов заставила Хранителя замолчать. Когда Анилсус снова заговорил, его раздражение пылало ледяным пламенем. Я всего лишь беспокоюсь за тебя. Кано знал, что должен отвернуться и окончить разговор на этом месте, но понял, что не может. Не думаю, что ты понимаешь интересы людей, Хранитель. Наш великий Империум. Это собрание индивидуальностей, разных людей, собравшихся вместе, чтобы построить нечто немыслимое. И у каждого из них разные сердца и душа, разные потребности и желания. Возможно, ты провел слишком много времени, глядя на Великую Башню, а не на камни, из которых она построена. Последние слова он произнес, умышленно копируя задиристую манеру Анилсуса, после чего, наконец, повернулся, чтобы вернуться на мостик. Тот, кто не подчиняется правилам, рискует быть осужденным, сказал ему вслед Хранитель. Это факт, независимо от того, какие у тебя потребности и желания и что тебе говорят твои сердца и душа. Остатки терпения Кано лопнули, и он резко развернулся, подняв руку и ткнув пальцем в Анилсуса. Ты! Адъютант! За его спиной раздался крик, резкий и громкий, как выстрел болтера. Капитан Ролдарон шагнул через открытый люк и подошел к ним, глаза сузились. Докладывай! Кано кое-что объяснял мне. Начало не люс, но первый капитан взглядом заставил его умолкнуть. Я обратился не к тебе, Хранитель, бросил он. Чем бы ты не отвлекал моего легионера, ты прекратишь это немедленно. Эти слова дали понять, что Ролдарон слышал часть, если не всю беседу. Кано не придал этому внимания и отчитался перед командиром. Он быстро сообщил об атаке орка Псайкера и разрушении пульта управления. Капитан невозмутимо выслушал, не делая замечаний, и заговорил только после того, как Кано закончил. Собрать раненых отходим на абордажный корабль. Мы получили приказ установить термические заряды на скитальце и уничтожить его. А остальные корабли орков? — спросил Анилюс. — Корабли орков не осталось, — ответил Ролдарон, поморщившись. — Альфарий, наконец, связался с нашим примархом. Альфа-легион утверждает, что полностью уничтожил заразу чужих в поясе Кайваз и благодарен Кровавым Ангелам за содействие. Блокада завершена, а уничтожение этой громадной рухляди ознаменует ее конец. Он надел шлем. Ангел приказывает нам вернуться на корабли и готовиться к следующей операции. — Есть предположение, где она будет проходить? — спросил Кано, его перепалка с Анилюсом на время забылась. Замки шлема Ролдарона щелкнули. — Надеюсь там, где мы сможем вести настоящую войну. На всех палубах боевого корабля Андроний шла подготовка к боевым действиям. Под непосредственным руководством представителя фулгрима лорда Командора Эйдалона воины три легиона Астартис приводили в порядок клинки и доспехи. Их части стягивались к цели 63-го экспедиционного флота в системе Эст-Ваан. Ведомые магистром воины Хорусом Луперкалем объединенные силы сынов Хоруса, Гвардии Смерти, Пожиратели Миров и Детей Императора сосредотачивались, чтобы наказать и накомыслящие миры Эст-Ваана. Это была одна истина. Другая скрывалась за ней, окруженная тенями и секретностью, и раскроется только некоторое время спустя. В данный момент ни грядущая битва, ни великие планы магистра войны не тревожили мысли апотекария Фабия. Пока каждый воин легиона по-своему готовился к сражению в тренировочных клетках, медитируя или занимаясь эфемерными искусствами, Фабий находил душевное спокойствие здесь, в своем лабораториуме. Зал был слабо освящен, но не темным. Отблески экранов кагитаторов и биокапсул, расставленных по помещению, придавали ему холодный голубоватый оттенок, который Фабий находил успокаивающим. Здесь он мог работать над головоломками плоти и генома, которые так очаровывали его, не опасаясь вмешательства или вопросов менее любознательных и более консервативных братьев. Других, возможно, раздражали средства и методы, которыми он пользовался, вынуждая его работать в этом секретном месте, словно эксперименты были чем-то неправильным. Но он знал, что люди с ограниченным разумом скажут, если столкнуться с его работами. Иногда гению необходимо трудиться в тени, и если искусству Фабия для признания понадобится тысячи или более лет, значит быть посему. Он уже улучшил себя, чтобы гарантировать такую долгую жизнь. Апотекарий прервался и залюбовался результатом. Тонкий лоскут человеческой кожи, аккуратно срезанный с живого донора, измененный при помощи генной инженерии в материал, более напоминающий эпидермис бронированного змея. Со временем этот процесс можно перенести на объект за пределами лаборатории, уплотнив кожу даже сильнее, чем у оригинального органического шаблона космодесантников. Фабий отогнул микрооптические линзы головной гарнитуры и пробормотал новую длинную запись в VOX-пробник, хранящий данные эксперимента. Подняв глаза, он понял, что не один. За отблеском экранов стоял некто в силовом доспехе, полускрытой тенями, отбрасываемыми стазистными капсулами у дальней стены. «Лорд-командор!» Фабий сначала решил, что это был Эдолон. «Нет», — раздался голос. «Твой командир занимается мобилизацией войск и полирует свой доспех». Фабий положил лазерный скальпель и выпрямился, охваченный беспокойством. Лабораториум умышленно изолировали, спрятав его под огромным вестибюлем центрального апотекариона Андрония. Доступ через потайной ход, скрытый декоративной мозаикой вестибюля, предоставили только нескольким избранным. «Назови себя», — потребовал он. «Не беспокойся, Фабий. Со мной секреты детей Императора всегда в безопасности». Фигура медленно вышла на свет, демонстрируя пустые ладони в жесте искренности. Апотекарий сразу же узнал гранитно-серый доспех легиона несущих слова. «Переп!» Его тут же охватили сомнения, а беспокоенность из-за вероятности разоблачения смешалась с неуверенностью от хладнокровного приближения так называемого первого капеллана. «Как ты вошел?» Несущий слово кивнул в сторону винтовой лестницы, ведущей в вестибюль. «Я постучал. Наверное, ты не услышал». Он прошел, разглядывая содержимое химических ванн и органы, аккуратно расставленные на рабочем месте Фабия. «Ты в самом деле казался весьма занятым. Кто позволил тебе войти сюда?» – спросил Апотекарий. «Это имеет значение». Эреп остановился перед рядом высоких стазисных капсул, каждая из которых была закрыта пластолевыми заслонками. «Я сказал правду. То, что ты делаешь здесь, немыслимо. Немногим людям хватило бы отваги поделать величайшее творение Императора». «Я не поделываю», – возразил Фабий. «Я улучшаю. Совершенствую», – он нахмурился, несущий слово пытался отвлечь его. «Тебя не должно быть здесь. Это дело моего легиона». Эреп покачал головой. «Ну же, Фабий, не ограничивай себя. Ты должен признать, что значение твоей работы выходит далеко за рамки твоего легиона. Возможно, ты не отважился по-настоящему задуматься обо всех последствиях, но ты знаешь, это так». Когда Фабий не ответил, капеллан продолжил. «Я знаю, кое-кто посчитает твои несанкционированные изыскания неприятными, но не я». Фабий постепенно пришел к вопросу, который ожидал услышать Эреп. «Чего ты хочешь?» Вопрос вызвал у несущего слова едва заметную улыбку. Всего лишь услугу. Фабий поморщился, раздумывая над возможной ценой такой услуги. «Зачем мне помогать тебе?» Фальшивая улыбка Эрепа исчезла. «Потому что в таком случае я буду у тебя в долгу. И заверяю апотекарий, для тебя будет лучше записать меня в должники, нежели во враги». Он на секунду прервался. «Я буду считать тебя другом среди детей Императора наряду с другими друзьями в остальных легионах». «Другими друзьями», — повторил Фабий. «Да», — подтвердил Эреп Кивая. «Мы на пороге великих перемен. Старые правила и структуры будут разрушены, сметены. Проницательные люди должны держаться вместе». Он нажал на рычаг капсулы, и пластины раскрылись, показав тело легионера внутри, плавающее в густой маслянистой жидкости. На первый взгляд воин казался мертвым. Бледно-серое обнаженное тело превратили в рваное месиво многочисленные порезы и травмы. Правый бок от грудной клетки до бедра был содран со звериной жестокостью. Правая рука заканчивалась сразу под локтем, лоскутами, кожей и обрывками сухожилий. На шее и груди тоже были видны тяжелые раны. Лицо воина скрывала маска, закрепленная поверх ноздрёй и губ, подобно душащей руке, а всклокоченные светлые волосы образовали неровный ореол вокруг головы. В брови были штифты в выслуге, а на груди и плечах несколько боевых татуировок. Более всего бросалась в глаза эмблема легиона, алая капля крови на белых крыльях. Эреб бесстрастно изучал находящегося в резерву аре кровавого ангела. «Это случилось на планете под названием «Убийца», — сказал Капеллан. «Узнаю работу Меграхнида», — он повернулся к Фабио. «Скажи, как тебе удалось забрать его с поверхности, не привлекая внимания легиона». Когда апотекарий не ответил, несущий слово снова улыбнулся. «Не имеет значения. Кровавые ангелы, должно быть, считают его мёртвым, в противном случае они бы не прекратили поиски». Конечно же, воин был жив. Не так, как Фабий с Эребом, но погружённый в глубокое коматозное состояние, которое напоминало успокоение могилы. Ранения кровавого ангела были настолько серьёзными, что его тело отключило себя, биоимплантаты отчаянно пытались излечить повреждения. «Ты взял от него всё, что хотел?» — спросил Эреб без всякого высокомерия. Фабий покраснел. «Я собрал то немного, что осталось от геносемени, но большая часть уже была уничтожена. У меня есть ДНК и биообразцы. И тем не менее ты по-прежнему оставляешь его в живых». Капеллан внимательно посмотрел на апотекария. «Зачем?» Стазисный контейнер поддерживает его в коме, не позволяя ни полностью вылечиться, ни умереть от ран. Кое-кто счёл бы это пыткой. Настала очередь Фабия холодно ответить. «Я никогда не избавляюсь от того, что может пригодиться. И твоя мудрость доказала свою правоту. Я заберу его, а ты получишь мою благодарность». Эреб повернулся, чтобы позвать безмолвного автосервитора из ограждённого участка, но Фабий вмешался. «Зачем тебе нужен этот полутруп? Какая польза тебе от него?» «Тебя это не касается». «Допустим, касается». Апотекарий небрежно положил руку на медицинский игольник, который лежал на рабочем месте. В качестве оружия ближнего боя устройство могло быть таким же смертоносным, как эльдарский сюрикенный пистолет. Тон Эреба не изменился, из-за этого последовавшая угроза стала более серьёзной. Тогда всё, чем ты занимаешься здесь, станет известным. Не просто генетические модификации. Соединение генокода Детей Императора с генокодом Ксеносов и других легионов. Но также систематический и тайный захват раненых воинов на поля сражений Великого Крестового Похода для твоих экспериментов. Он кивнул на другие закрытые капсулы. Ангрона, Мортариона, даже Воителя. «Думаешь, они проигнорируют пленение их легионеров?» Фабий презрительно усмехнулся. «Бери то, что тебе нужно, и убирайся!» «Большое спасибо», — ответил Эреб в то время как слепой сервитер отсоединил капсулу и установил её на колёсный транспортер. «И обещаю, что этот дар поможет привести ещё легион под знамя Магистра Войны», — он снова улыбнулся. «По крайней мере, это один из вариантов». 2. Собрание в раздумьях. Акалип, лицо в дымке. Красная слеза и внутри, и снаружи была произведением искусства кораблестроения. Корабль нес штандарт Кровавых Ангелов всякий раз, как примарх покидал родной мир легиона. И, подобно Сангринию, боевая баржа стоила того, чтобы её увидеть. Носовая часть корабля напоминала наконечник стрелы длиной 10 км, обшитый блестящей медью, бронзой и багровой сталью. Её усеяли жерла новопушек, мегалозёров, электромагнитных катапульт и торпедных аппаратов, демонстрируя арсенал, сравнимый с вооружением целого флота небольших кораблей. По всей длине корабля располагались многочисленные башни, выступая из верхней и нижней частей корпуса. Как и у всех имперских боевых кораблей, проектируемых по многопалубной схеме, заложенной в древних океанских предках Красной Слезы, из кормовой части корабля поднималась огромная цитадель. Эта громадная башня управления напоминала гигантскую крепость. Внешнее укрепление из возвышающихся адамантиевых стен и бронированных окон находилось в основании, а широкий цилиндрический донжон поднимался выше. На его вершине среди зубчатых бойниц и оборонительных батарей в пустоту взирал немигающим глазом огромный прозрачный купол. Точно так же под центральной плоскостью прочного корпуса выступал заостренный, похожий на клинок киль. Здесь размещались многочисленные вспомогательные орудия и ангары для эскортных кораблей. Поперек вертикальной надстройки тянулись стыковочные отсеки, достаточно вместительные для приема и обслуживания эскортных фрегатов. Но истинное великолепие Красной Слезы открывалось сверху. Если бы наблюдатель оказался прямо над боевой баржей и посмотрел вниз, то ему стало бы понятно, как в форме корабля воплотилось его название. Боевая баржа была построена в форме огромной рубиновой слезы, а из бортов выступали, имитируя символ легиона кровавых ангелов, венглеты, в которых располагались группы двигателей и отсеки личного состава. На фоне бесконечной тьмы Красная Слеза представляла собой творение, демонстрирующее гордый вызов человечеству. Она была одновременно монументом, оружием и крепостью сыновей сангвиния, а также достойной колесницей для примарха. Вместе с флагманом двигались в строю другие корабли, от канонерок до гранд-крейсеров. Перехватчики типа Крыло Ястреба и Ворон обеспечивали вокруг флотилии широкое оцепление. Флот наполнила новую энергию, возродилась целеустремленность. После многих месяцев сравнительно несложной кампании все до единого Кровавые Ангелы жаждали покинуть этот сектор космоса и присоединиться к полноценным триумфам Великого Крестового Похода. Известия быстро распространились по кораблям 9 легиона. Их передавали смертными экипажами и сервами легиона, даже группе гражданских летописцев поручили осветить боевую задачу флота. Слухи распространялись шепотом за едой, чтобы не слышали старшие офицеры. Волнения не обошли стороной даже легионеров. Объединенный флот Красной Слезы пришел в движение, уже был проложен курс, ориентируемый на далекий варп-маяк. За последние недели вечный свет астрономикона Тера стал нечетким, вынудив воспользоваться дополнительными ориентирами, которые имперские навигаторы обычно использовали в качестве точек рандеву. Цель операции была у каждого на устах. Под солнечным куполом на вершине большой башни находился великолепный приемный зал. От пола до потолка тянулись колонны из красного мрамора, добытого из огненных земель экваториальных регионов Ваала. Со столбов свисали шелковые знамена, покрытые замысловатыми узорами. Это были боевые хроники, описывающие каждое сражение кровавых ангелов, от последних боев на тере в конце объединительных войн, двух столетий великого крестового похода и до настоящего времени. Войдя в помещение, капитан Ролдарон рассмотрел стяги и обнаружил новую нить слов. Поискай вас. Он мрачно улыбнулся. Сервиторы не тратили время, поместив название операции на ткань, словно им, так же как и ему, не терпелось оставить компанию в прошлом и двигаться дальше более великим триумфом. Капитан прошелся вдоль колонн, минуя внешний край покрытого плитками пола. Он посмотрел вниз и увидел знакомые очертания Тера и Ваала. Рельефы двух планет накладывались друг на друга. В данный момент Ваал находился в зените, фотонные плитки показывали восточное полушарие его родины, словно освещенное теплым солнцем. Под ногами промелькнули горы Чаши и Великая Пустошь, и на краткий микролдарон как будто бы вернулся домой. Из-за Ваала выглядывала Тера, напоминая Луну в затмении, ее поверхность вдоль и поперек исчертили города. Мозаика выглядела неподвижной, но это была иллюзия. Чем ближе Красная Слеза подойдет к Тере в галактической плоскости, тем яственнее планета будет прибывать, а Ваал, наоборот, убывать. Сейчас они были ближе к дому, и это устраивало Ролдарона. В центре зала стояли капитаны род трех сотен, тех, что находились на флоте. Каждый из капитанов встречался с ним взглядом, приветствуя четко по-военному или просто почтительным кивком. Он отвечал им тем же. Ролдарон был таким же ветераном, но он командовал первой, а звание магистра ордена включало его в отдельную группу старших офицеров. Всего лишь несколько воинов легиона были удостоены такой чести. Он носил звание с гордостью и смирением, как и полагалось кровавому ангелу, но капитан знал, что оно навсегда отделило его от товарищей. Возможно, это было к лучшему, Ролдарон никогда не отличался общительностью. Он считал себя простым человеком, воином, призванным сражаться за примарха и императора. Какие еще могут быть разговоры или сомнения на этот счет? Капитан сбавил шаг, когда заметил трех боевых братьев, вовлеченных в оживленную дискуссию, и уловил обрывок разговора. Капитан Накир, командир 24-й, разговаривал с Фурио и с третьей. Они разительно отличались друг от друга и оба по-своему были далеки от типичного образа кровавого ангела. Накир был родом из племени технокочевников, с черными волосами до плеч, заплетенными в косу. Застывшее на смуглом лице выражение напоминало нечто среднее между улыбкой убийцы и гримасой фанатика. Фурио между тем был немного выше и шире. Кое-кто шутил, что ему больше подошел бы доспех катафракт из терминаторских отделений вместо стандартной брони, явно тесноватой для него. Кожа на бритой голове Фурио была бледной, указывая на выходцы из северной полярной зоны Вуала. Накир и Фурио обращались к третьему офицеру, и даже со спины Ролдарон тут же узнал о мета, капитана пятой. Силовой доспех Ролдарона, как и у Накира с Фурио, был в отличном состоянии и соответствовал предстоящей встрече. Первый капитан задержался перед тем, как подняться в купол, чтобы взять силовой меч и церемониальные ножны для подобных случаев. Каким бы ни был результат кампании, она подошла к своему завершению, и дальше предполагалось проведение церемонии в рамках протокола. Они собирались не в каком-то разбитом бункере в разгар боевых действий, а в своих собственных владениях. А вот Амит не считал это важным. Его доспех был таким же, как и во время кампании в Кайвасе. Облачение великолепного качества покрывали следы попаданий, зарубки от клинков. Броня символизировала воинственную прямолинейность воина. «Ты не мог перед прибытием привести в порядок доспех, брат?» – спросил Накир. Амит пожал плечами. У него были коротко стриженные волосы, а рыжеватая борода не скрывала извечную гримасу. «Я пришел из тренировочных клеток. До этого отстреливал урков с корпуса фрегата. У меня не было времени», – последние слова он произнес с лукавой улыбкой. «Ты ведь знаешь, как выглядит полировочная тряпка?» – спросил Фурио, подняв бровь. «Я могу показать». Капитан Пятый нахмурился и наклонился, чтобы рассмотреть доспех Фурио, притворившись смущенным. «Как странно!» Он указал на сияющий красный керамид другого легионера. «Я мог бы поклясться, что какой-то миг цвета твоего панциря были пурпурными и золотыми, а не багровыми». Накив засмеялся. «Как бы Фурио ни старался, он никогда не будет таким же красавчиком, как Щеголя Фулгрима». Фурио фыркнул. «Согласен, наш примарх не одарил меня своим благородным обликом, зато наградил боевой проницательностью, он поднял взгляд, когда Ролдорон приблизился. И уверен, что первый капитан согласится со мной. Дело в том, что Кровавые Ангелы — самые красивые из легиониса Астартес. Как в полированном доспехе, так и без него», — добавил Амид с редкой для него улыбкой. «Я не могу судить об этом», — ответил Ролдорон. «Я всего лишь простой солдат». Накив поднял голову. «Капитан, мы не простые солдаты. Возможно, и так», — признал Ролдорон. Он повернулся и увидел, что Амид смотрит на него. Из всех капитанов легиона Амид и его рота имели репутацию наиболее кровожадных. Не один раз Пятый объявляли выговор за неоправданно рьяное преследование врагов. Неспроста прямолинейный офицер заслужил прозвище расчленители, имея возможность отречься от эпитета, принял его. У Амита была натура хищника, в нем клокотала едва сдерживаемая агрессия. Ролдорон видел ее много раз выпущенной на волю на полях сражений. «Ты знаешь?» — спросил Амид. Первому капитану не было нужды спрашивать Амита, что он имеет в виду. Этим вопросом задавались все. «Куда мы направляемся далее?» Ролдорон нахмурился. «Я не должен говорить об этом. Мы здесь, чтобы узнать ответ все вместе». «Примарх скоро будет», — сказал Фурио. «Я видел, как сержант гвардии Зуриил направился в покой ангела, чтобы сопроводить его. Если бы это зависело от сангвенарной гвардии, ангелы никогда бы не позволили покинуть покои», — фыркнул Накир. Аскаэлон ходит так, словно золотой доспех делает его лучше остальных. Ролдорон был согласен с его мнением, но не мог позволить даже малейшему зерну разногласия пустить здесь корни. Он строго взглянул на Накира. Аскаэлон, Зуриил и остальные выполняют свой долг, как и мы. Они заслуживают наше уважение. «Я говорю только то, что вижу», — ответил Накир через мгновение. «Не здесь», — сказал ему Ролдорон. «Не сейчас. В наших рядах не будет соперничества между разными подразделениями. Я слышал слухи о нашем новом пункте назначения», — вмешался Фурио, чтобы вернуть беседу в прежнее русло. Говорят, воитель планирует крупное наступление в нескольких секторах отсюда. «И откуда тебе это известно?» — спросил Амит с очевидным сомнением в голосе. «Астропатические хоры», — пояснил Фурио. «Ик передачи иногда не точны. Перехватываются чужие сигналы. Становятся известными данные по другим экспедиционным флотам. Ролдорон ничего не сказал. Он знал, что экипаж обсуждает эти слухи, когда считает, что он их не слышит. Корабли из нескольких легионов, по некоторым данным, из шести, вызвали к Хорусу, а вместе с ними и их примархов. Первый капитан попытался представить, против какого врага необходимо такое количество сил. Два или три сына Императора, сражающихся вместе, были редкостью. Если их собиралось больше, то это означало появление в ближайшем будущем угрозы колоссального масштаба. Он посмотрел на изображение планет под ногами. Возможно, речь совсем не о войне. Может быть, нас собирают по другой причине. Последовать за Императором на Терру. Мы отправляемся не в солнечную систему, капитан. Он услышал женский голос, высокий и звонкий, словно хрусталь. Ролдорон повернулся и слегка поклонился, когда к ним подошла капитан красной слезы. Ее свита, пара офицеров Имперской Армии и женщина-летописец с маленьким Пиктером, осторожно следовали за ней, пытаясь выглядеть уверенными среди множества громадных фигур. К ее чести адмирал Афина Дюкё держалась невозмутимо в присутствии собравшихся в зале воинов. Она была крошечной в сравнении с Ролдороном, но он слышал, как один ветеран назвал ее выкованной из железа. Любой легионер мог поднять адмирала и переломить, как связку сухих веток, но она излучала величие, которое первый капитан редко у кого встречал. Казалось, ничто не может взволновать женщину, ни величайшая вражеская армия, ни самый жестокий бой. В холодных синих глазах светился интеллект-тактика, который Ролдорон находил интригующим. Когда адмирал Дюкёть говорила, даже Ангел слушал, и уже только это вызывало чувство глубокого уважения, столь редко возникающее у воинов легиона к посторонним. Сангвини лично выбрал ее на должность командира своего флагмана, которую она занимала столько же времени, сколько Ролдорон был легионером. Он всматривался в изрезанное морщинами, уверенное лицо. Капитану было сложно определить ее возраст. Казалось, за многие десятилетия она совсем не изменилась, благодаря омолаживающим процедурам не подаваясь влиянию времени. Ролдорон не помнил своей матери, он рос сиротой после того, как семья погибла в буре, но, по его мнению, она была бы похожа на Дюкёть. — Благодарю, что присоединились к нам, адмирал, — сказал Накев. — Как дела на флоте? — Хорошо, капитан, — ответила она. — Наша боеспособность оптимальна, а потери в компании удовлетворительны. — Думаю, все согласны с тем, что мы готовы к новой компании. — И никакой благодарности от Альфа-легиона, — мягко сказал Фурио. — Словно они совсем не нуждались в нас. — Если не Тера, тогда куда? — вмешался Амид, не желая менять тему разговора. — Мы присоединимся к оперативной группе Игнис в Нортабе. — Адмирал посмотрела на Кровавого Ангела. — Нет. Я так понимаю, что операция против альдарских пиратов в системе Нортаба находится в завершающей стадии. Линкор Игнис и его флотилия присоединятся к нам. Точка встречи уже определяется. — А потом? — спросил Накир. Дюкют слабо улыбнулась. — Я знаю не больше вашего, капитан. Примарх пока не поделился со мной, что будет дальше, она собиралась что-то добавить, когда один из людей рядом с ней застыл. У помощника Адмирала на правой стороне лица от виска до челюсти тянулся аугментический имплантат из меди и полированного серебра. Ролдорон узнал беспроводное Vox-устройство, а улучшенный слух уловил слабый звук, вибрацию эхосообщения, передаваемого в сосцевидный отросток благодаря костной проводимости. — Майор. Дюкют заметила реакцию и пристально посмотрела на подчиненного. — Контакт, госпожа, — ответил помощник, глядя прямо перед собой, словно повторял то, что слышал. Наши корабли-разведчики в авангарде докладывают об одиночном имперском корабле крейсерского класса на курсе перехвата. Вероятно, он ждет нас за широкой тенью пояса, в точке Мондивиль. — Как не вовремя? — пробормотал Накир. — Принадлежность? — спросила Дюкют. — Название эскадра. — Сигналы запроса указывают на темную страницу, принадлежащую семнадцать легиону Астартес. Амид нахмурился. Несущее слово Ларгара. Кому пришла идея пригласить их? Ролдорон уже щелкнул по вокс-бусине в ношеннике доспеха, переключившись на частоту флота, а майор тем временем снова заговорил. — В данный момент мы получаем автоматический сигнал с корабля. Кодовые протоколы совпадают. Первый капитан прослушал сообщение, и его лицо помрачнело. Они говорят, что прибыли для разговора с ангелом. С ними эмиссар воителя. Когда Ролдорон добрался до покоя в Примарха, его ждала сангвенарная гвардия. Зуриил, сержант гвардии и заместитель командира подразделения, отдавал приказы боевому брату Логосу. — Ты, Халкрин, с освященной стороны, — сказал он гвардейцу. — Мендрион и я прикроем господина с теневой. Логос отдал честь ударам кулака о грудь, встроенный в перчатку болтер лязгнул о доспех. Он искоса взглянул на Ролдорона и вышел. Зуриил преградил дорогу капитану. — Ситуация под контролем, первый капитан. — Не сомневаюсь, — ответил Ролдорон. — Но как магистр ордена я должен выслушать несущих слова. У меня сотни боевых капитанов, которым необходимо знать о приказах магистра войны. Будет лучше, если они услышат их от меня. Сержант гвардии кивнул. — Как пожелаешь. Посланцы с темной страницы пристыковались во втором отсеке. Они скоро будут. Богато украшенные двери покоев примарха открылись, Ролдорон шагнул внутрь, и его глаза в первую очередь нашли сангвиния. Его повелитель носил обычный доспех из золота и белой платины, поверх сложенных крыльев был наброшен бронзовый кольчужный плащ. И хотя броня не выглядела такой великолепной, как та, что он надевал в битву, она не скрывала все великолепие примарха. Ролдорон однажды услышал слова одного летописца, что сангвиния сияет, подобно звезде, которой придали форму человека, и не смог придраться к этому описанию. Примарх увидел первого капитана и коротко кивнул, подзывая его. Рал, отлично. Ты избавил меня от необходимости вызывать тебя. Ангел пересек отрем помещения, пройдя сквозь лучи мягкого света, испускаемого парящими светосферами. Сияние отразилось от великолепного доспеха, осветив цветными вспышками картины и другие произведения искусства, расставленные вдоль стен. Ролдорон и Зуриил преклонили колени на полированном каменном полу и склонили головы. — Ваши пожелания, милорд? — спросил капитан. Ангел велел им встать, и когда Зуриил и другой телохранитель в золотом доспехе заняли предписанные места, капитан приблизился на несколько шагов. Сангвини был намного выше него, но он не возвышался над офицером, в том смысле, что капитан не чувствовал себя подчиненным. Казалось, Повелитель Кровавых Ангелов способен быть наравне со своими сыновьями, даже если в реальности было иначе. — Я видел тебя во сне, мой друг, — сказал Сангвини, несколько ночей назад, когда я размышлял о нашем походе. — Я — это честь для меня, — сказал Ролдорон, подчеркивая каждое слово. Пути сыновей Императора были неисповедимы и часто непонятны даже для таких сверхлюдей, как легионеры. Было известно, что некоторые из примархов обладали способностями, которые не подавались логическому объяснению. Ходило много слухов, что Мартарион из Гвардии Смерти не чувствует боли, Карак сможет затуманить разумы людей одной мыслью, а Хан говорит со штормами. В этих рассказах странным образом сплелись живой миф и голая правда. И когда речь шла о таких существах как примархи невозможно было определить, где заканчивается истина и начинается вымысел. У Ангела было особое зрение, так это называлось, и за все годы службы в Легионе ничто из того, что видел или слышал Ролдорон, не вызывало у него сомнения. В редких случаях, когда на кону стояло многое, Сангвений вмешивался в операции Легиона, как будто без причины, но всегда с исключительным эффектом. Спасались жизни, поражения обращались в победы, раскрывались ловушки. И отмечалось, что иногда он одаривает воинов милостью, мимолетным видением их собственной участи, открывшейся ему сквозь сложное переплетение нитей судьбы. Когда Ролдорон был молодым скаутом, он услышал эту историю от старого магистра Неофитов и задумался, что бы это значило. Сейчас, более чем столетия спустя, он узнает ответ. Сангвений кивнул. Я видел тебя на Вале. Ты был в пещерах под крепостью-монастырем. Ты. Лицо примарха омрачилось, но на мгновение, и Ролдорон даже подумал, не показалось ли ему. Ты был преисполнен гордости. Капитан долго искал нужные слова. Наконец прозвучал ответ. Я горд быть вашим сыном, Повелитель. А я рад видеть тебя в своем Легионе. Примарх мягко усмехнулся ему. Ты, моя сильная правая рука, Рал. Они идут. Предупредил Зориил, прервав дальнейший разговор. Квадратный участок плиток посреди вестибюля опустился в углубление и разошелся на части, каждая втянулась в полость под полом, как кусочки мозаики. Из открывшейся шахты поднялась платформа, паря на пульсирующем мареве антигравитация. Лифт выровнялся с палубы и остановился. На нем стояли вооруженные болтерами и вытянувшиеся по стойке смирно четверо кровавых ангелов, облаченных в цвета сангвинарной гвардии. Они одновременно опустились на колени и поклонились, как и несколькими минутами ранее Ролдарон. В центре платформы находились трое, и они также оказали сангвинею должное уважение. Двое были космодесантниками, вырезанные на керамите строки текста густо покрывали их темные доспехи, а на плечнике украшал символ пылающей книги. Несущие слова с непокрытыми головами поклонились в пояс. Длинные локоны сынов Ларгара свисали до горжетов, в облитых золотой проволокой прядях звенели шпильки благочестия. Последней из гостей была неестественно высокая женщина, закутанная с головы до пят в одежде из странного прозрачного материала темно-серого цвета. Ролдарон решил, что она, возможно, родом с одной из колоний с нулевой гравитацией, где люди вырастали гибкими и со слабыми костями, и на кораблях с обычной тиранской гравитацией они передвигались в поддерживающих каркасах. Сквозь темную кисейную ткань были видны очертания ее лица, изгибы длинного и худого тела, костлявые плечи и маленькая грудь. Ролдарон удивился, когда понял, что под бесформенной мантией больше нет никакой одежды. Один из несущих слова, седовласый ветеран с перекинутой через руку полосой пергамента, шагнул вперед. «Благородный Сангвений», — начал он грубым голосом. «Я капеллан Танус Крид, высокопоставленный Акалит Ларгара и командир Темной страницы. Он указал на воина рядом. Мой заместитель, капитан Уан Харокс». Харокс кивнул. Доспех капитана также украшали длинные бумажные клятвенные ленты, не спадающие с ярко-красных печатей на нагруднике. У космодесантника были рыжие волосы и, как заметил Ролдарон, неорганические глаза. Вместо живых человеческих ему в череп хирургическим путем внедрили механический визор. Женщина, мадемуазель Каракора Сахдзёй Задептус Астротелепатика. «Астропат?» — спросил Сангвений. Она исполнила сложный балетный реверанс. «Слава тебе и твоему легиону, великий ангел!» — у ее голоса был специфический музыкальный тембр. «Я приветствую сыновей моего брата на красной слезе», — произнес примарх, взглядом отпустив почетную стражу. «Но должен сказать, вас не ждали. Если бы вы прибыли на день позже, то нас уже не застали бы. Мой флот готовится к переходу через варп». «Значит, нам повезло», — сказал Крит, сойдя с платформой лифта, за ним последовали Хорокс и Сахдзё. Воитель отправил нас в самый подходящий момент. «У Хоруса в самом деле хорошее чувство времени», — признал Сангвений, обменявшись взглядом с Ролдароном. «Но я нахожу любопытным, что вы прибыли сюда за миг до конца нашей кампании в Кайвася. Интересно, был ли Альфари таким молчаливым, каким кажется?» Крит вздернул голову. «Я ничего об этом не знаю, милорд. Лорд Аврелиан передал меня под командование Магистра Войны, и я прибыл сюда по его приказу. Хорус прислал мне капеллана». Ангел задумался над этим. «Что ты об этом думаешь, первый капитан?» «Со всем уважением к нашим гостям, кровавым ангелам они не нужны», — тут же ответил Ролдарон. После принятия Никейского Эдикта несколько месяцев околитов несущих слово направляли в многочисленные флоты легионов. Запрет на применение психических сил в боевых действиях и роспуск Библиариума проходили в каждом легионе по-разному, в соответствии с их традициями и методами. Лоргар предложил свои услуги братьям и отправил своих самых благочестивых и праведных апостолов, чтобы помочь с обратной интеграцией одаренных псайкерскими силами в строевые части космодесантников. Тем не менее, кровавые ангелы не просили и не требовали помощи от несущих слова. Облаченные в черные доспехи хранители, чьи функции уже были определены в соответствии с потребностями легиона, взяли на себя контроль над переформированием. — Ах, да, — впервые заговорил Хорокс. — Конечно. — У вас есть свои, — он взглянул на Ролдорона, словно пытаясь угадать его мысли. — Мои хранители не то же самое, что и капелланы Лоргара, — сухо заявил Сангвений. — Конечно, — согласился Крит. — А полномочия моей должности не относятся к делу, милорд. Я здесь в качестве посланника, лорд Сангвений. При этих словах женщина прошла вперед. — Не то чтобы я сомневался в возможностях, мадемуазель, — сказал примарх, — но астропатический хор красной слезы лучший в этом секторе. Они могут извлечь из течений космоса и передать в нужном виде любое сообщение, отправленное Хорусом. Ролдорон смотрел, как Крит медленно покачал головой. — Нет, милорд. Это не так. Великий Хорус поставил передо мной определенное условие, что только Сахзё будет проводником этого сообщения, и этот приказ не обсуждается. Тон ангела похолодел. — Именно это сказал мой брат. — Нет, лорд, — ответил Крит. — Именно это сказал ваш воитель. Ролдорон взглянул на Зуриила и заметил на лице сангвинарного гвардейца те же вопросы, которые, несомненно, читались на его собственном. — Я далек от того, чтобы сомневаться в словах воителя, — сказал сангвений. — Госпожа, пройди вперед, если угодно. — Не могу, — прощебетала она, — потому что я тоже получила точные инструкции воителя. Сахзё протянула длинную руку и обвела помещение, указав на людей Зуриила, Ролдорона и несущих слово. — Они должны уйти. Зуриил стиснул зубы. — Мы — сангвинарная гвардия. — Мы не оставим нашего повелителя наедине с незнакомой ведьмой. Сахзё продолжила, словно сержант гвардии ничего не говорил. Сообщение Хоруса Луперкаля только для глаз его брата. — Мимо блоки в моей душе и телепатические коды, удерживающие мою ауру закрытой, только тогда исчезнут. Она выдохнула, задумчиво взирая на Примарха, когда мы будем одни. Сангвений надолго застыл с непроницаемым выражением лица. Затем оцепенение прошло. — Делай, как она говорит, — Зуриил. — Забери своих воинов и подожди снаружи, — он повернулся к Ролдорону. — Капитан, размести, пожалуйста, наших гостей, пока я разбираюсь с этим делом. Ролдорон подошел ближе, понизив голос. — Милорд, вы? — Уверен, — сказал ему сангвений тоном, не терпящим возражений. Первый капитан неохотно поклонился и отвернулся. Крит и Хорокс последовали за ним, а в нескольких шагах позади шли Зуриил и воины сангвенарной гвардии. — Это нарушение протокола, — еле слышно пробормотал Логос. — Если бы здесь был Оскайлон, он бы никогда этого не допустил. — Тебя нечего опасаться, брат, — услышал Ролдорон ответ Халкрина. — Это наши союзники. — Угрозы нет, а эта девчонка всего лишь тростинка. Ответ Логоса был ледяным. — Действительно. Двери вестибюля закрылись с низким звоном металла о металл, и сангвений подошел к остропату. Она не могла стоять неподвижно, поэтому переминалась с ноги на ногу, словно под порывами ветра, которые касались только ее. Примарх протянул руку и, подняв ее подбородок кончиками пальцев, встретился со взглядом девушки. — А ты любопытная штучка, — сказал он. — Что заставило моего брата отправить тебя ко мне, мадемуазель? — Я бы не хотела гадать, — прошептала она, дотронувшись до серебряной застежки на своей одежде. — Нет. Я не посвящена в мысли богов. Ангел тихо рассмеялся. — Ни он, ни я, ни боги. Но при плохом освящении можно по ошибке принять нас за них. — Какое противоречие в этих словах, великий, — заметила Сахзо. — Я не бог, — говорит ангел. Она потянулась, осмелившись коснуться кончиков сложенных крыльев под кольчужным плащом. Сангвини позволил ей это, но затем отступил на шаг. — Я, как и Хорус, и все мои родичи таков, каким меня создал отец. Рожденный из науки, а не мифологии. — Император создал тебя ангелом, — сказала Астропат, — голос разносился эхом по пустому помещению. — Почему? Сотворил ли он также дьявола? — Ты встречалась с моим братом Магнусом? — спросил он с кривой улыбкой. Сахзо скрестил руки на груди, проводя пальцами по тонкой изящной шее. Каждое ее движение казалось совершенным, словно шаг в долгом, многозначительном танце. Отец дал тебе крылья и прекрасный облик, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Доказать галактике, что он превосходит любую мечту об ангелах. Слова женщины развеселил примарха, но ненадолго. — Ты здесь, чтобы передать мне сообщение, — напомнил Сангвини. — Я слушаю. — Как пожелаешь. Длинные пальцы сахзо потянули складки одежд, и ткань раскрылась, упав с худых плеч. Ее ноги окутал мерцающий шелковый покров. Бледное, цвета слоновой кости и лишенное волос тела было идеальным. С чрезвычайной осторожностью Астропат опустилась на пол и жалась в комок. Обостренные чувства Сангвини ощутили резкое падение температуры вокруг нее, и на кожи сахзо заискрилась изморозь. Она выдохнула, из ноздрей вырвались клубы белого пара, и ее начало трясти. Но не от холода. Над Астропатом собирались огоньки странного света, появляющиеся буквально из воздуха. Примарх почувствовал сернистый электрический запах. В голове пронеслась мысль, Сангвини быстро произнес по воксу. — Срочно изолируйте Астропатический хор в святилище. Закройте их там и не выпускайте до моего приказа. Сангвини отключил связь, не дожидаясь ответа. На границе своих сверхчеловеческих чувств он ощутил внезапный энергетический поток вокруг этой женщины. Такой разряд психической силы мог легко уничтожить чувствительные разумы Астропатов красной слезы. Сорзёй спустила мучительный крик, снова привлекая его внимание. Голова женщины со слышимым хрустом дернулась вперед. Из открытого рта, ноздрюй, ушей и глаз вырвались потоки клубящегося тумана. Рука примарха опустилась к инфернопистолету в кобуре и застыла на нем. С таким способом психической связи он не был знаком. Пронзительный психический крик пронёся сквозь его мысли и растаял. Туман напоминал густую молочную жидкость, текущую сквозь прозрачное масло, но постепенно начал сгущаться в более твёрдую и определённую фигуру. Глаза сангвиния расширились, когда форма стала смутно напоминать человека. С каждой секундой она становилась более отчётливой, обретая характерные особенности. Эктоплазменное облако сгустилось в знакомый силуэт и заговорило. «Рад встрече, брат!» Звук искажался, словно проходил сквозь воду, низкие тона резонировали, но голос, несомненно, принадлежал воителю. Глаза сангвиния метнулись к сахзё, которая молча корчилась в спазмах псайкерского транса, затем вернулись к призраку. «Хорус?» — спросил он, изучая туманные очертания. «Что это?» — «Женщина исключительно одарена», — ответил брат. «А её способности были... усилены теми, кто обладает уникальными знаниями». «Как это сделали?» — ангел медленно обошёл дрожащую обнажённую женщину. «Она... канал... это невозможно!» — образ Хоруса повернулся и последовал за ним. Именно, сангвини. Испускать психические вопли в космос и надеяться, что их услышат, всего лишь один способ связи через межзвёздное расстояние. Единственный способ. «Это не так», — поправил Хорус. «Редкий дар сахзё — это то, что ты сейчас видишь. В её силах создать прямой канал связи через варп, став связующим звеном между нами. Для неё это так же легко, как если бы мы общались по вокс-каналу. Она связана разумом с другим, который сейчас передо мной. «Невероятно», — признался сангвини. «Это творение отца. Он сейчас занят важной работой на тире», — Хорус резко встряхнул головой. «Я многому научился, брат, особенно за последние недели. Передо мной открылись новые возможности», — он кивнул. «Для всех нас!» «Я впечатлён», — произнёс ангел. «Но советую быть осторожным с подобными вещами. Вспомни, как строго обошёлся Император с тысячей сынов за эксперименты с Имматериумом. Лицо Хоруса колыхнулось и сдвинулось, из-за чего его выражение нельзя было прочесть. Магнус глупил. Он держал свои цели в тайне от отца. «Я никогда так не поступлю. Император всегда будет знать о моих намерениях». Призрак Воителя вырос в размерах, при движении стали видны очертания боевого доспеха. Даже такое изображение передавало через световые годы его величественную внешность, ничуть не умоляя её. «У меня возник вопрос, сангвений. В то время как я стою на палубе духом щения вместе со своими воинами, а окончание Великого Крестового Похода не за горами. Я думаю о наших сомнениях». «У меня их нет», — ответил ангел без колебаний. «Наша цель та же, что и всегда, брат. Мы несем свет тем, кто нуждается в просвещении, мы следуем по славным стопам нашего отца. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — повторил Хорус, и секунду он почти казался разочарованным. «Я знаю желание нашего Императора, править приведённые к согласию галактикой. Мы были рождены для этого», — сангвений замолчал, на лице мелькнула тревога. Призрачный образ его брата было сложно понять, но он чувствовал дистанцию между ними, которая была не просто физической. «Хорус, что тебя беспокоит? Что-то не так? Поэтому ты захотел поговорить со мной с глазу на глаз?» Воитель ответил медленно, но уверенно. «Я в порядке, брат. Не беспокойся обо мне», — он указал на сангвения, призрачные пальцы протянулись к нему. «У меня новые приказы для кровавых ангелов. Важная операция, которая потребует всей мощи твоих армий. Ты хочешь, чтобы я направил весь свой легион на одну цель?» Хорус кивнул, образ размылся. «Да, и тебе потребуется сила каждого твоего сына. Я узнал, что скопление миров в Северном Кресте, за пределами окраины, разорвало все контакты с Терои Империумом. Эти миры — ключевые колонии в том регионе, жизненно важная система для защиты внешних секторов, обладающая исключительным стратегическим значением для Великого Похода. «Вторжение?» — спросил Сангвений. «Или мятеж?» «И то, и другое», — ответил воитель. «Моя разведка считает, что планетарные губернаторы добровольно передали власти военные силы вторгнувшимся ксеносам, он устремил на брата жесткий взгляд. Ты хорошо их знаешь, Сангвений. Мы вместе встречались с ними в пустынях Мельхиора. Чужие деспоты, называвшие себя Нефилимами». Примарх на мгновение замолчал. Затем покачал головой, нахмурившись. «Нефилимы вымерли», — настойчиво произнес он. «Мы истребили миллион ксеносов на Мельхиоре. Их родной мир опустошен белыми шрамами. Джигатай сказал мне об этом, глядя в глаза. Похоже, хан и его воины слишком поспешили похоронить омерзительных тварей. Очевидно, пятый легион не такой основательный, как мы считали. Некоторые выжили и вернулись досаждать Империуму. Не подумал бы, что белые шрамы способны на такую ошибку. Сангвений еще больше нахмурился. Трудно представить, что Джигатай хан и его орды после нападения оставили бы хоть одного Нефилима в живых. Отправляйся к восточному пределу, — потребовал Хорус, — и закончи дело раз и навсегда. Возьми свой легион и уничтожь все, что найдешь там. О колонии. Хорус стал мрачным. Сделай, что сможешь. Но для колонии их население может быть уже слишком поздно. Если так и будет, их следует считать вражескими воинами. Не добивайся и не принимай капитуляции, Сангвений. Возможно, там ждет только смерть. Но я уверен, что со всеми сыновьями ты полностью уничтожишь чужих и заодно их прихлебателей. Ангел задумался над словами воителя. Это приказ. Да, разнесся эхом далекий голос. Возьмешь с собой Криды и темную страницу. Они будут наблюдать, а когда все закончатся, вернутся, чтобы доложить мне. У нас есть делегация летописцев. Возможно, их следует отослать. Держи их при себе, сказал ему Хорус. Они послужат своей цели. Сангвений задумался над приказом. Хорус просил, чтобы кровавые ангелы послужили в качестве лезвия топора, сметающего все на своем пути. Несомненно, они на это способны, но такое использование их возможностей казалось нерациональным. Я сделаю то, что просит от меня мой воитель, если такова его воля, сказал примарх. Мои флоты поблизости, и я быстро смогу собрать их. Но у меня есть вопрос. Задавай, согласился Хорус. Почему ты выбрал для этого задание кровавых ангелов? Сангвений попытался понять по лицу призрака, что тот замыслил, но туманный образ постоянно искажался. Уверен, волки-русы или пожиратели миров ангрона лучше бы подошли для подобной карательной кампании. Мой легион, не палачи. Ты тот, кем тебе приказывает быть твой воитель, раздался краткий ответ. Хорус замолчал, затем продолжил, смягчив тон. Хочешь знать, почему я прислал Сахзё, почему хочу сохранить эту беседу в строжайшей тайне? Запах человеческого пота и совшей плоти достиг примарха, и сангвений взглянул на Остропата. Погруженная в глубокий транс, она качалась вперёд-назад, исторгая густые клубы тумана. Ангел увидел странные узоры под её кожей, яркие линии, похожие на огонь, пылающие глубоко внутри неё, кресты поверх крестов, звёзды и круги. Это вызвало у него некоторое беспокойство. Это из-за данной тебе клятвы, слова Хоруса отвлекли его внимание. На Мельхиоре, в руинах часовни чужих. Я сказал, что сделаю всё, чтобы помочь тебе с… твоими потерянными. Не важно, сколько времени это займёт. Сангвений застыл. Я помню. На развалинах родного мира нефилимов была обнаружена тайная истина. Ксеносы управляют человеческими разумами, о чём мы всегда знали. Но они владеют технологией, которая может влиять на структуру мозга. Нечто, что способно проникнуть в самые глубины разума человека и вырезать тьму, возникшую в нём. Ты понимаешь, брат? У этих существ есть ключ. Это может быть то самое решение, которое ты ищешь. Способ уничтожить изъян, он кивнул. Я знаю, ты продолжаешь искать решение. Да, подтвердил Сангвений, снова почувствовав тяжесть возложенной задачи. И мы ничего не нашли. В этот самый момент командир моей гвардии возвращается с Нортаба Октус после бесплодных поисков, он на мгновение отвёл взгляд. Примарх отправил Аскаэлона на планету, осаждённую элидарскими пиратами, чтобы разыскать утраченный биорелект, но там не было ничего, кроме руин. То, что ему приходилось скрывать эти факты от своих сыновей, угнетало его, но всегда находилось бремя, которое отец должен был нести в одиночку. «Выполни мой приказ», — сказал ему Хорус, — «и я обещаю, что кровавые ангелы обретут свободу». Наконец Сангвений выпрямился и отсылетовал Аквиллой фантомному образу брата. «Слушаюсь, воитель», — сказал он. «Куда нам держать курс?» Лицо в дымке улыбнулось. В звёздную систему Симнус. 3. Из чистокровных. Волки, утопающие в пепре, босые ноги воина, наматывающего круги в орудийной галерее Герми, шлёпали по холодному металлу палубы, подобно метроному, отсчитывающему ход времени. Кровавый ангел бежал со скоростью, больше подходящий бронетранспортеру типа «Мастодонт», несущемуся по ровной местности, встречный поток воздуха христал одежду о его тело. За спиной был металлический каркас, загруженный железными дисками, противовесами, одолжёнными у расчётов тяжёлых баллистических пусковых установок, расположенных намного ниже платформы галереи. Запястья и лодыжки обливали широкие повязки, плотно набитые порошком осмия. Они давили тяжестью, имитируя вес силового доспеха тип-2, но без увеличивающих силу систем и устройств контроля внутренней температуры. Тем не менее, химически изменённый пот поддерживал тело воина охлаждённым, что позволяло на заданной скорости приблизиться к носу Герми и центру орудийной галереи. Поднимаясь высоко над носом корабля, галерея была конструктивным элементом из эпохи до Великого Похода. Раньше здесь размещались сенсоры, а артиллерийские офицеры снимали визуальные показания прицеливания. Технологические успехи жречества «Механикум» сделали подобное назначение устаревшим, и во время последнего ремонта многокилометровую платформу переделали. За исключением основного верхнего коридора Герми, это был самый длинный переход на корабле, большая часть которого пустовала. Одна сторона платформы была обращена вниз на ту часть корпуса, где размещались носовые орудия и установки поля Геллера, другая смотрела через панели бронестекла в глубокий космос, под ней опускались багровые борта космического корабля. Кровавый ангел увидел приближение поворота и резко ускорился. Он хотел закончить пробежку до того, как Герми выйдет за границы системы Нортаба в межзвездное пространство и направится в Варп. Где-то на корабле его боевые братья готовили доспехи и оружие к предстоящей операции. Их командир, брат сержант Кассиил, отдал приказ об обязательной проверке снаряжения, а он был известен придирками к мельчайшим деталям. Остальные воины отделения, Сарга, Лейтия, Ксаган и другие, должно быть напряженно трудились под суровым присмотром Кассиила, разбирая и собирая болтеры, натирая доспехи полировочным порошком. Однако доспех космодесантника все еще находился у сервов легиона, починка поврежденного нагрудника заняла больше времени, чем ожидалось. Мысль о поврежденной броне снова вызвала вспышку боли в ране. Когда он повернул, наклонившись на бегу, рубцевая ткань с неровными краями на животе натянулась. Тело пронзило боль, из-за чего он вздрогнул и на мгновение сбился с шага. В тот же миг он увидел фигуру под изогнутой опорной балкой. Человек прислонился к похожим на бойницы решеткам, в которых когда-то размещались макроскопы и лазерные дальномеры. Воин остановился, выравнивая дыхание, рука опустилась к шраму. «Все еще заживает, да?» – спросил человек. Он нервно улыбнулся и указал на легионера. «Я про рану». Мелодичная модуляция его голоса напоминала акцент келтианских колонистов. «Откуда ты о ней знаешь?» – спросил кровавый ангел. Слова человека казались навязчивыми, лицо было незнакомым, но одежда указывала, что он не принадлежит ни к матросам, ни к слугам региона. Он держал инфопланшет усовершенствованной гражданской модели с генетическим идентификатором, откидными линзами на выдвижных ручках и пером на бронзовой цепочке. «Значит, летописец», – решил космодесантник. На кораблях оперативной группы находилось несколько летописцев, хотя большинство оставалось на флагмане флота «Игнис». «Я знаю, кто вы, милорд. Брат Мерас из чистокровных девятой роты. С вашего позволения скажу, что вы объект определенного интереса». Мерас приблизился на шаг. «Чьего интереса?» Летописец отступил на то же расстояние, щеки вспыхнули, когда он, наконец, понял, что чересчур фамильярен. «Я не собирался проявить неуважение. Но история о вас на Нортабо, Октус. Но ей коллеги-артисты слышали ее, а я здесь, на Герме». Он замолк и сглотнул. «Вы в одиночку отбились от стаи эльдарских пиратов. Один-единственный апотекарий против целого отряда, только чтобы спасти дюжину людей на аванпосте Октус. «Это мой долг», — фыркнув, — ответил Мерас, — «и не стоит раздувать из него историю. Прошу прощения за бесцеремонность, милорд, но это мне решать, а не вам». Он слегка поклонился, убрав нечесанные каштановые волосы со светлых глаз. «Я Халердайск Гервин, летописец с широкими полномочиями согласно декрету Императора. Регистратор истории и тому подобного, он снова приблизился к Мерасу». «И о каком долге вы говорите?» «Получить смертельную рану в живот и отказываться обсуждать ее, бегая по этим коридорам?» «Вернуться из объятий смерти?» «Это действительно отличная история. Я бы даже сказал волнующая. Что-то в поведении человека позабавило Мироса, но он не подал виду. Почему бы тебе не запечатлеть истории о более великих людях, чем я?» «Например, о примархах». Он кивнул на стены. На борту этого корабля находится Аскойлон, командир сангвенарной гвардии. «Думаю, потомки хотели бы узнать о деяниях героев его масштаба, а не о таких скромных легионерах, как я». Гервин хрустнул пальцами. «Вот в этом вы ошибаетесь. Великий крестовый поход касается простого солдата в той же мере, что и высокопоставленного командира, он сделал паузу. Во всяком случае, я так считаю». Летописец помахал инфопланшетом. «И по правде говоря, милорд, этот ваш Аскойлон немного пугает меня. Он бродит по этому кораблю так, словно ищет что-то. Это не твое дело», — сказал Мюрос Гервину, «так что ни о чем беспокоиться». И все же слова летописца задели апотекария. Присутствие командира гвардии на флоте было необычным, а его действия во время операции в Нортабе только добавили вопросов. Мюрос слышал казарменные сплетни о том, что сангвенарный гвардеец отказался участвовать в обороне научной колонии «Октус», вместо этого исчезнув в пустошах без единого объяснения. Но опять же, воин ранга Аскойлона не должен отчитываться ни перед кем, кроме самого примарха. Все это Мюрос держал при себе, не видя причины лить воду на мельницу фантазия летописца. Ему на ум пришла другая мысль. «Ты здесь, чтобы следить за мной?» «Нет», — возразил Гервин. «Вообще-то да. И нет». «Определись». Мюрос сложил руки, холодно глядя на худого человека. «Я был здесь с самого начала», — сказал он. «Здесь тихо, не так ли?» «И великолепный вид». Гервин кивнул в сторону окон. За брони стеклом были видны очертания могучего линкора «Игнес». Огромный багрово-обсидиановый молотоглавый корабль плыл в нескольких километрах по правому борту. «И когда я услышал, как вы бежите по коридору?» Он пожал плечами. «Послушайте, ми». Кровавый ангел поднял руку. «Просто, Мюрос. Не обременяй меня титулами». «А…» «Да, Мюрос», — Гервин снова сглотнул. «Я не собирался навязываться. Но, может быть, чуть-чуть. Но не настолько, чтобы беспокоить вас. Я хотел написать историю. Покажи». Мюрос протянул руку, указывая на планшет. «Она еще не закончена», — запротестовал летописец. Не желая отдавать устройство, он поднял его, чтобы показать ряд сюжетных панелей. Под каждой небольшой картинкой располагался блок текста. Первая была причудливым изображением кровавого ангела в бело-красном доспехе апотекария легиона с болтером в одной руке и цепным топором в другой противостоящего стене смертоносных эльдаров. «Я — секвенталист», — начал Гервин. Слова из него так и сыпались, немного писатель, немного художник, с лучшими качествами обоих. «Я знаю, некоторые смотрят свысока на мое искусство, считая, что оно не такое важное, как опера или скульптура, но ручаюсь, что эти рассказы прочитают больше людей по всему империуму, чем вы». Выражение лица апотекария, изучающего картинки, оставалось нейтральным. На следующей панели крупным планом было изображено лицо вымышленного воина, сносно передавая измученный заботами образ Мироса, но в причудливом и чрезмерно героическом свете. «Одобряю», — сказал он, — «только придерживайся в своей работе истины, летописец». «Конечно», — довольно кивнул Гервин, — «когда работа будет закончена, я пришлю одну распечатанную и переплетенную копию вам». «Нет необходимости», — сказал Мирос, собираясь уходить. «Я был там. Я помню», — он замолчал и похлопал по шраму. «У меня уже есть свидетельство о том дне». Когда Гервин снова заговорил, прежняя жизнерадостность исчезла. «Вы… боялись?», — рассказывают, что Ангелов Императора никогда не беспокоит подобное, что вы всю доступаете без страха. «И да и и нет», — ответил ему Мирос, — «в зависимости от обстоятельств ощущения меняются». «Я — да. В смысле боюсь». Признание было неожиданным, и Мирос не знал, как реагировать на него. В этот момент апотекарий отчетливо почувствовал разницу между ними. Он — улучшенный сверхчеловек, созданный быть выше подобных эмоций, Гервин — обычный человек, не подготовленный к опасностям смертоносной вселенной. Летописец продолжил. «В прошлый раз я был здесь, когда мы направлялись к Нортабе. Я хотел увидеть, как выглядит Варп, хотя бы его тень. Варп не для таких, как ты», — объяснил ему Мирос, — «он выжат тебе глаза. Его притягивает твой разум. Разве это не просто рассказы?» Гервин слабо усмехнулся. «Тебе следует спуститься», — сказал апотекарий. «Иди». Мирос так и не договорил. Неожиданно во тьме перед носом Гермии возникла яркая мерцающая пелена. Она раскрылась, лепестки пространства загнулись наподобие лоскутов окровавленной кожи вокруг раны. Летописец вскрикнул и отшатнулся к переборке за их спинами, закрыв лицо от внезапного потока азского света. Затем предупредительные клаксоны Гермии заголосили пронзительным хором, палуба задрожала, когда многочисленные автоматические батареи развернулись в сторону все еще формирующихся варп-врат. Апотекарий увидел, как в пространственно-временном континууме появилась щель и выбросила из мерцающих глубин железного хищника. Это был космический корабль имперского типа, по размерам и конструкции сходной с Гермией. Но если крейсер был окрашен в цвета и отмечен символами девять легиона Астартес, то новоприбывший нес мужественные цвета великой армии Теры. Двигатели вернувшего в обычное пространство корабля работали с полной тягой, и он оказался на опасном расстоянии от багрового корпуса Гермии. Палуба крейсера резко накренилась, и Мерос, чтобы не упасть, схватился за направляющую, когда гравитационное покрытие палубы пыталось справиться с резким изменением курса Гермии. Громадный корабль отклонился, стараясь сохранить дистанцию. Во тьме Варпразлом закрылся с порывом аномального излучения и тошнотворными, неестественного цвета выбросами. Гервина трясло, когда он осмелился поднять голову. «Исчез», — спросил он, — голос был едва слышен сквозь вой сирен. «Корабль? Варпразлом?» «Да», — добавил Мерос, — «командир этого корабля должен быть отчаянным или глупым, чтобы выйти из Варпа так близко к точке перехода». Он нахмурился. Такую тактику иногда использовали каперы на оживленных транспортных линиях или капитаны, пытающиеся блокировать звездную систему. Кровавый ангел подошел к левому борту галереи и посмотрел через иллюминатор, следя за тем, как гость сбрасывает скорость на громадных столбах пламени. Тяжело дышащий и спотыкающийся летописец подошел в тот момент, когда у борта крейсера Имперской армии полыхнула серебристая вспышка. «Это шаттл?» — спросил Гервин. «Точно. Направляется сюда». Мерос молчал, изучая силуэт приближающегося корабля. Он приобрел очертания громового ястреба и резко повернул, направляясь к стыковочному узлу ближайшего корабля, которым оказалась Гермия. Имперский крейсер уже добавлял тяги в основные двигатели, наклоняясь вперед и меняя курс. Он набирал скорость, словно собираясь убраться как можно скорее. Громовой ястреб развернулся и снизился перед орудийной галереей, предоставив Меросу и летописцу возможность рассмотреть медные символы на своих крыльях. Силуэт рычащий головы фенресийского волка на сером ромбе. «Сыны!» «Русо!» Гервин повернулся к кровавому ангелу, переполняемый новыми вопросами, но одного взгляда в глаза Меросу хватило, чтобы забыть их прежде, чем они были произнесены. «Возвращайся в свою каюту», — сказал ему апотекарий и снова пустился бегом. Сангвинарный гвардеец с каменным лицом шагал по палубе третичного отсека шаттла в Герме, холодные глаза смотрели с прищуром. Легионеры с болтерами на изготовку уже встали полукругом по краю свободной посадочной площадки, но он проигнорировал их, и прошел вперед, наблюдая, как серебристо-серый громовой ястреб проходит сквозь сверкающую оболочку защитного атмосферного поля. Охлажденный прикосновением космоса, фюзеляж корабля из-за влаги в воздухе тут же заискрился инеем, который затем растаял едва заметными облачками пара. Оскайлон, игнорируя протоколы безопасности, стоял прямо под носом громового ястреба, когда тот развернулся на месте, зависнув на реактивных струях из выхлопных сопел. За бронестеклом фонаря кабины гвардеец мельком увидел смутные очертания людей. Затем корабль опустился, заполнив выхлопными газами площадку. Оскайлон смотрел, как громовой ястреб, словно огромный зверь, садится на посадочные лыжи. Нисходящий поток обрушился на него, развевая длинные темные волосы. Не успел пронизывающий вой двигателей стихнуть, как посадочная рампа громового ястреба опустилась с шипением гидравлики, и группа воинов в полных доспехах и боевых шкурах спустилась на палубу. Они выглядели готовыми вступить в бой с любым противником, несмотря на то, что оказались среди равных и союзников. Но считают ли космические волки ровнее себе хоть один легион? Оскайлон устоял перед искушением скрестить руки на бычкообразном нагруднике богато украшенного доспеха. Вместо этого он стал внимательно рассматривать сынов Руса, которые изучали отсек с края рампы. От него не ускользнуло, что ни один из них не сошел на палубу корабля Кровавых Ангелов. Волк во главе стаи заговорил первым, кто здесь командует. Воин носил знаки отличия капитана и сложные племенные руны на нагруднике, которые указывали на множество битв в его прошлом. С плеч свисала черная шкура, а в кобуре у бедра покоился широкий болтер незнакомой модели. На груди капитана были прикреплены короткие ножны, направленные вниз, давая возможность быстро выхватить боевой нож. Они были усеяны кусочками кварца, а рукоять ножа обмотана багровой кожей. Легионер сошел с рампы и приблизился, оглядываясь так, словно оказался в зоне боевых действий. Оскайлон понимал, что волчий капитан отлично осведомлен, кто командир. Значение золотого доспеха Сангвинарной гвардии было очевидным, и тем не менее гость решил не замечать его. Гвардеец сжал губы. Для шесть легиона были типичны такие незначительные проявления высокомерия. Они были похожи на псов, рычащих и лающих при первой встрече, чтобы выяснить, кто вожак. Пока он будет подыгрывать. Я Оскайлон, избранник Сангвиния. Можешь обращаться ко мне? Конечно, произнес капитан, снимая шлем. Под керамитом оказалось грубое, сеченное шрамами, холодное лицо. Череп был брит, но отсутствие волос восполняла косматая борода, отмеченная сединой. Рад встрече, командир гвардии. Я, Хелик Красный Нож, он больше не добавил никакой информации о себе, Великой Роте или почестях, словно для окружающих одного имени было достаточно. Оскайлон оглянулся, отметив, что Кровавые Ангелы поблизости не расслабились, реагируя на его позу и поведение. Также он увидел, что за пределами посадочной площадки несколько сервов из экипажа Гермии прекратили работу и следили за разговором, а на одной из верхних платформ сангвинарный гвардеец заметил одинокого легионера в служебных одеждах, наблюдающего за ним. Оскайлон отвернулся. Капитан Красный Нож, вам повезло, что мы не сбили ваш корабль. Подобное прибытие без предупреждения безрассудно. Орудийные расчеты оперативной группы находятся в повышенной боевой готовности. Удачи не имеет к этому отношения, живо ответил Красный Нож, и у меня нет времени на этикет. Пока он говорил, остальные космические волки спустились следом на посадочную палубу, развернувшись неровным строем, который неопытный глаз мог посчитать небрежным, почти беспорядочным. Оскайлон впервые заметил присутствие рунического жреца, стоящего в тени Красного Ножа. Доспех волчьего священника был украшен резными костями, лишенный забрало шлем, очевидно, вырезали из огромного волчьего черепа. Жрец настороженно стоял за плечом своего командира, рука постоянно находилась на рукояти зазубленного психосилового меча. Сангвинарный гвардеец бессознательно повторил жест жреца, опустив руку на эфес карминового меча. «Я вижу», — сказал он, — «что вы не только нарушаете простые правила флотского протокола, но также игнорируете эдикт императора». Кровавый Ангел кивнул на рунического жреца. «Ты знаешь, псайкеры запрещены среди легионес Астартис». Священник ответил на языке, который Аскайлон не смог понять, но узнал фенресийский говор. Красный Нож коротко кивнул. «Кровавый Ангел, мой боевой брат Штиль не колдун, и он прощает тебя за ошибку. Это частое недоразумение. Он не может ответить мне лично, на имперском готике». «Нет», — ответил капитан, — «мой скальт говорит только на нашем древнем языке. Это традиция, понимаешь?» «Нет, тон Аскайлона стал холоднее, и я снова повторяю. Никейский эдикт запрещает использование психических сил твоего жреца. Следует вернуть в строевые части и больше не разрешать ему иметь дело с варпом». Штиль издал шипящий звук, но Красный Нож усмирил его одним взглядом. «Его сила чиста. Она идет от Фенриса, как и Майо. Это единственное объяснение, которое ты получишь от меня», — он взмахнул рукой. «Будем продолжать в том же духе или перейдем в дело? Что выберешь, командир гвардии?» Аскайлон мгновение размышлял над идеей отправить наглых волков в корабельный карцер Герми или вышвырнуть их вместе с громовым ястребом в космос. Так дал меня вопрос, Космический Волк. «Почему вы прервали наш переход?» Эта флотилия должна была ответить на очень важный вызов, а ваше неожиданное прибытие задержало нас. «Я прекрасно осведомлен о ваших планах», — ответил ему Красный Нож, — «вот почему мы так спешили прибыть в систему Нортаба до вашего отбытия. И Материум становится неспокойным, а вы единственный контингент Кровавых Ангелов в непосредственной близости, до которого мы могли добраться, он прикрепил шлем к поясу. «Мое подразделение получило приказ о переходе во временное подчинение вашему примарху Сангвинию». Капитан протянул руку, один из его воинов открыл сумку из высушенной звериной кожи, достал тубу с посланием и протянул ее командиру. Красный Нож вынул из футляра лист фотопергамента. Оскайлон принял предложенный документ и просмотрел его. Его внимание привлекла термическая печать, выжженная на полупрозрачной бумаге. Узор печати напоминал странный математический символ с глазом посередине, обращенным вверх. «Этот приказ исходит непосредственно от лорда Молкадора Сигелита, Регента Тера. Мой Повелитель Лорд Рус подтвердил его, — пояснил Волчий Капитан, — и он не может быть отменен. Вы доставили его с самой Теры», — сказал Оскайлон, не поднимая головы и вчитываясь в каждое слово. «Нет. Нам поручили это задание, потому что мы были ближе всех к вам. Мы отправимся вместе с вами на Красную Слезу, ко двору Ангела. Как можешь увидеть из слов Сигелита, главное — это время. Тем не менее, в переданном красным ножом документе было много неясного, и помимо основного смысла приказа из него немногое можно было понять. То, что документ и приказы были подлинными, не вызывало сомнения, фотопергамент был телекинетически расшифрован связанным специалистом-астропатом и все соответствующие коды и цифровые фразы были на месте. Но в нем почти не объяснялось, почему Молкадор вдруг решил отправить группу космических волков сопровождать Великого Ангела. Наконец Аскойлон поднял глаза и встретил холодный взгляд Красного Ножа. — А какова твоя задача, капитан? — Как обычно, служить Императору Человечеству и защищать Империум от всех угроз. Благородное лицо Аскойлона нахмурилось. Был бы признателен за более подробное объяснение. Не сомневаюсь. С каждой секундой терпение сангвинарного гвардейца истощалось. Он приблизился и понизил голос, чтобы его не услышали другие. Думаешь, я смирюсь с тем, что эта информация вне моей служебной необходимости? — Я командир Избранных Ангела. В этом Легионе нет никого выше меня по званию, за исключением самого Примарха. Красный Нож кивнул, не реагируя на растущее раздражение Кровавого Ангела. — Я знаю это. — Все, что могу сказать тебе, мы здесь. Космический Волк замолчал, подбирая нужные слова. — Мы здесь, чтобы наблюдать. — Вы наблюдатели. Эта мысль казалась абсурдной. Представить сынов Руса в качестве стражников, в то время как где-то шла война, было невозможно. Это противоречило всему, что Аскойлон знал о них. — Мы согласны называть это таким образом, — ответил Красный Нож. — У меня нет желания и дальше задерживать отправку флотилии. — Если ты предоставишь нам временное жилье, я со своим отделением. Не стану вмешиваться в твои дела. Аскойлон пытался разглядеть в непроницаемом выражении лица капитана хоть какие-то признаки отговорок, но не смог. И как бы он не хотел еще больше расспросить космического Волка, огромный флот Ангела будет ждать в назначенном месте Гермию и остальные силы оперативного соединения Игнис. Дальнейшая задержка была непозволительна. — Позаботьтесь о запросах капитана Красного Ножа, — приказал наконец сангвинарный гвардеец, подозвав серво легиона коротким жестом. Аскойлон отвернулся от космических волков и пошел прочь. — Обеспечить безопасность корабля. — Отдал он резкий приказ. — Свяжитесь с Игнис и приступайте к процедуре входа в Эматериум. Он поднял голову и увидел, что легионер все еще наблюдает с площадки наверху. — Мерас. — Тот, кто получил ранение. На лице воина читался вопрос, и Аскойлон поморщился, разделяя его сомнения. — Он здесь. — Он здесь. — Помощник маршала Заубера ворвалась в кабинет, находясь в состоянии, близком к панике и восторгу одновременно. Ее звали Розин, и маршал принял девушку на работу как по причине компетентности, так и из-за приятной внешности. В его профессии последнее было редкостью, потому что запутанная политическая система колоний состояла в основном из стариков и отмеченных шрамами ветеранов войны. Они были людьми, которые, казалось, возвели в ранг искусства свою непривлекательность, несмотря на пышные наряды, высокие должности и звания, присваиваемые друг другу. Большинство из них были уже мертвы. Маршал откинул все мысли и выбрался из-за стола, не обращая внимания на накопившиеся груды инфопланшетов, которые он мимоходом подвинул. Заубер направился к двери и широкой лестнице, которая вела спиралью вдоль стен зала заседаний на первый этаж. По стенам и ковру струился насыщенный красноватый свет, похожий на старую кровь, придавая знакомым коридорам и ступеням призрачный и нереальный облик. Нет. Не призрачный, это было неверное слово. Кошмарный. Все было таким. Свет, стены и пол, все было неправильным. Разин следовала по пятам, и Маршал понял, что она тоже была неправильной. Ее голос был высоким и нервным, не таким, как прежде. Словно она постоянно находилась на грани истерики. Звучал ли голос Заубера так же, как и ее? Он хотел спросить, но боялся, что она скажет. Да, вы действительно говорите так, словно сходите с ума. Он хотел спросить ее, слышит ли она те же самые звуки на границе сознания, похожие на шепот или шелест переворачиваемых страниц. Видит ли краем глаза странные отблески? Призраков в зеркалах и отражениях. Было ли ей тяжело подавить желание заколоть людей? Мучили ли ее кошмары все это время? Хотела ли Разин без остановки кричать, пока горло не наполнится кровью? Заубер тряхнул головой и произнес короткое нет, что девушка, возможно, заметила, но не прокомментировала. Они пересекли Атриум, и Заубер посмотрел на застекленную крышу. Сквозь прорехи в наносах золы, покрывавших стекла из кристаллфлекса, пробивались лучи искаженного света. Пепел продолжал падать уже много дней, и этому странному феномену не было видно конца и края. Он был всюду похожий на горячий снег, его частицы тлели и не сгорали, собирались в кучи и разносились по улицам внезапными обжигающими порывами ветра. В происходящем был бы смысл, если поблизости находился вулкан, извергавший дым в небо. Такое Заубер смог бы понять. Но ничего подобного в колонии не было. Падающий из низких зловещих облаков бесконечный дождь, пепла не подчинялся законам метеорологии. Другие планеты в скоплении сообщали о том же самом или же метались между объявлением тревоги и требованиями к столице сделать что-нибудь. Сначала Заубер и другие члены Совета отмахивались от первых происшествий, считая их розыгрышами или ошибочными донесениями, в конце концов, неохотно стали считать их некой организованной демонстрацией недовольных. Глупо, подумал он. Эта природа обратилась против них, не люди. Альдерман и не за несколько часов до того, как вставил лазерный пистолет между тонкими губами и выжег свой череп, навел на мысль о другом источнике проблем. И не происходил из семьи вольных торговцев, когда-то много путешествовал, пока любовь и женитьбы не прельстили его вести оседлую жизнь колониста. Они обратились к нему, когда впервые прозвучало предположение о причастности ксеносов. Старый космонавт сказал что-то о Варпе, но Заубер не понял, о чем он говорил. Родившийся и выросший на колониальных мирах, маршал никогда не путешествовал через Имотериум, даже никогда не ступал на борт межзвездного корабля. Заубер попытался вспомнить, что именно сказал Ине, но все мысли крутились вокруг последнего воспоминания о Бальдермане. Его обезображенное тело согнулось вокруг длинного дуэльного оружия, припав к стволу, как новорожденный к груди матери. Список того, что ученые нарекли аномальными явлениями, рос с каждым днем. В фермерских регионах на 500% вырос уровень врожденных мутаций, которые теперь перекинулись от домашнего скота на детей в медицинских центрах города улья. Исчезла связь с целыми населенными пунктами, некоторые укреплялись и обрывали все внешние контакты, другие просто опустили. Загадочные передачи по видеоканалам, которые вызывали тошноту и беспричинный страх у всех, кто их слушал. Резкий рост уровня самоубийств и убийств. Мертвые птицы. Появление огромного числа странных геометрических фигур на стенах живых башен, шоссе, даже вырезанных на холмах. Ни один мир не избежал этого. Необъяснимые события распространялись как волна, увеличиваясь в масштабах, и маршал Заубер не имел представления, как справиться с ними. Ответственность легла на него согласно порядку преемственности. Другие члены Совета либо покончили с собой, либо погибли во время непонятного поджога, уничтожившего здание парламента. Только благодаря капризу судьбы Заубера не было там, когда это произошло. Его задержала авария на магистрале. Сначала он подумал, что это была удача, но сейчас он склонялся к противоположной точке зрения. На него легло время ответственности, и оно давило на него всей своей тяжестью. Колонисты обратились за помощью сначала к соседям, а затем к имперскому администратуму, армии, легионеса «Поставьтесь ко всем, кто мог услышать». Но ни один из посыльных кораблей, направленных к ядру Сегментума, не вышел на связь, а все астропатические сообщения остались без ответа. Был момент, когда им показалось, что ответ пришел, но сигналом оказалось искаженное эхо первого сигнала бедствия, которое каким-то образом вернулось к ним. После этого сигналы больше не отправляли. Передачи стали невозможны. Астропаты начали поочередно умирать от болезни, которой не псайкеры были невосприимчивы. Последнее, что слышал Заубер, медик на одной из орбитальных платформ держал несколько оставшихся в живых телепатов в полной изоляции. Маршал полагал, что они вслед за своими родичами медленно угасли. Когда Заубер подошел к дверям, они открылись автоматически, за ним по плиточному полу цокали туфли Розин. Двое солдат с валившимися глазами давно не отдыхавших людей встали по бокам от них и подняли лазерные винтовки, остерегаясь кружащегося тумана снаружи и того, что он мог скрывать. Горячий воздух с сернистым запахом сразу же высушил горло и ноздри Заубера. Декоративный фонтан в огромном внутреннем дворе покрылся затвердевшей пылью, а водоем под ним превратился в жижу серой грязи. Окаемляющие площадь сады стали коричневыми и сгнили. Трава и цветы были засыпаны пеплом, который затмил солнечный свет. В обычный день маршал мог видеть пространство за большой аркой внутреннего двора и дорогу посадки, первую магистраль колонии. Но жилые кварталы, которые тянулись вдоль широкого бульвара, растворились, сквозь непрекращающуюся пепельную бурю угадывались только намеки на их каменное великолепие. Он услышал хриплый грохот мощных двигателей военных машин. Там, Розин ткнула пальцем на дорогу, и Заобер увидел мигание фар, которое усиливалось по мере приближения машин. Они ехали со стороны космического порта, но это определенно были нелегкие полугусеничные машины сил планетарной обороны, которые размещались там. Заобер вспомнил, что больше суток не получал доклада от людей, которых он направил охранять порт. Неизвестные машины превратились в тени, затем в угловатые силуэты. Они быстро перемещались, широкими металлическими бамперами отбрасывая со своего пути брошенные автомобили. Массивные гусеницы заскрежетали по Рокриту, когда конвой бронемашин замедлился, перестроился клином и остановился. Это были бронетранспортеры модели, которую Заобер прежде не видел, огромные металлические коробки, украшенные орудийными спонсонами, броневыми башнями и антеннами, которые раскачивались на ветру. С лязгом открылись люки, и из машин, водя по сторонам тупыми мордами дыхательных масок, высадились солдаты в пурпурно-черной униформе. Заобер попытался пригладить волосы и поправить парчевый китель, но только размазал хлопья пепла. Из кормовой части самой большой машины появился гость, которого они ждали. Он был высоким и худым, и первая мысль, пришедшая на ум Заоберу, когда человек приблизился, вызвала у него отвращение, неизвестный напоминал нечто змеиное. «Я маршал Заобер», — представился он, выбросив из головы образ. «Это моя помощница Розин», — маршал говорил без остановки. «Сэр, вы не представляете, как мы рады видеть вас». Человек вяло кивнул, широкополая шляпа на его голове дергалась под порывами ветра. «Меня зовут Бруха. Эмиссар Империума». Глаза скрывались под зеркальными солнцезащитными очками, которые выглядели неуместными в пасмурный день. Ваш призыв был услышан. Одежды гостя с труящимся конусом ниспадали от шеи до самой земли. По ним вился серебряно-золотой узор, напоминавший то ли изгибающуюся реку, то ли змею. «У вас есть корабли?» Выпали Лоразин, ее волнение достигло предела. Сюда меня доставило небольшое судно, голос Брухи был хриплым, как у заядлого курильщика, другие корабли в пути. «Флот?» Из-под складок мантии появилась бледная рука с длинными пальцами. Бруха держал круглый медальон из отполированного до зеркального блеска серебра. Эмиссар произнес с ритуальной официальностью. «Вы вас звали о помощи и я явился в роли посланца тех, кто внял вам». Медальон вращался в руке Брухи, и Заобер понял, что не может отвести взгляд. Он отчетливо видел узоры на сторонах диска. На одной — «Волк» и «Полумесяц», на другой — «Зловещее Око». Око Хоруса. Воитель. Не сдержался он. Бруха кивнул. «Я несу печать Хоруса Луперкаля и таким образом представляю самого магистра войны. Он услышал сигналы бедствия с этого и соседних миров и отправил меня временно принять командование. Я буду руководить вами на период этой чрезвычайной ситуации». Заобер почувствовал огромное облегчение. Он всегда был политиком по неволе и не стремился к нынешней должности. Джентльмен с безупречными манерами и небольшими амбициями, но не лидер народа, не человек, обладающий силой справиться с бедствиями, которые обрушились на его колонию. Более всего он хотел, чтобы кто-нибудь вмешался и забрал у него эту ношу. Бруха был таким человеком. Он сосредоточился на этом, отбросив мучившее чувство тревоги, которое вызвал у него эмиссар. Рядом кивала Розин, вытирая слезы. Наверняка она чувствовала то же самое. Происходят такие ужасные необъяснимые события, верещала женщина, когда они возвращались в зал заседаний совета, – порядок рухнул, лорд Бруха. Поведение эмиссара было спокойным и размеренным, словно они прогуливались милым летним днем. «Равновесие будет восстановлено», – заверил он их, клянусь вам. Это? Это вторжение чужих? Заобер заинтригованно наклонился ближе. Эти аномалии выглядят, как попытки развязать против нас психологическую войну. Бруха долго смотрел на него, затем кивнул. «Маршал, ваша проницательность делает вам честь. Вы правы. Но мы не должны разглашать эту истину. Возникнет массовая паника». «Да-да, конечно. Естественно, вспышки паники уже случались, но в ограниченном масштабе, и с ними можно было справиться». В словах эмиссара был смысл, не так ли? Заобер отчаянно ухватился за них, стараясь договориться с гостем. Несколько солдат Брухи возились в задней части широкого транспортера, и с внезапным лязгом подняли листы корпуса наподобие крыльев чайки, открыв внутренности машины. Эмиссар хрипло откашлялся. «Мне понадобится это оборудование, маршал, вы понимаете. Нужно разместить моих людей и выделить мне место, где я смогу приступить к работе». «Будет сделано», — кивнул Заобер, — «наши ресурсы в вашем распоряжении». Розин снова указала. Что это? Заобер обернулся. Солдаты извлекали из транспорта капсулу. Она была прямоугольной и размером с большую наземную машину, а борта сделана из материала, похожего на непрозрачный кристалл. Маршалу показалось, что он увидел линии необычных знаков, выгравированных на панелях. Из основания контейнера вырвались небольшие струйки красного дыма и растворились в наполненном пеплом воздухе. Вдруг Заобер почувствовал запах озона и чего-то еще. Слабую вонь протухшего мяса. В распоряжении магистра войны есть несколько необычных технологий. «Это одна из них. Ее источник, во всяком случае». Бруха не остановился, вынудив их отвернуться и следовать за ним. «Я вас не понимаю», — сказал Заобер. «Это оружие. Технология», — повторил Бруха. «Не стоит беспокоиться насчет ее назначения». Эмиссар дошел до дверей зала заседания и впервые посмотрел вверх, на покрытое тучами небо. Заобер не был уверен, но ему показалось, что он увидел на лице человека едва заметную улыбку. Розин нервно рассмеялась. «Лорд Бруха, простите меня, но вы выглядите таким невозмутимым, несмотря на происходящее. Вы слышали наши сигналы бедствия, вы знаете масштаб обрушившихся на нас явлений». Она сглотнула и указала на небо. «Вас это не беспокоит». Бруха остановился на пороге зала и обратил на нее внимание. «Нет. На планете, где я родился, такое небо считается вполне обычным». «На Тире», — поинтересовался вслух Заобер. Эмиссар покачал головой. «На далекой колонизированной планете, но я сомневаюсь, что вы слышали ее название. Мало кто в этом секторе знает о Давине. Это было правдой, ее название ничего не говорило Заоберу. И все же, — начал он. Если вы так издалека пришли к нам на помощь, это красноречиво свидетельствует о вашем». Ответ маршала прервал зловещий шлепок густой капли, упавшей на землю у его ног. Он поднял голову, когда на его черный китель упали новые. Одна капля попала ему на лицо, маршал вздрогнул и поднял руку, чтобы вытереть жидкость. Рука Заобера стала красной, и он ощутил сырой медный запах. Дождь из пепла изменился. Теперь вместо хлопьев серой золы из зловещих туч лился темный поток, шипя при соприкосновении с каменной кладкой. Розин издала пронзительный крик и бросилась в здание, по ее лицу и одежде бежали красные ручейки. Заобер, пошатываясь, последовал за ней, чувствуя свою тошноту. Кровь. Дождь превратился в кровь, такую теплую, словно ее только что пролили. — Че? Что происходит? Он задыхался. Бруха медленно подошел, не обращая внимания на ужасающий дождь. — Не надо бояться, — сказал он, — вы будете спасены. Все эти меры будут спасены. — Спасены? — выдавил слово Заобер. Его охватил такой страх, который он никогда в своей жизни еще не испытывал. Эмиссар кивнул, между губ мелькнул кончик черного языка. — Сигнус Прайм переродится. И вы все будете частью этого. — Четыре. — Радостная встреча. Несущий свет. Ангел боли. Корпус штормового орла резонировал пульсацией двигателей, а отраженные лучи чужого солнца вспыхивали и гасли в иллюминаторах, когда корабль направлялся через флот кровавых ангелов. Подняв фиксирующую раму, брат Мерас осторожно прошел вдоль погрузочных трапов штурмового корабля, внимательно прислушиваясь к приводам силового доспеха и тихому вою искусственной мускулатуры под керамитовой оболочкой. Он был рад снова облачиться в боевой доспех. Технодесантники Легиона полностью восстановили боеготовность брони, на ней не осталось и следа от прямого попадания эльдарского душеискателя, которое едва не стоило ему жизни. Впервые за долгие недели Мерас чувствовал себя хорошо, настроение было приподнятым. Вид за смотровым окном сильно улучшил его настроение. Далеко во тьме на пределе усиленного зрения плыли космические корабли. Величественное зрелище пробудило эмоции в глубине двух сердец. Словно огромные скульптуры воинственного мастера, в космосе парила армада из багровой стали и черного железа. Громадные боевые баржи, построенные на гигантских орбитальных заводах ФОСА, проплывали мимо с величественной угрозой. Сравнимые по размерам с городами, они ощетинились рядами орудий, достаточно мощными, чтобы очищать поверхность планет, а их пусковые отсеки были заполнены эскадрильями истребителей, бомбардировщиков и десантных кораблей. В корпусы были встроены башни, борта сверкали тысячами огней, и даже на таком расстоянии Мерос разглядел металлические скульптуры и декоративные кованые узоры на широких молотоглавых носах этих грандиозных творений. Меньшие капитальные корабли двигались в тени более крупных, но их размеры на фоне барж водили в заблуждение. Многие гранд-крейсеры и линкоры в 3-4 раза превышали длину Герми, что было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать грозную мощь Империума. Некоторые были созданы на основе из мегаоружия и двигателей, отсеки личного состава концентрировались вокруг наклонных лазеров, бомбардировочных установок и батарей лазерных орудий. Такие корабли в свою очередь сопровождались эскортниками, канонерками, эсминцами, плывущими сомкнутым строем. Штормовой орел заложил в вираж, пролетая над группой фрегатов типа «Нова», которые шли фронтом уступов. Мерас посмотрел на красные носы боевых кораблей, их борта украшал гордый символ Легиона. Под светом одинокого пульсара в регионе, где не было не только колонизированных систем, а вообще ничего, собрались сотни кораблей. Встреча состоялась на краю одного из спиральных рукавов Галактики, и в одном из направлений раскинулась почти полностью лишенная света бесконечность межгалактического космоса. Кого-то это зрелище могло угнетать, но не Мераса. Вокруг себя он видел живое доказательство силы Легиона Кровавых Ангелов и символ способности человечества сдержать мрак. Эти корабли и воины на их борту являлись отпрысками Ваала и Теры, беспрестанно бросающими вызов звездам. Быть частью этого великого стремления значило быть одним из миллионов, и тем не менее Мерас никогда из-за этого не чувствовал себя подавленным. Наоборот, такая грандиозная миссия, как Великий Крестовый Поход, вдохновляла всех. С прибытием Игнес и ее оперативной группы сбор войск Кровавых Ангелов завершился, и могучий флот начал готовиться к отправке в конечный пункт назначения. Мерас ощущал предвкушение предстоящей битвы, словно это была осязаемая энергия, наподобие статического заряда на коже. Он знал, что его братья чувствуют то же самое. Тупой нос штормового орла повернул, и вдруг перед ними возникла адамантиевая стена. Это было сердце флота, красная слеза, флагман и колесница самого Ангела. Мерас вздохнул. Было непросто отвернуться при виде могучего корабля, но он смог себя пересилить. Его взгляд упал на группу легионеров в дальнем конце грузового отсека, их серая броня сливалась с металлическим цветом палубы. Ни один из космических волков не отреагировал на пристальное внимание, хотя не заметить его было трудно. Сыны Русы тихо общались друг с другом, их капитан самозабвенно точил боевой нож, который носил в ножнах на груди. Оружие шелестело об оселок, отражая свет при движении. Мерас не знал, чего ожидать от Фенри Сейцеев. Он никогда не сражался рядом с ними, и все, что Кровавый Ангел знал о репутации космических волков – это разные небылицы про их варварство и жесткость. Но Апотекарий был заинтригован, он считал, что лучше составить свое мнение о человеке, чем выслушивать чужое. Он задумался, будет ли у него возможность поговорить с волчьей родней. Говорят, что легион Русы убивает и ест своих раненых. Возле Мераса появился Сарга, его собрат по отделению. Резкий свет ламп грузового отсека обесцветил узкое лицо и копну светлых волос. Мерас. Я мог бы поверить в это. Мерас взглянул на него. Как думаешь, что они говорят о нас? Он оскалился, резкий свет отразился от его клыков. Что мы пьем кровь врагов? И кто будет прав? Губы Сарги растянулись в знакомую кривую улыбку. Проведи немного времени с ротой капитана Амита, и получишь ответ, не так ли? Внимание Апотекария было приковано к руническому жрецу по имени Штиль. Тот склонил голову и напряженно работал маленьким тонким инструментом над чем-то, похожим на кусок челюстной кости. Штиль вырезал крошечные руны и символы линии на отбеленной поверхности. Зажатый в толстых пальцах боевой перчатки гравировальный стержень был миниатюрным, тем не менее космический волк водил им с большой ловкостью. Другие подобным образом вырезанные фетиши и амулеты висели на кожаных ремешках вокруг шеи воина, и Мерас задумался об их предназначении. У доспеха Кровавого Ангела были свои декоративные элементы, штифты компаний, красная эмблема Прайм Хеликс, но ничего столь хрупкого и недолговечного, как кость. «Возможно, я должен спросить волка», — сказал Мерас. «В конце концов, мы все братья, служащие Императору. Эмблема Легиона не имеет значения». Сарга тихо фыркнул, заговорив слегка насмешливым тоном, который казался обычным для него. Аскайлон не согласился бы. «Ты бы там!» Видел, как Красный Нож не подчинился ему. «Думаю, если командир гвардии мог, то отправил бы волков на нижние палубы, он отвернулся. Не обращай внимания, Мерас. Если они не говорят, почему присоединились к нам, пусть так и будет. Они увидят, как мы победим в предстоящей войне и вернемся с триумфом в клык. Возможно, мы научим чему-нибудь этих варваров». Мерас нахмурился, думая о виртуозной работе Штиля. «Они не варвары. Кое-кто может так назвать мусорщиков из пустынных племен Ваала и тоже ошибется. Если Аскайлон так считает, он должен изменить свою точку зрения. Тогда скажи ему это сам», — Саргаткнул пальцем в сторону носа. «Он сейчас в кабине. Уверен, командир гвардии оценит твой совет». «Я оставлю свое мнение при себе», — ответил Мерас, следуя за собратом. «Если прославленный командир захочет услышать мнение настолько ниже стоящего, как я, уверен, он знает, где меня найти». Несомненно, — иронично заметил Сарга. Над их головами вспыхнули красные огни и дважды прозвучал клаксон. У противоперегрузочных подвесок раздался крик сержанта Кассиева, разнесшийся по всему отсеку личного состава. «Посадка. По местам и быть наготове. Это флагман Примарха, и мы выкажем свое уважение». Нос штормового орла наклонился, и плавное движение через пустоту превратилось в тряску атмосферного полета, когда корабль пересек границу воздушной оболочки красной слезы. Мерас в последний раз взглянул в иллюминатор и увидел, как мимо промелькнуло красное железо. Несколько секунд спустя все исчезло в ярком свете переносных лам. Багровый штурмовой орел был лишь одним из многих. Целые звенья штурмовых кораблей находились на техническом обслуживании или располагались на оружейных площадках, где сервы легиона подвешивали блоки Нурсов и управляемые ракеты к подкрыльевым узлам. Прибытие корабля осталось бы незамеченным, если бы не его задержка и высокий ранг одного из пассажиров. С главной площадки брат Кано наблюдал, как по посадочному трапу сошел Аскаэлон и коротко поприветствовал встречавшего его сержанта Зуриила. Их золотые доспехи резко выделялись на фоне стальной посадочной платформы. Аскаэлон не стал ждать высадки остальной группы и стремительно удалился с Зуриилом, предоставив воинам девятый рот и самим искать дорогу. Кано смотрел, как уходит Аскаэлон, чувствуя, как мрачное настроение тянулось за ним словно тень. Но затем он отбросил мысль, и на лице появилась улыбка. Среди кровавых ангелов, выходящих из-под фузеляжа Штормового Орла оказалось знакомое лицо, и адъютант направился вниз, чтобы встретить друга. Мерас. Апотекарий поднял голову и тоже улыбнулся. Кано. Рад встреча, брат. Они крепко пожали друг другу руки, и Мерас покачал головой. «Я мог бы догадаться, что встречу тебя здесь, в центре событий. Первая рота», — ответил Кано. «Мы всегда на острие меча». Один из соратников Мераса посмотрел на адъютанта. «Просто попроси своего уважаемого капитана оставить нам немного врагов, ага». «Это сарга», — представил боевого брата Мерас. «Он спас мне жизнь на Нортабо Октус, и ему понравилось быть героем». Кано поднял бровь. «Уверен, у Ролдорона будет достаточно работы для капитана Фурио и его роты». Мерас засмеялся. «Ты не изменился, брат». Небрежный комментарий его друга неожиданно кольнул бывшего библиария, но он проигнорировал его. «Я бы знал. Но речь о другом. Послушай, я ведь ожидал увидеть только твое геносемя. Индар». Он замолчал, когда увидел, как потемнело лицо Мераса. Нам сказали, там были серьезные бои. К ним подошел сержант отделения. «Да, это так», — он посмотрел на адъютанта и мрачно кивнул. «Значит, ты Кано?» «Я Кассиил. Полагаю, Мерас пять лет назад мог погибнуть, если бы не ты. Незначительный инцидент на Брехте девять. Я просто оказался в нужном месте в нужное время, сержант», — сказал Кано, опуская подробности. «И я в долгу у Мераса точно так же, как он у меня». Сарга ухмыльнулся. «Ты не считаешь, что для медика наш боевой брат чересчур склонен попадать в неприятности?» «У меня нет желания умереть», — возразил Мерас. «А вот слава». Он усмехнулся. «Во имя Ангела я готов на все. Хорошее настроение от встречи немного уменьшилось, когда Кано задумался над словами друга. Если слухи, гуляющие по флоту, правдивы, нам представится возможность заслужить и славу, и смерть братья. Никогда не любил корабельные сплетни», — сказал Кассиил, поморщившись. Сарга отреагировал на его слова. «Я с готовностью выслушаю их. А разве никто не заметил, что здесь столько героев, что они затмевают звезды? Сколько нас собралось? Весь регион? Небольшое соединение отправят домой для охраны», — сказал Мерас. «Но да, Сарган Раф. Я прежде никогда не видел такое количество наших кораблей в одном месте. Это произошло», — сообщил Кано, по прямому приказу магистра войны. Он прислал контингент несущих слова, чтобы передать приказ и сопровождать нас. Кассиил скривился. «Еще чужие?» «Еще?» — переспросил Кано. Мерас кивнул в сторону Штормового Орла, из которого высаживалась еще одна группа легионеров. Брови Кано поднялись, когда он увидел космических волков, которых официально приветствовал Хранитель в черном доспехе. На мгновение он встретился с бесстрастным взглядом воина в черепе-шлеме в тылу группы. Позади глаз начало расти старое узнаваемое ощущение, но адвютант подавил его, прежде чем оно смогло полностью сформироваться, и снова обратился к Мерасу и остальным. «Зачем они здесь?» «Мы озадачены теми же вопросами», — ответил Сарга. «Пришли из ниоткуда. С приказом Сигелита присоединиться к главному флоту». Кано нахмурился. «По действиям Совета Тера нельзя определить, что у них на уме. Я не могу не задуматься над решениями, которые принимаются в залах Императорского Дворца и в которые нас не посвящают. «Мы — Легион», — сказал Кассиил. «Наш долг — подчиняться и верить людям, которые выше нас». «Мы — да». Он кивнул на космических волков, которые направились к одному из лифтов. Или даже несущие слова. «Могут политики или законодатели понять, что мы делаем здесь?» «Это далекий, далекий взгляд из зала в Теры. Их распоряжение устраивают Ангела». Кассиил холодно взглянул на него, «А значит и тебя, легионер». «Меня занимает более насущный вопрос», — сказал Мерас. Он посмотрел на кону. «Сколько наших боевых братьев здесь?» «Сотня тысяч». «Больше», — ответил адъютант, не задумываясь. «Здесь собраны все роты на баржах и командных кораблях. Серьезный сбор, и ручаюсь, такой редко случался в истории нашего легиона». Апотекарий кивнул самому себе. «Братья, если нас собрали в таком количестве, возникает вопрос. Против какого врага мы должны выступить?» «Да», — согласился Сарга. «С такой армией мы можем организовать собственный крестовый поход». Мерас прав. «Против какой угрозы требуется столь огромный молот?» «Очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос», — произнес суровый голос. Кровавые ангелы одновременно повернулись и увидели, как к ним подходит Хранитель в черном доспехе. Из-под мрачного лика шлема их смерил взгляд. «Вы интересуетесь тем, что не входят в вашу компетенцию?» Канон охмурился. «Анилюс, ты не можешь ожидать, что воин будет собираться на войну и не захочет узнать, почему». Со спины он сначала не узнал доспех неприятного Хранителя. Бывший библиарий задумался, как долго Анилюс слушал их разговор. «Мы не бездушные машины. Мы оружие», — возразил Хранитель. «Все мы», — клинки в руки Ангела, которые поклялись исполнять его приказы. «Я никогда не отрицал этого», — Мирос разозлил язвительный тон Хранителя. «И если мне суждено сражаться и погибнуть за Сангвиния, я не отступлю. Но все, что я прошу, — знать, с кем буду сражаться». Кано смотрел, как Анилюс подошел к Миросу и внимательно посмотрел на него, в рубиновых линзах шлема отражались темные глаза боевого брата. «Ты боишься того, чего не знаешь?» — спросил капеллан. Сарга тихо фыркнул. Мирос сердито взглянул на Хранителя. «Не сомневайся в моей решимости. Я Хранитель Легиона», — ответил ему Анилюс, — «вопросы решимости входят в мои обязанности». Прежде чем кто-то успел ответить, Хранитель отвернулся от Мироса, его взгляд на мгновение задержался на кону, а затем скользнул далее. Если мы задаем вопросы, когда в этом нет необходимости, то подрываем решимость, и этим сеем семена поражения до того, как прозвучит первый выстрел, его рука опустилась к Крозиусу, который был прикреплен цепью к бедру. Верьте своим командирам. Знайте, что их приказы верны. Все остальное второстепенно». Он замолчал, склонив голову. Кано понял, в чем дело, капеллан прослушивал Vox сообщения по закрытому каналу. «Если ты не возражаешь, Хранитель», — сказал Сарга, — «я подожду, чтобы услышать это из уст Ангела». Анилюс поднял голову. «Тебе не придется ждать, брат», — он указал наверх. «Смотри». По всему боевому флоту Кровавых Ангелов триумфальным хором загремели золотые Vox рупоры, установленные в каждом зале. По коридорам и палубам прозвучали первые несколько тактов гимна Сангвенатуса. Каждый на борту корабля, от раба легиона до командира роты, знал, что эти звуки значили. Примарх собирался обратиться к ним. На мгновение все замерло. Только неразумные сервиторы и модули кагитаторов продолжали выполнять свои задачи, не обращая внимания на огромный поток входящих данных, автоматически передаваемых с красной слезы на остальные корабли флота. Включились пикт-экраны на переборках жилых палуб и в открытых столовых. Автоматически заработали интеркомы. Облаченные в доспехе легионеры обнаружили, что их Vox-каналы переориентированы, а там, где были установлены головки голопроекторов, появился мерцающий свет. Один из многочисленных гололитических модулей красной слезы был вмонтирован в потолок посадочного отсека, где сейчас находился Мерас со своими боевыми братьями, в сотнях метров над ними. Со вспышкой захваченных фотонов появилась проекция огромной фигуры, затмевая воинов, желавших посмотреть на нее. Великолепный примарх Сангвини в сверкающем доспехе и обрамлении белых крыльев, которые исчезли за пределами сферы проектора, предстал перед своим легионом с уверенным и внимательным выражением лица. «Мои сыновья», начал он, его голос разнесся по километрам погрузившихся в тишину коридоров, «добро пожаловать! Мое сердце переполняет гордость при виде такого великолепия в ваших рядах. Великий Крестовый Поход никогда не видел ничего подобного». Гордый и решительный, даже в своей виртуальной ипостаси, Ангел излучал столь сильную уверенность, что все тени сомнений в его сыновьях мгновения ока были изгнаны светом примарха. Деталировка замысловато выкованного силового доспеха была выполнена особенно тщательно. Отчетливо были видны рельефные грани золотой брони вместе с великолепной гравировкой на наручах, на плечниках и на груднике. На груди покоился массивный декоративный медальон, высеченный из огромных рубинов в Меглодаре. Драгоценный камень в центре был вырезан в форме сердца и помещен в оправу из золотых языков пламени, символизируя пылающую душу кровавых ангелов, воплощенную в их примархе. Над основным камнем были расположены еще четыре рубиновых круга, каждый посвящен одному из миров, где легион пополнял свои ряды, в первую очередь Терра, затем Ваал и две его луны. Через одно плечо ангела был переброшен церемониальный боевой плащ, белая с черными пятнами шкура Карнадона, внешне похожего на вымерших снежных барсов древней земли, но намного большего по размерам. Сангвини убил ледового охотника во время усмирения Тёгора Пентарус, первой битвы после объединения с отцом. «Нам поручили миссию», — сказал он им, — «которую может выполнить только наш легион. Мой брат, воитель, возложил на нас долг, который имеет жизненно важное значение для будущего Империума». Он поведал об отданных ему Хорусом приказах, мрачно сообщив о возвращении старых ксеносов врагов, фактах вторжения Нефилимов и возможной измене густонаселенного Имперского Доминиона. В скоплении Сигнус Свет просвещения погас. Те миры, что по-прежнему хранят верность Имперской Истине и Союзу с Терой, вероятнее всего, считают себя покинутыми и лишенными надежды. Так не может продолжаться, мои сыновья, благородный облик стал суровым и непреклонным. Однажды мы уже сражались с Нефилимами и сразили их. Мы считали, что они низвергнуты и истреблены, но подобно язве, они выжили и снова стали чумой для человечества. Это не вселенная мифология и ложной истины, примарх поднял руку и сжал кулак. Мы не прячемся в темноте от страха перед призрачными силами и сверхъестественными иллюзиями. Мы не поклоняемся ложным богам. Есть только разум и просвещение, а мы – несущий свет. По всему флоту легионеры подняли бронированные кулаки и ударили по нагрудникам в знак приветствия, выразив одобрение ревом голосов. На борту красной слезы Мерос и остальные воины присоединились к ликованию, шум достиг каждого отсека боевой баржи. Сангвений слышал звук множества воодушевленных голосов, разносящихся по палубам, и признательно улыбнулся. Вокруг него на командной палубе флагмана стояли на вытяжку сервы экипажа, а командир Аскаэлон и его сангвинарная гвардия склонили головы. Возле трона Повелителя стояла Адмирал Дюкюйт, не двигаясь, словно вырезанная из мрамора. Примарх оценивающе смотрел на них, определяя, готовы ли они к предстоящей войне. Как он и предполагал, недостатка желания не было. Гололитическая панель удерживала его в своем сиянии, передавая малейшее движение крыльев, лица закованного в броню тела. Сангвиний смотрел вперед и словно обращался к каждому воину легиона лично. Мои сыновья, не сомневайтесь, это будет нелегкая компания. Нам хорошо известна природа этих мерзких чужаков, и победа достанется тяжело. Нефилимы загнаны в угол и будут сражаться до последнего, сопротивляясь исчезновению своего вида. Некоторые из нас больше не увидят песков Ваала, но мы будем сражаться, зная, что не можем потерпеть неудачу. Хорус призвал наш легион на эту войну, и мы ответим ему победой. Ради будущего человечества нефилимы должны быть истреблены. А поскольку мы разбивали их прежде, разобьем их снова. Мы не можем оставить этих существ в живых. Эти мерзости должны быть преданы мечу, а рабы освобождены, он умолк и прижал крылья. Мы сделаем это. Мы — кровавые ангелы и ничего не боимся. Мы — гордые сыновья Империума и защитники человечества. Мы — ангелы смерти и гнев Императора. Снова раздались крики, и в этот раз красная слеза почти задрожала от энергии стольких воинов, охваченных воинственным пылом. Примарх кивнул и отвернулся от Гололита, трансляция закончилась. Ролдорон стоял рядом, лицо первого капитана напоминало застывшую маску. Сангвиний подошел к доверенному офицеру. Твой голос не присоединился к остальным, капитан. Можно спросить почему? Ролдорон ответил тихо, чтобы его слышал только повелитель. Я согласен, — сказал он, — но эти приказы и скрывающиеся за ними правда тревожат меня. Улыбка ангела погасла. Он открыл часть сообщения Хоруса ближайшим соратникам, тем, кто знал горькую правду о потерянных. И сейчас на мгновение он задумался, не совершил ли ошибку. — Говори начистоту, Рал, — попросил Примарх. — Я бы не осмелился пойти против ваших приказов, милорд, — сказал офицер, — но это операцией. — Развязка, которая может ждать нас в скоплении Сигнус. Должны вы по-прежнему скрывать это от ваших сыновей? Ролдорон отвернулся. — Повелитель, вы можете разочароваться во мне, но, клянусь, бремя этого знания тяготит меня. Всегда тяготило. — Знаю, — кивнул Сангвини, — оно тяготит всех посвященных и больше всех меня лично. Но сейчас не время, мой друг. — Возможно, Ролдорон колебался, но оно наступит, милорд. — И не в выбранный вами момент, если только вы этого не сделаете раньше. Сангвини снова кивнул. — Я тоже понимаю это. — И признателен тебе, Ролд, за то, что напоминаешь мне. — Верь, когда я говорю, что мы разобьем наших врагов, — он снова улыбнулся. — Всех, как внутренних, так и внешних. Примарх повернулся к центральной операционной платформе и встретился с ожидающим взглядом адмирала Дюкет. — Ваш приказ, милорд? — спросила она. — Все корабли готовы к переходу в Имматериум. Мы ждем вашего слова. — Приказ отдан, — ответил Сангвини, — запускайте двигатели и ведите нас в варп. Когда к нему подошел Ролдорон, он указал на бронированные окна, которые тянулись вдоль всего ходового мостика. Полный вперед к Сигнусу. Врата реальности открылись, и флот ринулся в Имматериум. Сотни навигаторов, связав мысли воедино, повели корабли кровавых ангелов из тьмы космоса в совершенно иную бездну. Их приняло вопящее безумие непространство. Самые опытные из навигаторов почувствовали некое изменение в переходе. Нечто столь смутное и неуловимое, что они едва заметили его. Путешествие через варп всегда было нелегким делом, а учитывая недавно начавшиеся штормы и психическое возмущение в Имматериуме, спрогнозировать передислокацию было непросто. Были известны случаи, когда корабли разрывало на части прямо во время прыжка в варп. Пробить брешь в пространстве на временном континумене то же самое, что открыть дверь, для этого необходима колоссальная энергия. Во время переходов случались трагедии, и это была общеизвестная сторона путешествия, необходимый риск. Чем выше мастерство навигатора, тем меньше вероятность инцидента, но при прыжке такого огромного флота существовала большая вероятность того, что некоторые корабли получат повреждения или даже погибнут. Ничего этого не произошло. Ни один корабль из флота Кровавых Ангелов не получил ни малейшего ущерба от воздействия варпа. Словно Имматериум принял их с легкостью, с которой клинок входит в воду. На борту темной страницы Акалит Крит почувствовал короткий шепот контакта, когда корабль Несущих Слово совершил переход вместе с флотом Кровавых Ангелов, и тихо рассмеялся. Прикосновение Имматериума к душе было подобно нектару, затем оно исчезло, принеся отголосок печали. «Однажды я почувствую это прикосновение, и оно останется со мной», — сказал себе Крит. «Однажды я буду благословлен безмерно». Акалит отвернулся от бурлящего багрового неба по ту сторону окон просторного светилища и вернулся к центру комнаты, взглянув на капитана Харокса. В то время как Крит снял доспех и облачился в официальные одежды, Харокс был по-прежнему в своем великолепном облачении. Выдравированные на броне тексты исказились и нарушились, и он выводил новые слова и символы, которые толковали нечестивую летанию. И если бы в этот момент капитана озарил свет, можно было увидеть сложную сеть восьмиугольных звезд, скрытых в сиянии брони. Улыбка Акалита стала шире, и он откинул капюшон. Приблизившись к фигуре, лежащей посреди комнаты, Крит позволил себе поразмыслить о своем будущем и данных ему обещаниях. Крит облизал губы и осмелился задаться вопросом, каково это проживать каждую секунду каждого дня с частицей варпа внутри себя. Эта мысль пробудила ощущения, которые он не смог понять, но в то же время не хотел, чтобы они исчезли. Сахзё взглянула на Акалита из-под согнутой руки и захныкала. Она рыдала черными слезами и дрожала под прозрачной сорочкой. Крит вспомнил, что люди находят температуру, которая была в светилище, дискомфортной, но не стал акцентировать на этом внимание. «Встань», — сказал он Сахзё, призывая ее подняться. «Поторопись. Ты должна установить связь до того, как переход завершится, или же другие астропаты на флоте смогут ее почувствовать». Сахзё, покачиваясь, неуверенно выпрямилась, словно была пьяной. Женщина прикоснулась к животу. «Оно жжет меня», — пожаловалась она Акалиту. «Сколько еще я должна нести эту ношу, Крит?» Когда астропат произносила его имя, оно звучало, как протяжный кошачий вой. Несущий слово внимательно посмотрел на нее. Варп сосуд, вживленный в тело астропата, пожирал ее изнутри, и боль была сильной. Но ей еще многое нужно было сделать, и Крит сказал об этом, не обращая внимания на рыдание. «Дай мне поговорить с ним», — приказал Крит. Астропат вздрогнула, когда сосуд внутри нее открылся. Без необходимости притворяться перед несущими словами женщина завопила от боли и извергла эктоплазму клубами белого пара и розового тумана из слюны и крови. Сахзю снова рухнула на колени, крики стали рычащими и гортанными. Крит прислушался к треску ее суставов, когда женщина забилась в конвульсиях. В дыму сформировалось лицо, и оно напоминало Хорусу Луперкаля. Рот открылся, мутные губы зашевелились. «Докладывай», — приказал призрак. «Мы в пути», — сказал Крит, низко поклонившись. «Собранные силы огромны, воитель!» Почти весь девять легион ответил на зов своего примарха. «Остальных соберем, когда завершим это дело», — пообещало лицо. Ваал снова сгорит, и в этот раз окончательно. Сангвини принял на веру ваши слова, — продолжила Калит, — он призвал на войну своих сыновей, и они безоговорочно последовали за ним. Естественно, туманное лицо изменилось, став жестким и плоским. «Он доверяет мне. Величайшее оружие, которое отдают по собственной воле, появилась и исчезла холодная усмешка. Легкость этого. Стоит раз переступить через ужас предательства, оно столь могущественно. Вдруг лицо повернулось, и на Крида обратилась вся мощь его испытывающего взгляда, которому не было помехой огромное расстояние между ними. Пойми, несущий слово, Сангвини лоялен, но не глуп. Если… когда он заподозрит, то станет самым опасным врагом для нашего дела». Крит напрягся. У него нет для этого причин. Все до единого кровавые ангелы верят, что идут сражаться с ксеносами. К тому времени, как они поймут, что их легион столкнулся с совсем иным врагом, будет слишком поздно. «Проследи за этим», – приказало ему лицо, превращаясь в ледяную дымку. Келья Кано, как и все подобные комнаты, была достаточно просторной, чтобы приютить пару неофитов. Она осталась неизменной со времен его прежней службы в библиариуме, компактное и скромное жилье на нижних палубах красной слезы со стенами из толстого железа, удобной постелью и оружейной стойкой в дальнем углу. До того, как Никейский декрет запретил использовать психические силы в легионе кровавых ангелов, подобным Кано воинам, лексиканиям, эпистоляриям и кодицеям, предоставляли такие Кели. Здесь, в месте относительного покоя, легионеры могли медитировать и оттачивать свои таланты. Такие святилища, несмотря на малые размеры, весьма ценились, и хотя воины, лишенные способностей Кано также могли пользоваться ими, они не достигали той же умиротворенности, которую вселяли Кели. После принятия эдикта бывших псайкеров, объединили вместе с обычными боевыми братьями, но Кели медитации по-прежнему было открыты для них. Кано не сомневался, что хранители внимательно наблюдали за бывшими членами Избранного Братства в Кельях. Пока он сидел здесь, успокаивая дыхание, часть него задавалась вопросом, среагировал ли они Люс или один из его товарищей на появление Кано. Он отбросил мысль, мнение Ясона Анилсуса его не волновало. Кано отрешился от событий последних нескольких дней. Он закрыл глаза, позволив имплантированному каталептическому узлу свести на нет всякую потребность во сне. Затем вошел в альфа-состояние и там, внутри своего успокоенного разума, обрел безмятежность. «В грядущие дни», — сказал кровавый ангел себе, — «мне нужно будет вспомнить этот миг успокоения, чтобы сосредоточиться и обратить всю силу своей ярости на ксеносов». Эту мантру он мысленно повторял снова и снова, когда палуба под ногами раскололась, подобно хрупкому льду, и он упал в лишенный пола зал из черного воздуха. Сила тяжести схватила Кано и потащила невидимыми цепями, в то время как зловонные ветра хрестали его тело. Воздушные потоки несли смрад бойни, яростно цепляясь за одежду, словно собираясь содрать сначала ее, а потом и вплоть до самых костей. Он падал целую вечность, а трещина в палубе, которая проглотила его, исчезла. Теперь не было ничего, кроме зиявущей, воющей тьмы и хлопьев пепла, которые зависли, как снежинки в восходящем потоке. Часть разума Кано, также далекая от происходящего, как и тело от обширных пустынь его родины Ваала, знало, что ему это снится. Его одолевали приступы видений, вырванные из плоти и спроецированные в царство духов и символов, которое было не менее реальным и смертельным. Это был Варп. Внутри космического корабля, несмотря на огромные площади адамантия и энергию защитных полей Геллера, невзирая на его личные ментальные барьеры, чистая психическая сила и материума привела Кано в чувство. Прикосновение Варпа завлекло его разум в места, которые он отверг, заставило заново разжечь у Гаши и превратившийся в холодную золу огонь. Он отчаянно старался освободиться и вернуться в реальность из плоти и крови. Сон не отпускал его. Пепел расплавился в кровавые капли, а Кано продолжал падать во тьме, всё быстрее и быстрее, превзойдя истинную скорость и превратившись в комету из плоти. Интуитивно он понимал, что где-то внизу был конец всего этого, громадная поверхность, в которую он врежется, как фарфоровая кукла. Он разобьется. Но космодесантник мог остановить падение мыслью. Всё, что ему нужно было сделать, нарушить указ. Позволить пламени его разума снова разгореться. Кано понимал, что мысль пришла ему в разум извне, настолько могучей она была. Она отразилась во тьме, предлагая надежду и спасение. А если он сделает? Что тогда? Он дал клятву отречься от своих сверхъестественных сил. Еха этого обета было по-прежнему сильным, скрываясь под поверхностью мыслей. Он не мог нарушить клятву, он не мог позволить себе быть слабым. Грохот воздуха вокруг Кано изменился, стал громче, оглушительным. Падение заканчивалось. Он был уже очень близок. Это скоро закончится, и он умрёт здесь, дрожа на полу железной келе, сокрушённой о стены собственного разума. Умереть во сне значило погибнуть в реальности. В эти последние мгновения он увидел фигуру. Человеческую или пытающуюся быть таковой. Она поднималась из тьмы прямо к нему и кричала. Это был человек, воин в тяжёлом доспехе, который блестел влажным багрянцем и излучал адское красное сияние. За головой развивались чёрные волосы, а всё тело было окутано ореолом сверкающей молнии, сыпавшей искрами тошнотворного искажённого излучения. Растущие из спины огромные крылья удерживали его посреди ядовитой бури, они были пропитаны кровью. Каждое перо истекало каплями багровой жидкости и Кано знал, что это осквернённая кровь, льющаяся из вен вопящего красного ангела. Сорвавшийся с его губ виск пронзил душу Кано, проник внутрь разума и потряс рассудок. Они летели по спирали навстречу друг другу, от столкновения их отделяли секунды, и в этот миг их взгляды встретились. Космодесантник увидел страх в этих глазах, страх и ненависть и другие, более тёмные эмоции. Затем крики стали его собственными, а руки поднялись, чтобы закрыть лицо, когда размытая фигура приблизилась. Кано проснулся. Он перевернулся, тёмная кожа блестела от пота, в сверхчеловеческом теле бушевал адреналин. В глазах облили чёткость стены Келли и легионер моргнул, пытаясь понять, где находится. Брат Кано произнёс безжизненный голос. Он повернулся и обнаружил в дверях горбатого сервитора, одного из обслуживающих рабов, который работал на этом ярусе. Тот тупо уставился на него. Меня встревожили звуки физического недомогания. «Вам не здоровится? Нужен медик?» «Вон», — рявкнул космодесантник. «Выполнение», — ровным голосом ответил механический раб. Он развернулся и вышел. Кано осторожно поднялся на ноги и подошёл к крану, чтобы умыться и выпить воды. Он не мог заставить себя посмотреть в зеркало, когда всё же сделал это, то не увидел ничего необычного. Но позади глаз притаился полусон-полувидение, которое не собиралось так просто уходить. «Красный ангел боли!» Что значил этот образ? Пытался ли его разум осмыслить какой-то фрагмент варп-эха, который проник в его мысли? Может, он почувствовал некий знак? Кано фыркнул и попытался выбросить видение из головы. Знамения и предвестия были прерогативой примитивных и религиозных людей, но не рационального воина светского империума. Они были. Они были. Он моргнул и снова посмотрел на своё отражение, когда кое-что вернулось к нему из видения. Глаза. Они были знакомы ему. «Штиль», — позвал боевой капитан. «Ко мне!» «Или мои слова мало значат для тебя?» В резких словах было много прерывистых фрикативных звуков, воинственному языку Фенриса не хватало плавного ритма обычного имперского готика. Провидец отвернулся от тусклой металлической переборки и встретился взглядом с красным ножом. «Прошу прощения, Ярл», — сказал он. Мои мысли наполнил тревогой переход в призрачное царство. «Убедись, что наши ангельские хозяева не знают об этом», — предупредил красный нож. «Тот, в чёрном доспехе, подозревает тебя в колдовстве». Штиль натянуто улыбнулся, из-за чего дернулся чёрный неровный шрам через всё лицо. Мои поступки так же непонятны, как и слова. Они ничего не увидят, пока я этого не пожелаю. Капитан не разделял его веселье. «Ты недооцениваешь кузенов, Скальт. Их золото и драгоценности скрывают души убийц, и нам следует помнить об этом». Рунический жрец встал и начал медленно ходить по каюте. В отличие от спартанских условий на кораблях космических волков каюты на борту корабля кровавых ангелов были обустроены с долей эстетизма, который Штиль нашёл занятным, но абсолютно излишним. Он взял со стола кубок с водой, даже этот обычный предмет был украшен без всякой на то необходимости. «Мы знаем, что должны сделать братья. С этого момента космический волк должен быть всё время рядом с ангелом». Красный нож вернулся к наставлению своих воинов, волки собрались с тесной группой вокруг капитана. Только один стоял в стороне, охраняя дверь, ведущую в коридоры. Легионер кивнул Штилю. Ни одного кровавого ангела или серва легиона не находилось в пределах слышимости их разговора. Хотя они пользовались практически неизвестным наречием старого языка, было важно, чтобы их не подслушали. Как только они оказались в комнате, один из технодесантников Красного Ножа проверил её на наличие подслушивающих устройств. «Это приказы Малкадора», – уточнил Штиль, – «пока он не отменит их». «Если отменят», – ответил Красный нож. Рунический жрец остановился, и в голове возник вопрос, который не давал ему покоя с момента, как они отправились в систему Нортаба. Задумывался кто-нибудь. «Если мы полностью выполним отданные нам приказы, что будет с нами?» «Это очевидно, Скальд», – ответил один из волков, молодой воин по имени Валдин. «Мы умрём. Они убьют нас всех. Думаешь, будет иной исход?» Штиль проигнорировал замечание. «Он захочет увидеть нас, Ангел?» «Он задаст те же вопросы, что и командир Гвардии». «Я отвечу Сангвинию то же самое», – сказал ему Красный Нож. «Ты будешь лгать брату Русо?» – спросил Псайкер. В лицо. Глаза капитана стали жёсткими. «Я не говорил, что это будет почётно. Я сказал, что сделаю. Это приказ Малкадора, по распоряжению Императора из Согласия Великого Волка, он встал и подошёл к Штилю. Ты понимаешь, брат?» «Я знаю, на что согласился. Знаю, что это значит. Если руны упадут неудачно, мы потеряем честь, и все закончатся кровопролитием. Но я всё равно сделаю это ради всеотца», – он вздохнул. «Мы наверняка погибнем. Но мы должны сделать то, что нужно. Если этот момент настанет, мы должны быть готовы применить в отношении Сангвиния высшую меру наказания». Штиль покачал головой. «Ты приказываешь, я повинуюсь. Но я не могу представить себе, что мы можем попытаться убить». Он запнулся не в состоянии закончить мысль. Смысл невысказанного тяжело повис в воздухе. Капитан медленно протянул руку и положил её на плечо Скальдо. «Мы единственные, кто может выполнить этот долг», – сказал Красный Нож, и в его голосе неожиданно послышалась печаль. «Это нож о космических волков, по этой причине нас создали по образу руса. Мы, сыновья палача, обученные творить немыслимое, сражаться в невозможных битвах. Вот почему мы здесь». Он огляделся, мрачно всматриваясь в лица своих людей. «Вот почему наши боевые братья последовали за великим волком против Валого короля, чтобы осудить его за колдовство». Штиль вдруг понял смысл слов своего командира. «Лорд Колдун Магнус не подчинился, и мы здесь, чтобы удостовериться, что Сангвини не поступит так же. Если сын может не подчиниться отцу». Красный Нож кивнул, опустив руку. «Вот в чём дело, Скальд. И знай также, что мы не единственные. Есть ещё ярлы на других кораблях или же в пути, которые собираются взять под наблюдение всех сынов Императора. Чтобы быть наготове. Наблюдать». Одна мысль о подобном, о настолько глубоком предательстве вызвала тошноту у рунического жреца, но он подавил ощущения. «Кровавые ангелы разорвут наши глотки за один только намёк на подобную вероятность». «Верно. Поэтому мы будем хранить молчание и пребывать в готовности». «А что с Магнусом Красным?» – спросил Валдин. «Мы были слишком далеко от Проспера, когда эти приказы дошли до нас. У нас нет известий о том, что случилось после выволочки, устроенной волчьим королём колдуну». «Да», – пробормотал Штиль. «Следует ли нам молчать о злодеяниях Тысячи сынов?» «Что мы можем сказать?» – спросил у него Красный Нож. – Что Сигелит на Тере скрывает правду? Если она станет общеизвестной, начнётся хаос. «Нет, Валдин прав. Мы не ведаем в полной мере того, что произошло и почему Проспера навлёк гнев Императора». Он снова кивнул. «Пока же неповиновение Магнуса будет скрыто от кровавых ангелов. Мы будем в боевой готовности и будем ждать», – капитан отвернулся. «И во имя Фенриса я молю судьбу, чтобы нам ничего не пришлось делать». 5. Видение. «Нечто похожее на имя. Останки. Он падал целую вечность. Прежде этого не случалось, ни разу за столетия войны. На бесчисленных мирах, в тысячах разных небесах он никогда не падал. Это было невозможно», – противоречило реальности. «Я не могу упасть», – сказал он себе, но не успели слова сформироваться в разуме, как он почувствовал их горькую ложь. Гнетущая, как скорбь, гравитация превратила его в своего пленника, затягивая все дальше в бездну. Кругом была бездонная тьма, столь мрачная и бесформенная, что даже его сверхчеловеческие чувства не могли различить ее границ. Неистовые, оглушающие порывы воздуха били по лицу, рукам, ногам и телу. Часть мантии превратилась в плети, хлещущие по его коже. Изысканные медальоны, награды и боевые знаки сорвались унеслись прочь в отблесках золота, жемчуга и красного нефрита, хлопая пергаментными лентами. Невыносимое падение пыталось сорвать с него роскошное облачение, обнажить до самой сути. Кожи костей и души. Его чувства наполнились ураганным ревом ветров и омерзительным запахом в воздухе. Часть разума непроизвольно отсеяла вонь, разбив ее потоки на элементы и субкомпоненты. Нестерпимый запах застарелой крови, густой и грязный, как неочищенное масло. Гнилостная вонь выгребной ямы и тухлого мяса. Характерная для поля битвы смесь Фу Цейлина и отработанного прометия. Смрад мертвых цветов и сожженного песка. Каждый вдох грязного воздуха вызывал тошноту у него, заставляя подавлять рвотный рефлекс мышечной судорогой. Он проносился мимо частичек влажного пепла, словно зависших в вонючем воздухе. Или это был не пепел? От его прикосновения частички распадались на капли жидкости. Когда он развернулся, пытаясь стереть с обнаженной кожи жгучие маленькие пятна, его руки с длинными пальцами окрасила насыщенная ярко-багровая и теплая на ощупь кровь. И он по-прежнему вращался, вертелся, падал. «Я не могу упасть», — твердил он себе. Звук стал громче. Ни слова, но гневный рык неповиновения. Руки вцепились в одежду на груди и спине, намотали лоскуты и оторвали их. Ткань разошлась так, словно лопнули мышцы, а неистовый восходящий поток унес ее прочь во тьму. Он знал, что это сон, и в то же время не был уверен в этом. Эти две противоречащие истины существовали в его разуме одновременно, каждая тянула в свою сторону, но ни одна не была настолько сильной, чтобы разрушить окружающую действительность. Путь назад в реальность находился высоко вверху, в пределах досягаемости, если только. Если только. Он испытал шок, обнаружив только обломки костей, выступающие из лопаток. На спине, где когда-то росли два величественных крыла, рассекающие небеса, оставшиеся жалкие останки сочились слизкими струйками костного мозга. Он коснулся обнаженных нервов и разорванных артерий, в груди закипел вопль, пытаясь сорваться с губ. Он подавил его, и зрение затуманилось, неожиданная тошнотворная истина наполнила его ледяной уверенностью. Сражаясь, он обратился внутрь себя, пытаясь найти способ вырвать свой разум из пытки, которую сотворил. Сон не отпустит его. Все быстрее и быстрее, пока скорость не стала громадной, он летел сквозь бесконечную пропасть к гибели, которая должна была скрываться далеко внизу. «Я не могу упасть». Теперь эти слова звучали глупо и бессмысленно, подобно настойчивости первобытного человека, который верил, что солнце не взойдет, пока он не принесет жертву. Без крыльев он был. Кем? Таким же, как и остальные. Жалкой пародией самого себя, призраком, бессильным предостережением. В груди, подобно взрыву, полыхнул гнев. В теле вскипел красный туман мгновенно вспыхнувшей ярости, и он увидел ее в венах, невидимые струйки, сливающиеся со спиралями генов. Гнев высвободил нечто темное и чудовищное в его душе. Две огромные тени устремились вперед. Одна быстро поднималась, увеличиваясь в размерах, красная, словно из самой преисподней, и вопящая о своей жажде крови. Другая кружилась на расстоянии, все еще бесформенная и черная, как сам космос, ослепленная ужасающим безумием своего гнева. «Нет». Крик повторялся бесконечно. Он поднял руки, чтобы остановить их, отвергнуть их. «Я… не могу… упасть…» Эхо отразилось от фигуры внизу, стремительного и извивающегося существа, которое озаряло мысленистую тьму и приближалось к нему на крыльях, рассекающих зловонный воздух. Оно поднималось, кричало, истекало кровью. Воин облаченный в железо из ног до головы измазанный кровью. Его окутывало сияние мертвых сингулярности и погибших звезд, тошнотворный свет вытекал из сочленений и трещин в расколотом доспехе. Вокруг завывающего непостижимого лица резко выделялись пепельные локоны, а из спины росли костяные крылья падальщика, борясь с восходящим потоком отравленного воздуха. Каждое перо крыльев было пропитано оскверненной кровью, ее потоки тянулись за ним в новую бурю. Вопящий красный ангел приближался к нему, охваченный ненавистным упреком и обвинением. Он знал, что эта ненависть заслуженно. В своих сердцах он знал это без сомнений и компромиссов. Крики ужасной боли полоснули его душу, подогревая рост черной и красной теней. Он не мог остановить падение. Они падали, кружась, рядом друг с другом, столкновения было не избежать. И в этот миг их взгляды встретились. Он увидел страх и ненависть и другие, более темные эмоции. Он увидел красного ангела. Глаза примарха резко открылись, и если Аскоэлон или другой сангвинарный гвардеец в этот самый момент посмотрели бы на него, то уловили бы едва заметное выражение, которое исказило прекрасные черты. Ангел сконцентрировался, и его безупречное чувство времени сказало ему, что между тем, как он закрыл глаза и снова открыл их, прошли считанные мгновения. Самое большее — несколько секунд, но линейное время ничего не значило во снах и в варпе. В этом оба этих мира были сходны. Сангвини не в первый раз задумался, насколько близкой была связь между царством снов и Материумом. Сон. Не было совпадения в том, что он пришел к нему здесь и сейчас, вне обычного режима медитации и размышления. Они находились глубоко в варп-пространстве, окруженные со всех сторон растущими грозовыми фронтами призрачной энергии. Навигаторы Легиона старались изо всех сил, направляя флот на такое огромное трансгалактическое расстояние, а нестабильный характер эфирного царства не помогал делу. На краткий миг Ангела охватила печаль, а возможно и ярость, и сжатые кулаки расслабились. В конце концов, командир гвардии почувствовал что-то и поднял голову, на лице появилось недоумение. «Милорд? Сколько еще?» Сангвини наклонился вперед на своем троне управления и указал на иллюминатора, предотвращая дальнейшие вопросы. Дальняя наклонная стена зала была частью огромной верхней башни Красной Слезы, а через громадный купол из брони стекла и рифленой пластали открывался вид на космос. По другую сторону прозрачного барьера, за сияющей оболочкой полей Геллера боевой баржи вечно бурлил и кипел океан безумия, набрасываясь на корабли огромного флота, которые пересекали его владения. «В любую минуту, господин!» Оскайлон внимательно посмотрел на монитор, встроенный в наруч боевого доспеха. Сангвини не поблагодарил за ответ и сразу отвлекся на что-то еще. Сон закончился, но ощущение вцепилось в примарха, словно ангел принес его частицу в реальность. В мыслях сохранились воспоминания о ветрах и их смраде, а самым худшим был ужасный отголосок пустоты, которую он испытал после утраты крыльев. Кое-кто мог и забыть сон, как беспорядочный набор невинных образов, созданных отдыхающим разумом, но не ангел. Сны ему снились постоянно, таясь среди символов и предзнаменований. Образ красного ангела обеспокоил Сангвиния, и он подумал о своем брате Ангроне, потому что этим именем иногда называли «командующего пожирателя миров». Но как только эта мысль возникла, примарх понял, что она ошибочна. Он ощутил в своем видении нестихийную ярость Ангрона, это было нечто иное, нечто личное. То, что он не знал, кто это был, сильно обеспокоило его. Сангвини поднял голову и пристально посмотрел через бронекупол в варп. Казалось, и материй он закручивался вокруг треугольного носа красной слезы, образуя пульсирующий туннель, по которому летел флот кровавых ангелов. «Нет, не туннель. Яму». Образ расплылся, и примарх стиснул зубы, когда его восприятие изменилось. Флот внезапно нырнул в зияющее бездонное небытие. «Я не могу упасть». Он не был уверен, действительно ли произнес эти слова тихим шепотом или просто подумал. «Затем это стало неважно», прозвучал звон. Он исходил из решеток громкоговорителей, скрытых под рельефными лицами серебряных херувинов в углах покоев примарха. Всему экипажу, это адмирал, голос Дюкют был тверд и звонок, но скрытое напряжение, вызванное сильной усталостью, не ускользнуло от внимания ангела. «Приготовиться к возвращению в реальное пространство». Оскайлон еще раз взглянул на наручный ауспик. «Все корабли докладывают о готовности. Наша цель лежит перед нами». Командир гвардии посмотрел вверх, когда пелена сверкающей изумрудно-зеленой вспышки омыла нос красной слезы. Гигантский, размером с планету Вихрь туманной нематерии сморщился и разошелся перед флотом, открыв черное пространство и далекие звезды. Затем варп исчез с быстро растаявшим воспоминанием, и армада Кровавых Ангелов вернулась в реальное пространство. Отбрасывая громадные носовые волны из чуждых частиц и критических энергий, флагман и его собратья развернулись в огромный строй клином. Сангвини встал с командного трона и прошелся к куполу, наблюдая сложный танец своих кораблей. Каждый капитан действовал безупречно, и флот принял форму гигантского клинка, плывущего во мраке. Он приказал Логос удержать межкорабельные вокс-каналы открытыми, чтобы слышать переговоры капитанов. Ангел мысленно представлял перемещение соединений флота в форме игры в рюгецит на дюжине досок, одна поверх другой, где каждый корабль находил свое место в предстоящей битве. Сложность и мастерство этого процесса умиротворяли его, как музыка прекрасной симфонии. Во всем этом была необыкновенная красота, если только знать, куда смотреть. Посреди бархатной темноты висела багровая звезда, горевшая холодным светом. Сигнус Альфа была красным гигантом без явных аномалий, ориентиром для многих колонистов в конце путешествия на край галактики. Из-за расстояния далекое синее солнце Сигнус Гамма казалась небольшим, а рядом с ней был едва виден белый карлик Сигнус Бета. Эта система, как и точка сбора флота, находилась на краю спирального рукава, но дальше по его изгибу. С выбранного кровавыми ангелами угла сближения звезды их планетарное скопление словно раскинулись на полотне сплошной абсолютной черноты. Вверху и внизу сияло призрачное гало облака Орта, а кое-где мерцала сильная Альбеда, свет трех солнц, отраженный от планет, вращающихся на своих вытянутых орбитах. Скопление Сигнус, объявил Зуриил вслух для записи вокс-пробников и гололитических регистраторов, которые документировали операции «Красной слезы». Объединенная экспедиционная флотская группа, начало входа. Эта запись сделана во имя Империума и девятого легиона Астартес. Сангвини произнес в вокс бусину, скрытую в горжете доспеха. «Адмирал, начинайте стандартные протоколы передачи данных. Глубокое сканирование на предмет наличия кораблей и пограничных дронов». «Как прикажете», — ответила она. Визуализатор, — приказал примарх, — из потолка опустился тонкий медный стержень со стеклянным наконечником голографического излучателя. С шепотом микроскопических линз устройство спроецировало сферу призрачно-синего цвета диаметром несколько метров. Это была тактическая карта системы Сигнус, повторяющая в миниатюре текущее положение планетарных тел в скоплении. «Семь планет, пятнадцать лун», — задумчиво произнес Аскаэлон, приблизившись сзади к Повелителю, — скорее всего, все они в руках врага. Пока он говорил, Гололит прокрутил ряд параметров атаки, показав оптимальные векторы перехода для экспедиционного флота. «Мои поздравления навигаторам», — отметил Сангвений, — «мы вышли именно там, где и рассчитывали». Примарх протянул руку к изображению, и оно слегка колыхнулось, словно ангел коснулся поверхности неподвижного озера. Указательный палец проследовал по орбите самой дальней планеты. «Если мы продолжим следовать этим курсам, то через день пересечем орбиту Форуса». Визуализатор среагировал на название колониального мира и развернул виртуальный свиток текста над призрачной сферой, отмечающей текущее положение Форуса. Побежали геологические данные по скалистому лишенному атмосферы аванпосту, отчеты о переписи населения и другая информация. Аскаэлон изучил тактическую обстановку. «Если флот останется сосредоточенным, мы сможем близко пройти от одной, возможно, двух планет, прежде чем достигнем столицы». «Я не разделю флот, не сейчас», — сказал примарх. «Но передайте резервные планы развертывания командующим эскадр и командирам авиагрупп. Если возникнет необходимость разделиться или оцепить систему, я хочу, чтобы мои боевые корабли были готовы выполнить приказ в любой момент». Адмирал Дюкейт подготовила несколько вариантов. Сангвини кивнул, по-прежнему изучая изображения. Не сомневаюсь в этом. За орбитой Форуса вплоть до холодной сферы Холста протянулось огромное пространство в несколько световых минут. В отличие от пустынной, покрытой кратерами поверхности самой далекой планеты, Холст полностью колонизировал Империум. Окруженный кольцом сине-белый мир был богат на насыщенный газом лед, а под покровом тонкой азотной атмосферы поверхность планеты усеивали нефтехимические заводы и громадные города Улья, заселенные рабочими. Благодаря их тяжкому труду получали легкоплывкие сплавы для машин Империи. Останки третьей планеты, которые разведчики механикум считали тяжелым ядром и расколотыми лунами погибшего газового гиганта, образовали астероидный пояс, разделявший плоскость эклиптики Сигнуса на двое. У местных было обиходное название для него. Они называли его «Белая река» из-за высокой отражательной способности астероидов, которые образовывали пояс. К внутренним планетам скопления, соответствующим допустимым параметрам для ничтожного или незначительного атмосферного изменения, относились три мира, соразмерных стерой. Две планеты были житницами, продуваемая ветрами сельскохозяйственная колония Сколтрум и подверженный штормам океанический мир Толок. Третья – густонаселенный столичный Сигнус Прайм и конечный пункт назначения флота. За зоной жизни, ближе к Красному Солнцу, лежал Сигнус-3 и внутренняя планета Кол. Оба мира населяли люди, но это были насыщенные радиации скалы, где располагались только небольшие аванпосты и шахты. Сангвини и его командиры много дней изучали карты и данные по скоплению Сигнус, обдумывая, как нефилимы могли захватить каждую планету. Ангел предположил, что они сначала сосредоточились на центральных мирах, захватив столицу и добывающие планеты, потом закрепились там, пока каждый неподвластный им человеческий голос на поверхности не умолк или же не стал молиться на них из-под отвратительных масок из плоти. Магнитное поле Сигнус-Гамма частично замаскирует наше приближение, — сказал Аскоэлон, — если у ксеносов есть патрульные корабли, будет отличный шанс приблизиться на убойную дистанцию, прежде чем они заметят нас. Прикажи передовым разведывательным соединениям выдвинуться на дистанцию атаки внешней планеты, — ответил Сангвини, — все чужие корабли должны считаться вражескими, пока не будет установлена обратная. — Я хочу, чтобы меня поставили в известность, как только противник будет обнаружен. — Снова раздался звон. — Милорд? Сангвини тут же расслышал изменения в тембре голоса адмирала и бросил взгляд на Аскоэлона, который также уловил перемену в тоне. Анализ слов был рефлекторным и таким же мгновенным, как дыхание. Примарх сразу перешел к делу. — Что случилось? Дюкют не стала спрашивать, как он догадался. Она служила ему достаточно давно и знала, что кровавые ангелы все воспринимали быстрее обычных людей. Первоначальное сканирование местного космоса не выявило факелов двигателя и энергетических выбросов, соответствующих имперским кораблям и известным силовым сигнатурам нефилимов. Брови примарха поднялись. Он понял, что это еще не все. Дальше. Сенсоры дальнего действия показывают дрейфующие на левом траверсе металлические объекты, недалеко от Форуса. По своему усмотрению я отправил на разведку корабль. — Ваше предположение? — Это, скорее всего, брошенные корабли, Лорд Сангвини. Энергетические и жизненные показатели отсутствуют. Мы отслеживаем в этой зоне следы интенсивной стрельбы. Дюкёть замолчала, словно стараясь подобрать правильные слова, некие аномальные энергетические показания. — Что насчет автоматических сигналов? — спросил Аскаэлон, когда его повелитель прошел через мерцающий гололит к изогнутым окнам купола наблюдения. — Не обнаружены. Скрытый в словах адмирала подтекст был непонятен примарху и командиру гвардии. Они переглянулись, обдумывая ее слова. В любой колонизированной звездной системе, даже находящейся под полным военным управлением, должны быть сфера ВОКС-переговоров между кораблями и орбитальными станциями, утечка информации из торговых сетей и даже низкочастотный поток гражданских радиопередач. Заглушить голоса даже одной планеты было практически невозможно, не говоря уже о семи. «Я бы посоветовал астропатам найти их родичей», — предложил Аскаэлон, захватчики могли подавить ВОКС-связь по всей системе. Когда Дюкюйт снова заговорила, примарх понял, что заметил в ее тоне нечто, о чем она не говорила открыто, она боялась. — Согласна. Каналы связи. Они включены, но по ним ничего не передают. Она раздраженно произнесла. — Простите меня, господа. Я никогда прежде не сталкивалась с подобным. — Дайте мне послушать, — сказал Сангвений. Сию минуту. Когда аудиоканалы переключили, послышался слабый треск, а затем поток шума, медленного и зловещего, исходящего из губ среброликих феррувимов. Это были помехи мертвого космоса, нейтральные звуки фонового излучения, испускаемого в пустоту звездами Сигнуса и бесконечными триллионами других радиоактивных источников, которые формировали шум Вселенной. И все же это был неон. Тональность совершенно неверна. Слова произнес Мендрион, который стоял в стороне. Он многие часы был безмолвен и неподвижен на своем посту у командного трона, но звук из громкоговорителей тут же заставил его высказать свои мысли вслух. Сангвиний кивнул. Сангвиния скользала от него, растворяясь и отступая каждый раз, как примарх пытался на нем сфокусироваться. Что он слышал? Шепот имя? Паракустическое шипение, такое далекое, словно выстрел на другой стороне мира. Губы сангвиния раздраженно жались, и наконец, он сдался, проведя ладонью по горлу. «Достаточно, Адмирал», — произнес Аскоэлон, и сигнал резко отключился. «Что вы об этом скажете, джентльмены?» — спросила Дюкёйт, и ее обычное хладнокровие вернулось. «Я хочу, чтобы группа вокс-перехватов поддерживала постоянное наблюдение до обнаружения изменений», — сказал ей Сангвиний. «Если это какая-то уловка ксеносов, нам стоит держать ухо востро. В то же время действуем по плану. Слушаюсь, Дюкёйт отбой. Что это был за звук, во имя Ваала?» — тихо спросил Логос. «Клянусь, у меня от него мурашки по коже пробежали. Какой-то вид подавления средств связи, вот и все», — твердым тоном произнес Аскоэлон. Сангвиний посмотрел по очереди на каждого воина почетной стражи, изучая их реакцию на только что услышанное. Его взгляд остановился на Мендрионе. «Ты согласен?» Сангвинарный гвардеец застыл, тут же позабыв о своих размышлениях. «Да, повелитель. Как сказал командир гвардии, должно быть, это тактика подавления нефилимов». Примарх отвернулся, хотя было непонятно, удовлетворен ли он ответом. «Аскоэлон, свяжись со всеми командирами авиакрыльев и капитанами легиона. Мне нужен полный отчет о ситуации от всех соединений флота до того, как мы выйдем на орбиту Форуса, и тактические оценки от разведывательных кораблей». Аскоэлон четко отдал честь, и остальные гвардейцы повторили за ним. Сжатый кулак Мендриона поднялся к груди всего на долю секунды медленнее других, и его лицо окаменело. Вокс-шум было непросто забыть. Даже сейчас он таился в подсознании, застряв в голове, как заноза. Небольшим усилием гвардеец отогнал его, заглушив воспоминаниям о военной симфонии, которую услышал на концерте много лет назад во время смотра на ванахиме. «Глупо», — подумал он, — «искать сходства там, где их нет». На миг Мендриону показалось, что он услышал голос в океане белого шума, похожий на хриплое бормотание или змаиное шипение. Голос произнес нереальное, несуществующее имя. Кровавый ангел позволил воспоминанию о музыке заглушить ощущения. Следуя за командиром, Мендрион выбросил слово из головы, и через несколько секунд имя было забыто. Крейсерский отсек левого борта в нижнем крыле красной слезы был очищен, что позволило фрегату Нуметр пристыковаться. В качестве мер предосторожности весь обслуживающий и гражданский персонал перебросили на другие работы. Разведывательный корабль завис посреди огромного пространства, яркие лучи света омывали его борта. Экипаж Нумитора согласился оставаться на корабле, пока группа медицинских сервиторов, ведомая хранителем Берусом в герметичном доспехе, осматривала каждого гардемарина и собирала детальные отчеты о том, что они обнаружили в зоне крушения. Мерас остановился у широкого воздушного шлюза и надел шлем, застегнув его нашейным замком доспеха. Он услышал пронзительный звук воздушного давления, а в периферийном зрении вспыхнула колонка активных значков. Воздух из помещения вытек, заглушив звук до слабого гула внутренних систем доспеха и скрежета собственного дыхания апотекария. Он бросил взгляд на стоящих рядом кровавых ангелов. В переходном шлюзе его ротный командир, капитан Фурио, беззвучно общался с одним из апотекариев красной слезы, их беседа шла на отдельной частоте. Здесь находилось несколько космодесантников из отделения брата сержанта Мадидуса, но большую часть группы составляли медики, срочно вызванные из дюжин частей почти без объяснений причины. Мерас задумался, зачем флагману примарха понадобились вооруженные боевые братья для сопровождения медицинской группы, но оставил вопрос при себе. По легиону уже распространились слухи, что Нуметр и другие разведчики нашли что-то необычное среди погибших судов, дрейфующих за границами скопления Сигнус. Дальний люк воздушного шлюза медленно и бесшумно открылся. По общему каналу раздался голос Фурио. Задействованы протоколы работы в условиях вакуума. В доках включены гравитационные системы, но не подходите слишком близко к фрегату. Мерас оглянулся и увидел Нуметр, застывший в центре просторного открытого отсека, подобно огромному красно-серебряному кинжалу на оружейной стойке. Фалы и мостики удерживали корабль на месте перед зияющим выходом в открытый космос. С этой точки апотекария Мерас видел высоко вверху только часть носа красной слезы. Но его внимание немедленно привлекли ряды полипластовых контейнеров, расставленных аккуратными рядами на служебной палубе. Мерас узнал знакомые формы разборных гробов. Ему много раз приходилось закрывать павших внутри подобных контейнеров. «Наши братья!» произнес по общему каналу один из апотекариев, забыв на миг о протоколе. Бестрастный шлем капитана Фурио отрицательно качнулся. «Эти погибшие не из числа наших. Потерь не было, он позволил осознать сказанное и продолжил. Каждому из вас отведено определенное количество тел. Вы изучите их и суммируете полученные сведения. Придерживайтесь процедур при биологической опасности, немедленно докладывайте о любых аномалиях. Мерас последовал за собратьями на служебную палубу и обнаружил четыре гроба, предназначенных для осмотра. Остановившись и перепроверив замки доспеха, он активировал медицинскую перчатку на правой кисти и включил головки сканера. Апотекарий Минорис, который необдуманно высказался, был неподалеку со своей группой покойников. Он посмотрел на Мераса, и в ушах последнего раздался щелчок, когда легионер обратился к нему по отдельному каналу. Зачем они это делают? Спросил он. Зачем принесли эти тела сюда, если боятся какой-то заразы? Стандартная рабочая процедура. На красной слезе самые лучшие медицинские лаборатории и техническое оборудование во всем флоте, — ответил Мерас. Второй апотекарий ничего не сказал и открыл один из гробов со звуком вытесняемого воздуха. Мерас услышал по открытому каналу сдавленный вздох. Он осторожно повторил процедуру. Крышка контейнера скользнула назад, и Мерас уставился на то, что казалось грудой одежды, странным образом уложенной в форме человека. Фональ на ранце включился и изгнал тени внутри гроба. Сначала показалась крупная розовато-серая маска, которая пародировала форму человеческого лица, слегка мерцая налетом кислородного льда. Мерас осмотрел гроб сверху донизу, за оптикой шлема прищурились глаза, когда он попытался понять, на что смотрит. Первой мыслью было, что это Эльдар, и в ответ на нее заныла зажившая рана в животе. Маска из плоти напомнила ему ксеносов-грабителей и кровожадную забаву, которой они предавались со своим жертвами. Мерас видел, как они отрезали лица у своей добычи и пришивали их к плащам в качестве трофеев. Но это было не то же самое. Тело перед ним было целым. Космодесантник протянул руку и разрезал одежду, открыв труп женщины, что обнаружилось не сразу из-за его состояния. Ауспик медицинской перчатки тикал и стрекотал, выполняя сканирование, и внутренние базы данных устройства также оказались незнакомы с родом этой смерти. У тела отсутствовала форма, оно было настолько обмягшим и чахлым, что наводило на мысль о специфической форме разложения, и тем не менее Ауспик настаивал, что труп хорошо сохранился в космическом вакууме. Мерас предположил, что тело было раздавлено очень сильным ударом. «Мне сообщили, что разведчики нашли обломки более дюжины разных кораблей, дрейфующих в гравитационной тени Форуса», сказал другой кровавый ангел. Гражданские буксиры, мониторы сил обороны, шаттлы. Многие из них даже не могли совершать варп-переходы. Траектория говорит, что они бежали из внутренних миров. Мерас наклонился к гробу, чтобы осмотреть руку мертвой женщины. Корабли были разорваны на части. Он кивнул. «Нефилимы используют смещающее оружие. Очень эффективное на близкой дистанции, руками Роса коснулась трупа, пальцы женщины были как лоскуты ткани, мягкие и скомканные. Нет», — возразил другой апотекарий. «Я имел в виду, буквально разорваны на части. Словно некая сила разрубила их». Мерас слушал в полуха, потеряв кожу на руке трупа. Она легко мялась, мышечное окоченение отсутствовало. На ум пришла необычная мысль, он осторожно вытянул боевой нож и разрезал предплечье женщины, прямо над кистью. Клинок легко прошел сквозь плоть, не встречая сопротивления. Апотекарий пристально рассматривал удивительно бескровный обрубок. Он видел нервы, вены и артерии, мышцы. Апотекарий снова посмотрел на тело, на его странным образом опустошенную, обмягшую оболочку. У нее нет костей, он ткнул плоть, чувствуя, как она подается от его прикосновения. Ему пришлось повторить, чтобы осознать смысл сказанного. В этом трупе нет костей. Он положил обратно отрезанную конечность и перешел к следующему гробу, затем к остальным. Все мертвецы в них были мужчинами, одетыми в униформу корабля-топлевозаправщика. Их тела были такими же сморщенными, как и у женщины, руки и ноги дряблыми, а головы сдавленными. Это были мешки из кожи и мяса в форме людей, деформированные собственным весом. Он огляделся и увидел, что его братья пришли к такому же выводу. Каждый из десятков мертвецов на служебной палубе умер похожим образом. «Их кровь изменена», — сказал младший апотекарий. Он вытащил пузырек с кровью и поднял его на свет. Вместо багровой жидкости вещество внутри стеклянной пробирки было густым и вязким маслянистой пастой почти пурпурного цвета. Мерас встал. «Как такое возможно?» «Этот вопрос я хочу задать тебе и твоим братьям», — раздался по вокс-каналу новый голос, и к ним подошел еще один старший офицер, с ним был капитан Фурио. Мерас узнал знаки отличия капитана Ролдорона и поклонился обоим ветеранам. «Милорды!» «Отвечай, — Мерас приказал Фурио, — ты для этого здесь. Мне нужно сделать более глубокие анализы», — он запнулся. Признаюсь, никогда не сталкивался с такими повреждениями. «Позже, — потребовал Ролдорон, — в данный момент мне нужны ваши первые впечатления. Входящие ранения отсутствуют», — высказался другой апотекарий. «Не похоже, чтобы их кто-то вскрыл, вытащил скелеты и снова зашил. Могло это произойти в результате воздействия вируса или биологического оружия?» — спросил Фурио. «Это могло растворить человеческие кости и хрящи?» «Нет, сэр», — покачал головой Мерас, обдумывая эту версию. Тогда внутри тела остались бы отходы. Было бы вздутие, выход токсичных веществ. Он на мгновение замолчал. Теоретический сбой во время телепортации мог вызвать нечто подобное. Но не настолько равномерно и не с таким количеством жертв. Мерас указал на ряды гробов. Это только те, что доставил Нуметр, Ролдорон был мрачен. Командир фрегата уведомил меня, что они нашли на дюжине брошенных судов сотни таких же бедняк. Мерас почувствовал, как скрутило живот от отвращения. Сложно было представить, какой смертью эти мужчины и женщины умерли. Были они. Сознание, когда это с ними случилось. Фурио взглянул на Ролдорона. «Первый капитан, мы определенно столкнулись с новым видом оружия ксеносов». Ролдорон кивнул. «Я видел достаточно. Нужно сообщить примарху. На них уставились холодные, суровые линзы шлема. Без разрешения вашего командира вам запрещено обсуждать то, что вы здесь видели, это понятно». «Так точно», — сказал другой апотекарий. Мерас долго молчал. Он вспомнил случай, который произошел много лет назад, когда после битвы с Нефилимами он получил от первого капитана такой же приказ. «Как прикажете», — ответил он. 6. Страх. Форус. Звезды гаснут. Сангвини не имел своего места на мостике флагмана. Он сам так решил, командный трон находился в личном святилище на верхних уровнях башни управления Красной Слезы, но фактически у него на корабле не было формального центра власти. Эта легкая скромность практиковалась на боевом флоте Кровавых Ангелов с самого начала правления Сангвиния. Примарх отказывался занимать капитанское кресло на любом корабле своего флота, чтобы не ослаблять власть командующего офицера. Сангвини стоял, положив руку на высокую спинку трона адмирала Дюкейт, пока хозяйка корабля управляла своим экипажем. Ангел был неподвижен и безмолвен, как и воины почетной стражи, которые ждали в нишах, задрапированных багровыми портьерами, по обеим сторонам мостика. Центр командования и управления Красной Слезы напоминал небольшую боевую арену или круглую театральную сцену. На самом нижнем уровне находились основные операционные пульты управления, занятые Дюкейт и ее старшими флотскими офицерами. Далее поднимались тремя ярусами, наподобие зрительских лож, полукруглые площадки вторичной и третичной рабочих станций остального командного состава. Артиллерийских и инженерных офицеров, специалистов систем обнаружения и многих других. Вместо капитана ядром космического корабля и ведомого им флота была адмирал, возвышающаяся над всеми и наблюдающая за экипажем с видом надменной королевы. Только одни существа имели право находиться выше всех. В потолке в небольшом углублении из серебристого металла, украшенном гравюрами созвездия и символов звезд, была видна нижняя поверхность обитаемой сферы, где в невесомости жили навигаторы красной слезы. Запертые за толстыми, заглушающими чувства стенами, псайкеры пребывали в бессознательном состоянии, пока корабль находился в обычном пространстве. Их кузены по женской линии, астропаты, не были столь везучи. Они жили в модуле глубоко внутри корабля, защищенные слоями тяжелой брони и энергетическими барьерами. Тайные технологии соединяли астропатов с механизмами психического проецирования мыслей, бесконечно сложными системами, которые так восхищали Примарха. Сообщение из астропатического святилища не вселяло оптимизму. Сангвини приказал им дотянуться разумами до скопления сигнус и прослушать переговоры своих сородичей. Принятые автоматическими передатчиками флота помехи безжизненных воксов беспокоили его куда больше, чем он показывал. Ангел надеялся, что телепаты смогут найти какой-нибудь след в глубине звездной системы, который даст понять что Кровавые Ангелы успеют спасти эти миры. Когда Примарх спросил их, что они слышат, псайкеры зарыдали и заговорили с синететическими загадками. Астропаты настолько разволновались, что Ангел подумал, как бы они не навредили себе. В конце концов, не получив ответов, Сангвини оставил их под охраной и вернулся на мостик. Судя по всему, уловки, которые использовал враг, чтобы заставить замолчать сигнус, простирались на эфирный мир так же, как и на реальный. «Я не знаю, что сказать об этом, милорд», — голос Дю Кюит вырвал его из минутной задумчивости. Адмирал протягивала ему пикт-планшет, который он дал ей несколькими мгновениями ранее. На его стеклянной поверхности медленно прокручивались снимки с фотокамер перехватчиков типа Ворон, показывая стробоскопические изображения поля обломков и плазменных сгустков в космосе. Структура повреждений напоминает детонацию глубоко внутри корабля, она подняла голову, чтобы посмотреть на примарха, крошечная женщина, окруженная широким металлическим каркасом кресла. Он кивнул, пряди светлых волос упали на лицо. «Я тоже так думаю», — согласился Ангел, — но сканограммы не показывают ни признаков теплового повреждения, ни следов, подходящих для химического или ядерного взрыва. Дюкют кивнула, нахмурившись. Как и необычных частиц. Значит, это не могло быть редким оружием вроде гравитационного лезвия или конверсионного луча, — Адмирал повернулась и, не прерывая разговора, кивком головы отдала приказ младшему офицеру. Эти островы выглядят так, словно были разорваны изнутри. Словно клетки, вскрытые злобным зверем. Аскаэлон подошел ближе, уловив обрывки разговора. Он слегка поклонился своему повелителю. Я не могу понять, как и почему эти корабли вообще оказались в этом районе космоса. У большинства нет варп-двигателей, и они не способны развить половину световой скорости, и тем не менее они, по-видимому, держали курс в межзвездное пространство. Им понадобились бы века, чтобы достичь ближайшей звездной системы, и еще тысячелетия, имперского мира. Чтобы ответить на этот вопрос, командир гвардии, сказала Дюкюит, требуется то, чего нету Легионеса Астартес. И что же? Страх. Сангвиний заметил скачок в ее пульсе по микроскопическому изменению цвета бледных щек и движению тонких рук. Адмирал продолжила. Задумайтесь. Люди на этих кораблях были так напуганы, что с готовностью бросились в объятия глубокого космоса. Перспектива медленной смерти от голода по мере истощения запасов пищи, от удушья или переохлаждения при выходе из строя системы жизнеобеспечения. Возможно, они надеялись, что найдут здесь спасителя, сказал Примарх, на мгновение представив себя на их месте, но здесь не было никого, кто мог бы им помочь. Кто опередил бы смерть, которая в конечном итоге настигла их. Они не так боялись этой смерти, как ужаса, что изгнал их из дома, заметил Аскаэлон, поморщившись. Такая точка зрения так же чужда мне, как и любой Ксенос Адмирал, аугментированный помощник Дюкют подошел к командующей. Носовые наблюдатели сообщают, что мы выходим на дальность прямой видимости планеты Форус. Скорость флота снижается согласно вашим приказам. Мы пересечем границу системы Сигнус приблизительно через две минуты. Объявить боевую тревогу по флоту, ответила она, покажите мне планету. Офицер отдал честь и повернулся к передней части командной палубы. Смотровая система. По его приказу открытая носовая часть полукруглого амфитеатра разошлась, а обращенные в космос широкие порталы из армированного стекла изменились. Электромагнитные заряды ударили по молекулам прозрачного вещества, изменив плотность и структуру самого большого иллюминатора, безукоризненного диска, установленного в эллиптическом каркасе, который напоминал человеческий глаз. Внешнее изображение стало четче, показав детально нос красной слезы вместе с эскортом. Линкоры Игнис и Завет Вуала двигались на траверзе огромной баржи, а за ними свет Сигнус Альфы огибал сферу Форуса. Смутные в красном ореоле очертания планеты с каждым мгновением становились все отчетливее. Примарх первым почувствовал неладное. Аскаэлон, подозвал он командира гвардии. Ты видишь? Цвет. Сангвинарный гвардеец метнул взгляд на ближайшую панель управления системами, за которой работала младший лейтенант по навигации. Экран показывал созданный кагитатором образ, извлеченный из обширных информационных источников красной слезы. Картинка была создана на основе данных зонда и отчетов Имперского колониального бюро переписей. Стандартный планетарный каталог, запись для Сигнус-7, местное наименование Форус. Изображение показывало непримечательный шар из камней льда, испещренный кратерами от ударов астероидов. Он напоминал сферу, сделанную из фарфора и покрытую неровными линиями, словно сброшенную с большой высоты, а потом заново собранную. Альбедо планета неверная, сказал ему Сангвений. Грязно-белая окраска Форуса должна была резко выделяться на фоне кровавого света звезды, но вместо этого планета полностью поглощала ее свечение. Всем кораблям передового эшелона, вызвало Дюкюит, обследовать Форус сенсорами и доложить. Информация незамедлительно начала стекаться в буферы данных красной слезы. Аскаэлон увидел, как на верхних ярусах включились дюжины вспомогательных экранов, это кагитаторы обрабатывали новые показания. Форус был домом для 90 тысяч колонистов, сказал Примарх, глядя на передний портал, но, боюсь, больше он таковым не является. Посмотрите на поверхность. Острый ум командира гвардии уловил связь между тем, что он видел, и образом, который не покидал его мысли. Форус не попал, как он думал, под частичное затмение звезды, отчего поверхность планеты стала темной. Планета выглядела сожженной до черна от полюса до полюса. Не было видно подробностей рельефа, а все остальные цвета полностью исчезли. Докладывает Игнес, сказал помощник Дюкюит. Они запустили зонд в гравитационный колодец планеты. Дроны показывают отсутствие атмосферных помех и излучения энергии окружающей среды. Они были в процессе терраформирования Форуса, настойчиво произнес ангел, там будут следы. Да, милорд, майор слегка поклонился. То есть нет, милорд, там ничего нет. Телеметрия зонда показывает, что мир полностью мертв. Безжизнен. До микроскопического уровня. А Скайлон заметил, что его повелитель стал полностью неподвижным, только великолепные крылья, сложенные поверх брони, слегка пошевелились. Лорд Сангвини, обратилась Адмирал. Что нам делать? Мы пересечем орбиту Форуса через минуту. Здесь для нас ничего нет. Сообщил через мгновение примарх, сохраняйте курс и двигайтесь в направлении центра системы. Командир гвардии понял, что не может отвести взгляд от мертвой планеты. Она проплыла перед носом красной слезы на одном уровне с флагманом, когда тот вошел в пределы системы. А затем, подобно глазу океанского хищника, который медленно вращался, следя за движением добычи, Форус зашевелился. Черная сфера начала менять облик, оборачиваясь против обычного вращения, а выжженная поверхность покрылась рябью. На дюжине панели управления зазвучали сигналы тревоги, когда сенсорные сервиторы обнаружили явления, которые не совпадали ни с одним планетарным движением, известным или рассчитанным их программами. Сангвини шагнул вперед, подойдя к бронестеклу иллюминатора, его руки надавили на прозрачный барьер. «Адмирал, прикажите флоту увеличить дистанцию с Форуса, немедленно». «Что?» А Скайлон мгновение пытался сформулировать вопрос, когда Дюкьюит выкрикнула приказ за его спиной. «Что там происходит?» «Я не знаю», – прозвучал ответ примарха, от которого по телу гвардейцу прошла ледяная дрожь. Форус вращался и вращался на виду у каждого космического корабля флота Кровавых Ангелов, невероятно быстро проходя цикл смены дня и ночи, словно его связь с законами природы была разорвана. Наконец темная сфера обрела какое-то устойчивое состояние, повернувшись тем, что считалось ее южными полярными районами, красной слезей ко всем, кто смотрел через иллюминаторы и экранные трансляторы. На черной опустошенной поверхности Форуса, там, где вспыхнул огонь, появился новый, огненно-оранжевый, цвет. Если бы на планете находились люди, они увидели бы, как покрытые сажей, обезглавленные горы погружаются в бездонные карстовые воронки, а от горизонта до горизонта расползаются громадные трещины. Высоко в небо ударили раскаленные струи магмы, выброшенные из самого ядра планеты. Это жуткое зарево было видно с орбиты. А сверху и только сверху постепенно прояснялся полный размах того, что творили с Форусом. Сначала появилось впечатление внезапной и необъяснимой геологической катастрофы. Гравитация пограничной планеты возросла многократно, из-за чего по поверхности протянулись разломы шире океанических заливов. Планеты умирали подобным образом, разрушаясь под собственной массой и раскалываясь на части. С точки зрения астрономии, это был обычный эпизод. Но никогда подобный процесс не происходил так неожиданно и без видимых причин. Он как будто начался с появлением зрителей. Форус не умирал, с ним творилось нечто совершенно иное. По планете тянулись чудовищные трещины, которые вопреки здравому смыслу были идеально ровными. Они, пересекая друг друга, разрезали слои почерневшей горной породы и пылающего льда. Массивы суши раскалывались с математической симметрией, слишком точной и безупречной, чтобы быть творением истерзанной природы. Казалось, невидимое божество держало форус у могучих в когтях, вырезая линии на разрушенной поверхности, как человек, аккуратно рассекающий кожицу созревшего плода. Процесс закончился так же быстро, как начался. Планета вначале обрела, а затем утратила новую атмосферу, когда огромный объем токсичных газов вырвался из пылающей каменной мантии в космос. Ландшафт Форуса фантастически изменился, слепленный в паутину забитых магмой каньонов, достаточно широких, чтобы поглотить город улей. Из всего этого возник грандиозный рисунок, одновременно безупречный и ужасающий. С мостика красной слезы символ был отчетливо виден, пылая подобно клейму на фоне тьмы. Одновременно протянулись огненные линии и одна за другой пересеклись, образовав зловещую восьмиконечную звезду. Примарх нарушил царившую на командной палубе гробовую тишину, отвернувшись от догорающих останков планеты. — Это послание. — Что оно значит? Голос майора дрожал. — Запомните мои слова, — сказал Санглиний, оскалившись. — Я получу ответ на этот вопрос, даже если мне придется вырвать его из глоток наших врагов. Он произнес эти слова с холодной, жестокой решимостью. Если это было сделано, чтобы лишить нас мужества, то ксеносы недооценили волю. Милорд, Адмирал Дюкюйт поднялась с командного трона и нажала на вокс бусину в правом ухе. Срочное донесение с тяжелого крейсера «Чаша». Оскайлон вспомнил имя корабля, тот входил в состав арьергарда, следуя в нескольких сотнях километрах позади. Примарх взглянул на нее и Дюкюйт продолжила. И такое же донесение с нескольких других. Из медной бусины было слышно дребезжащее бормотание наслаивающихся радиосигналов. Она сняла ее, пытаясь, насколько могла успокоиться, прежде чем передать новости. Примарх, капитан «Чаша» и несколько дозорных кораблей докладывают о необычном астрономическом феномене. Санглиний повернулся к большому порталу и присмотрелся, не обращая внимания на огни опустошенного Форуса. Оскайлон приблизился и услышал тяжелое дыхание Ангела. Санглиний поднял руку и указал в космос. «Там. Ты видишь это?» Командир гвардии посмотрел и скривился, затем у него перехватило дыхание. Звезды. Позади губительного красного свечения Сигнус Альфа и Мерцания ее солнечных сестер менялись скопления звезд и туманностей, которые были видны с красной слезы. У Оскайлона возникло внезапное ощущение, словно на галактическую сцену опустился колоссальный занавес. Огромный покров, непроницаемый и зловещий, заслонил все. Потрясенный и безмолвный, он стоял рядом с Ангелом и смотрел, как гаснут звезды. Уолонар. Кто-то скажет, что триумф на Уолонаре начался с эхо первых залпов по зеленокожей орде Верховного Владыки Урлака Урга, другие, что он был отмечен пролитый кровью, когда Хорус Луперкаль сбросил чудовищного ксеноса с площадки могучей цитадели и тот разбился о плиты. В конце концов, имели значение только победа и завоеванный в тяжелых боях путь, который миллионы солдат и сотни тысяч легионеров прорубили в сердце орочьего нашествия. Огромные орды ксеносов грозили разрушить новые связи, выкованные Великим Крестовым Походом. Поэтому армия воинов из благородных легионов прибыла, чтобы уничтожить эту угрозу до того, как она распространится за пределы сектора, в котором зеленая волна росла с каждым днем. Лунные волки под командованием Хоруса перенесли сражение в сердце орды Урга, ведя в заблуждение армию чужаков отвлекающим маневром. В то время как его отец Император ввел обычных солдат и фаланги титанов по Лонору Майорис, именно Хорус нанес смертельный удар. После убийства Урга зарождающаяся Орочья Империя развалилась, и ксеносов, которых не истребили в грязи огромных полей сражений у Лонора, преследовали на сотнях звездных системах, до самого Чандакса пояса Кайваз и дальше. Грубая сила помогла одержать победу, после чего прозвучал призыв прибыть на празднование триумфа. По приказу Императора Улонор преобразовали в трофейный мир, обозначенный на всех галактических картах и в записях десятин как Мундустрофеум. Он станет не только местом славы, но и зрелищем, которое закрепит эту отдельную победу над силами, выступившими против человечества, а также великим символом самого крестового похода. За 200 тиранских лет Великий Поход Императора пересек галактику, неся единство и просвещение утерянным дочерним мирам Древней Земли. Он отбросил ночь, заново выковал старые связи между цивилизациями, преодолел угрозы чужих, но, к сожалению, часто нес кору. И все же приближались перемены, поворотной точкой которых стали события на Улоноре. Никто из вступавших на этот мир не знал, что эхо триумфа будет разноситься десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Взводы геоформеров Механикум доставили планетарные механизмы и камнеплавилки, чтобы прорезать громадную полосу в изломанном после сражения ландшафте. Миллионы мертвых орков похоронили под перемещенной породой и вершинами раздробленных гор. Механикум уничтожили все следы врагов до последнего и проложили поверх останков ксеносов гигантский проспект, парадный плац, равный площади некоторых городов. Они построили магистраль и установили на ней только одно сооружение, украшенный павильон из черного мрамора и гранита, который был построен по частям на тире, а затем доставлен через космос специальным посланникам. Вдоль дороги тянулись памятные шесты, украшенные черепами орочих командиров, а за ними ярко пылали огромные чаши с бездымным прометием, непрерывно освещая магистраль сине-белым пламенем. Когда механикум закончили, прибыли избранные, чтобы засвидетельствовать свое почтение выигранному сражению, идеалу крестового похода и тому, кто был для всех них отцом. Имперская армия и легионы титанов окружили по периметру район Смотра. Солдаты стояли бесчисленными рядами, их войско походило на море из боевых доспехов и парадной формы. Каждый мужчина и каждая женщина, стоявшие в этот день на земле у Ланора, были выбраны за отвагу и службу, получив до конца своей жизни исключительную честь носить на форме ониксово-золотую триумфальную планку. Награды был выкованной из собранных на поле боя и переплавленных болтерных гильз. Вокруг солдат построились огромные боевые машины коллегии Титаника, вздымающиеся в небо, которые сполосовали инверсионные следы тысяч аэрокосмических истребителей. А над ними, выше белых перестых облаков, в верхних слоях атмосферы медленно плыли боевые корабли, с их пустотных щитов срывались раскаленные потоки, когда они поворачивались бортами, подтверждая свою верность. Наконец легионеры. Из всех генетически усовершенствованных воинств на Уланаре были представлены 14 легионов, и с ними прибыли девять существ непревзойденной силы и великолепия. Девять богов и ангелов во плоти, примархов величайших армий, когда-либо созданных людьми. Мартарион, жнец людей и повелитель гвардии смерти, его смертоносный облик в капюшоне повторяли воины-стражники Савана. Фулгрим Фениксиэце, блистающий своей красотой и пышным облачением, освещенный сиянием золота и платина. Магнус Красный, Алый Король, повелитель неизвестного, чья душа также загадочна для реального мира, как сущность варпа и его призраков. Лоргар Аврелиан, тихий и задумчивый фанатик, скрывающий глубоко в сердце огонь невероятной энергии, он мало говорит и держится на стороже. Его полная противоположность, Ангрон, повелитель гладиатор и сын скорби, неспособный усмирить и сдерживать свою кипучую бесконечную ярость, постоянно находящийся на грани срыва и насилия. Доблестный Дорм, высеченный из камня имперский кулак, непоколебимый и сконцентрированный, тот, кто всегда повинуется, всегда готов исполнить долг. Хан, чьи отделанные мехом одежды и искусный доспех стали свидетелями тысяч историй о легионе белых шрамов, каждый его шаг бросает вызов галактике. Затем сангвини из кровавых ангелов, в окружении почетной стражи в золотых доспехах из сангвинарной гвардии, его могучие крылья сложены поверх боевого доспеха, лик обращен к небесам, приветствуя невероятное, величественное зрелище. И конечно же Хорус Луперкаль, Хорус Лунный Волк, герой Уланора, освободители первой среди равных, Хорус, которому дарован новый почетный титул, выше любого пожалованного прежде. И этот титул будет вечно нести эхо его имени. Кроме команды, исполнения и завершения действия, воспоминания о собственной личности отсутствовали. Если память когда-то существовала, то ее мастерски удалили скальпелями и лазерными лучами. Кусочки мозгового вещества вырезали и выжгли, превратив собственное Я в ничто. Или возможно, больше в чем ничто, если некто был великодушен. Был ли инструмент ценной вещью, достойно похвалы жизнь в рабстве? Возможно, но только если такой службе отдаваться беззаветно. Если же приковать к ней и сделать рабом во имя самой службы, то это совершенно иное. Работа устройства 8-8 КП-2 начиналась и заканчивалась в этом месте, в вышном шатре командира, установленном на южной стороне платформы Великого Триумфа. Легкий ветерок трепал пологий конус верхушки шатра, но сервитор едва зарегистрировал атмосферный эффект. Возможно, в случае изменения погоды пришлось бы модифицировать его операционные параметры в соответствии с условиями, но пока такой необходимости не было. Сервитор не обладал самосознанием, чтобы действовать согласно этим данным. Если требовались изменения, тогда новая директива передавалась в модуль имплантат, который занимал целую четверть черепной коробки устройства 8-8 КП-2. Внешний покров модуля был сделан из меди, отполированной до яркого янтарного блеска, так же как и пуговицы на парчевом плаще сервитора, пряжки на ботинках, разнообразные дополнительные пальцы на длинных руках. Устройство было даром командира 2-го Ксифовского моторизованного полка. После демобилизации вследствие ранений, полученных во время боев на Бракториане, офицер завещал личного слугу легиону лунных волков. Сервитор попал на Ксифс от Механикум приблизительно за 42 года до передачи. До этого устройство 8-8 КП-2 было тойным Сепсея, насильником и убийцей женщин из Ульев Холонона, но как и остальная часть его отвратительной и мерзкой первой жизни, эта информация была изъята и уничтожена. Сепсея был схвачен городской стражей, осужден и приговорен к вечному рабству, адепты при помощи химических препаратов подавили и удалили всю его личность. Вредную индивидуальность, подобно раковой клетке, уничтожили, а то, что осталось от тела, изменили для использования во имя всеобщего блага. Устройство 8-8 КП-2 готовило еду, убирало, стирало и прислуживало, и если не приглядываться к нему, то можно было принять за человека. Конечно, это было не так, под военной униформой плоти кости, которые когда-то были человеком по имени Сепсея, модифицировали более надежными керамитовыми биорганическими имплантатами. Они позволили ему жить дольше обычного человека, обходиться без сна и употреблять в пищу огромное количество питательной каши, словно Гроксу или ездовому животному. Оно не понимало значение места, где работало. Оно не видело разницы между бараками рядовых солдат имперской армии и залами императорского дворца. Все, чем обладало устройство 8-8 КП-2, рабочие расписания, имплантированные в ядро памяти, временные файлы, которые указывали ему, кто хозяин и какой уровень обслуживания оно должно ему предоставить. В этот момент в палатку вошел человек из этого списка, и его движения выдавали раздражение. Для сервитора вошедший был гигантом, способным идти только широкой поступью. Он был облачен в силовой доспех, который гудел с каждым тяжелым шагом. Активировалась подпрограмма, заставив устройство 8-8 КП-2 низко поклониться и пробормотать запрограммированное приветствие. «Милорд Хорус!» «Я жду ваших распоряжений», — голос был хриплым. Хорус проигнорировал сервитора и шагнул в дальний конец палатки, где эластичная вставка в атмосферостойком материале позволяла выглянуть наружу. На Улонаре наступала ночь, но великий триумф продолжался. Корабли в небе сверкали, как сияющие драгоценности, костры потрескивали непрерывным хором, над которым перекатывался шум победоносной армии, подобной океанскому прибою. Здесь люди и сверхлюди праздновали и горевали в равной степени. Они приветствовали Императора и только что назначенного командующего всеми силами Империума, но печалились от известия, что повелитель человечества покидает Великий поход и продолжит свою работу. Хорус скинул с плеч волчью шкуру, даже не посмотрев, куда она упала. Послушный сервитор подошел и поднял ее. После заданной паузы программа устройства 8-8 КП-2 снова дала команду заговорить. — Чего пожелаете, воитель? Воитель повторил Хорус, пробуя слово на вкус. Не похоже было, что его настроение улучшилось. Он повернулся. Принеси вина. — Я существую, чтобы служить. — сервитор неторопливо подошел к столу и взял круглый кувшин Айнохою, который был расписан бегущими волками под полумесяцами. Он наполнил бронзовую чашу и протянул Хорусу. В руках сервитора сосуд казался большим, в ладонях воителя — хрупким. Устройство 8-8 КП-2 вернулось в режим ожидания, немного склонив голову и безучастно наблюдая. Оно не обратило внимания на то, как величественные черты Хоруса омрачил сердитый взгляд, который исчез вместе с глотком вина. В этот момент хлопок откидной двери палатки заставил голову сервитора резко подняться и сосредоточиться на новом госте. Вошедший стоял ниже Хоруса в табеле рангов, но все же был высокопоставленной персоной. — Устройство 8-8 КП-2 следило за человеком несколько секунд, изучая его. Он был таким же гигантом, как магистр войны, но его фигуру странным образом искажали белые формы, плотно прижатые к плечам. — Крылья. — Брат, — произнес с улыбкой сангвений. — Попрости, воитель, он слегка поклонился. — Титул придает столько авторитета, не так ли? Хорус выдавил улыбку в ответ, но она была мимолетной. — Стану ли я ему соответствовать? — Казалось, ангел не обратил внимания на его слова. — Это он станет соответствовать тебе. И ты будешь носить его должным образом. Мгновение растянулось в паузу, затем снова заговорил Хорус. — Как это тебе удается? Ты о чем? — Постоянно находить подходящие слова в нужный момент. — Я вижу, как ты обращаешься к другим кредовым воинам. Даже к нелигионерам. Сангвений развел руками. У всех нас есть немного от дара красноречия отца. — Да, — согласился магистр войны. — Но когда я пытаюсь выразить свои мысли, тот должен сначала подобрать слова, оценить их, затем подстроить. — Ты делаешь это без всяких усилий. — Ошибаешься, — сказал ангел, подзывая сервитора легким движением тонких пальцев. Я просто лучше создаю видимость отсутствия усилий. Устройство 8-8 Капа-2 выполнило распоряжение, принеся новый кубок и вино для обоих примархов. Ни один из них даже не взглянул на сервитора, и тот снова удалился. Я видел посадку императорского катера, кивнул Хорус в направлении посадочных площадок. Кустодианская гвардия готовится к отбытию. — Путешествие на Терру неблизкое, — сказал примарх Кровавых Ангелов. Его тон был странным образом нейтрален. Император Сомниум перешел на дальнюю орбиту. Император несомненно собирается покинуть нас. Он вернется в сегмент Онсалар, а мы... Мы вернемся к нашему крестовому походу. Символ Император Сомниум быстро зарегистрировался в ядре памяти сервитора. Межзвездный корабль уникального класса — допуск безопасности скромного машинного раба даже не позволял ступить на борт одного из его шаттлов-катеров. Голиаф среди космических кораблей, командный центр Императора был сравним по размерам с огромными орбитальными платформами Рига и Скай, которые парили над поверхностью далекой Тера, как гонимые ветрами острова. Когда корабль впервые вошел на орбиту Уланора, то частично затмил Солнце планеты, а рулевой был вынужден вести баржу твердой рукой, чтобы не позволить массе корабля вызвать изменения в местной метеосистеме. «Наш крестовый поход», — повторил Хорус. «Теперь он действительно наш брат. Решив вернуться в Императорский дворец, отец передает его прямо в наши руки». Они на минуту замолчали. «Ты был удивлен, как и остальные», — сказал наконец Сангвини. «Я думал, что он сообщил тебе о своем намерении. Чтобы руководить театром, необходимо крепко держать его в руках», — отрешенно ответил Хорус, — «и основу для этого мы создали здесь». Он замолчал, отвернувшись к окну. Сангвини снова заговорил, не дав Хорусу продолжить. «Думаю, я не вовремя. Ты хочешь побыть один», — он повернулся к выходу, поставив кубок на стол, так и не пригубив его. «Уделю внимание остальным». «И что ты скажешь?» — спросил Хорус ему вслед, и Ангел остановился. «Что нашел меня погруженным в раздумья?» «А это так?» — беспечно спросил Сангвини. «Я думал, этой ночью мы оставим раздумья Ангрону. Он недоволен». Хорус кивнул. «Он все время недоволен. Это его удел», — Сангвини повернулся. «Он в ярости. Я имею в виду, больше, чем обычно. Что-то блеснуло, мгновенно привлекая внимание сервитора, застывшего в ожидании. Хорус дотронулся до платиновой цепочки, на ней висел сапфир, вырезанный в форме око терра. Медальон был символом звания и положения и был пожалован Хорусу несколько часов назад на церемонии посвящения. Ангрон не единственный. Будут и другие, которых разозлит награда, дарованная мне отцом. Когда Пертураба услышит о ней. Он не закончил предложение. Лицо брата на миг омрачилось. Ему не понравится это так. Он будет считать, что звание должно принадлежать ему. И Курция? Сангвини помедлил, прежде чем произнести следующие слова. «Они будут ненавидеть тебя за это. По крайней мере, поначалу». Хорус нахмурился и выпустил медальон из пальцев. «Я никогда не просил ее. Но и сожалеть не буду. И не должен». Сангвини потянулся за кубком и снова взял его. «Брат, мантия магистра войны твоя, и так и должно быть», — он улыбнулся. «Я не могу выразить, как горд и рад за тебя». «Ты», — сказал Хорус, словно только сейчас понял это. Алоргар с Фулгримом. Продолжил его брат. «Ты разве не слышал, как они радовались вместе со мной, когда отец назначил тебя верховным главнокомандующим? Остальные были всего лишь эхом позади, но эти двое чувствуют то же, что и я. Уверен, если бы Рогал не был таким суровым, он поступил бы так же». Дорн пожал мне руку. Для имперского кулака это практически взрыв восторга. Хорус на миг тоже улыбнулся и слегка кивнул. Сангвини продолжил. «Ты знаешь, почему отец выбрал тебя? Это не фаворитизм, не политика и не целесообразность. Не поощрение, ты ведь понимаешь? Это то, что ты заслужил. Потому что ты всегда был лучшим из нас, Хорус. Ты ближе всех душой к людям, которых мы поклялись защищать, ты, сын твоего отца. И давай не забывать о том, что довольно хороший генерал». Сервитор смотрел, как ангел подошел к воителю и похлопал по наплечнику силового доспеха. Такое проявление братских чувств было необычным для существ столь сверхчеловеческой природы. Но повелитель лунных волков все еще испытывал внутреннее сопротивление, которое шло вразрез с его поведением. Хорус посмотрел на брата. «Некоторые будут считать, что это должен быть ты». Сангвини моргнул, заявление застало его врасплох. Затем он покачал головой. «Нет! Ты в это веришь!» «Это имеет значение!» Ангел стиснул зубы. «Любой, кто считает, что я должен быть на твоем месте, кто говорит об этом, ни одного из нас толком не понимает». Несмотря на то, что беседа не содержала приказов для устройства 8-8 КП-2, его внимание оставалось прикованным к двум примархам, как будто даже механические части разума восхищались разговором. «Нет, не я!» «Я!» «Слишком далек!» Крылья Ангела прижались к спине, от легкого движения зазвенели небольшие украшения из серебра и жемчуга, свисающие с перьев. Воитель может только идти по полю битвы и ни в коем случае не парить над ним. Затем улыбка и смех вернулись. «Эта честь могла быть только твоей. Все наши братья, в конце концов, изменят свое мнение. Позволь некоторым из них кривиться и втайне считать себя лучшими, и таким образом ты им докажешь, что их слова расходятся с делами. Ты подтвердишь правоту решения отца, Хорус. Ты уже подтвердил. Ангрон и другие. Им просто нужно понять это. Тебе сейчас нужно, чтобы я сказал то, что ты и так знаешь». «Возможно, и так», — согласился Хорус. «Ты всегда был моей совестью, с Ангвений. Никогда не забывай, как сильно я ценил это». Ангел вытянулся по стойке смирно с лязгом керамита, настолько громким, что сервитор вздрогнул и невнятно забармотал. Сангвений отсалютовал кубком. «Ты поведешь нас вместо отца к окончательной, славной победе к концу Великого Крестового Похода. Я верю в это всеми фибрами души», — Сангвений демонстративно осушил чашу. «И я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе в этом, сколько бы времени на это не ушло». Кивнув, Ангел швырнул кубок, сервитор плавно шагнул вперед, восьмиполая рука раскрылась и с легкостью поймала чашу. Устройство 8-8 КП-2 вымыло посуду и вернуло ее на тележку. Сангвений направился к выходу. «Оставляю тебя наедине с твоими мыслями, брат. И как можно лучше используй эти минуты покоя. Сомневаюсь, что у тебя останется много свободного времени после вступления в новую должность». «Подожди», — позвал Хорус. «У меня к тебе вопрос, который только что пришел мне в голову. Отвечу, если смогу». Воитель не повернулся к брату, когда заговорил. «Я никогда не спрашивал тебя о твоих способностях, сангвений». Сервитор почувствовал, что второй примарх напрягся, услышав эти слова. «Я никогда не спрашивал о твоем восприятии грядущих событий». «Ничего серьезного», — возразил Ангел. «Намеки, не более. Разветое чувство инстинкта, которое иногда проявляет себя во снах». «Безусловно», — ответил Хорус. «Тогда скажи мне, в своих снах ты когда-нибудь видел события этого дня, нашего отца, оставляющего крестовый поход по причинам, которыми он полностью не поделился со своими сыновьями, и эти новые почести для меня. Наконец он повернулся, чтобы посмотреть в глаза своему брату. Ты предвидел хоть что-нибудь из этого? Лицо сангвения похолодело». «Нет». Хорус снова кивнул. «Я тоже». Часть вторая. Собор знака. «Я созываю конклав. Лица в огне. Мороз по коже». Когда капитан Ролдарон вошел, зал из летокаста был заполнен воинами, которые стояли на невысоких постаментах под конусами тусклого света. Все пьедесталы занимали воины в звании не ниже капитана роты. Здесь находилось приблизительно 300 офицеров, представляющих почти все роты девять легиона. На фоне намеренно приглушенных, песочных оттенков стен и полудоспехи легионеров резко выделялись своим кроваво-красным цветом. Опознавательная руна, вспыхнувшая на внутренней поверхности шлема, обозначила место Ролдарона, когда его взгляд упал на свободный пьедестал. Первый капитан кивнул тем, мимо кого прошел. Накир и Галан стояли на один уровень ниже. И вместе с ними, Карминус из третьей роты, пальцы аугментированной руки которого машинально барабанили по ложу зачехленного болтера. Верховный хранитель Берус в красной мантии, скрывающий черный доспех. Почтенный оружейник Метрикулус, вечно взирающий механическими глазами. Ролдарон заметил пятна других цветов, неуместных среди моря красного. Здесь также присутствовал Наблюдатель Космических Волков, присланный Малкадором. Рядом с воином в сером стоял еще один в аспидно-черной броне, его иссеченное лицо обрамляли белые волосы и борода. Акалит несущих слову Крит даже не взглянул на него. Ролдарон поднялся на пьедестал, церемонно снял шлем и прикрепил его к поясу. Напротив одной из стен зала находились еще три пудиума, установленных в форме невысокого зиткрата. Самый высокий был вырезан из красного гранита, копируя сглаженную ветром каменную глыбу. Когда из овального проема появился Сангвини и поднялся на возвышенность, в помещении воцарилась тишина. Его сопровождали Аскаэлон и Зурил, они поднялись вслед за ним и опустились на одно колено. Собравшиеся кровавые ангелы сделали то же самое, и краем глаза Ролдарон заметил, как Крит и Красный Нож поклонились с одинаковой учтивостью. — Встаньте, — приказал примарх. Бросалось в глаза отсутствие его обычной улыбки. — Я созываю Канклав. — Мы внемлем зову, — голос Ролдарона присоединился к хору, отразившемуся от стен. — Флот находится в полной боевой готовности, — продолжил Сангвини, решительные и звучные слова ангела разнеслись в тишине зала, — наши курс и цели не изменились. — Но после того, что мы увидели на Форусе, его благородный облик ожесточился. — Я собрал вас, чтобы мы могли поговорить все вместе. Вы мои сыновья, мои мечи. Есть вопросы, на которые мы ответим разом. — Говорите открыто. — Милорд. Ролдарон едва не вздрогнул от удивления, когда первый воин нарушил тишину. Он мог бы поставить целое состояние на то, что капитан пятой роты не станет высказываться первым. Амит стоял, скрестив руки на груди, темные глаза блестели. — Что вы скажете об увиденном? Форус был предупреждением, — капитан, — ответил примарх, принимая без комментариев прямой вопрос Амита. — Серьезный поступок врага, несомненно, задуманный вселить страх в сердца тех, кто идет против них. Амит почувствовал взгляд Ролдарона и взглянул на него. Вдруг фигура пятого капитана утратила резкость и стала рваной, как данные сенсора с низким коэффициентом усиления. По ней пробежала цветная рябь, прежде чем она снова стабилизировалась. Как и многие кровавые ангелы в зале, Амит не присутствовал в зале физически. В этот момент он стоял на трансляционной площадке на борту боевой баржи «Виктус», которая находилась на другом конце флота. Встроенные в каждый постамент гололитические устройства позволяли всем капитанам Рот присутствовать на собрании, оставаясь при этом на своих кораблях. Работа многочисленных голографических потоков в режиме реального времени требовала больших затрат энергии и высоких вычислительных мощностей кагитаторов, и с таким размахом система работала редко. На дистанции, превышающие несколько световых дней, задержка в передаче сообщений становилась серьезной и создавала проблемы, но так как флот был сосредоточен на небольшом пространстве, зал отлично справлялся со своей задачей. Повелитель, меня волнует не этот сгоревший мир, Амид взмахнул рукой, а тень на каждом солнце. Он позволил фразе повиснуть в воздухе. Это. Пелена, начал капитан Накир. Странное название для теневого эффекта было придумано одним их людей Дюкёть, и за день распространилось по всему флоту. Что это за оружие? Что может убить свет звезд? Звезды нельзя убить, сказал с легкой насмешкой в голосе Хелик Красный Нож, не ожидая, пока его представят, я бы знал об этом. Накир скривился. Но что-то было сделано, и с размахом, который превышает все, с чем я когда-либо сталкивался. Вселенная полна тайн, загадочно произнес Красный Нож, так было всегда. Возможно, волчий капитан. Сангвини взглянул на воина, но мой отец желает, чтобы мы все-таки разгадали ее. Примарх кивнул Зурию. Расскажи им. Сангвинарный гвардеец вынул инфопланшет и прочитал с него вслух. Информация из вахтенного журнала. Дозорные корабли из арергардных крыльев докладывают, что на расстоянии в 6,3 светового дня от обозначенного внешнего ориентира скопления сигнус образовалась непроницаемая масса, похожая на черную тучу. Показания оптических систем дальнего действия подтверждают вывод о том, что эта пелена полностью окутала систему. «Это какой-то вид перемещения», – предположил Галан. «Я слышал истории о мирах, полностью попавших в Имотериум после катастрофических происшествий в Варп-пространстве. Могло это случиться с целой звездной системой и с нами?» Неподалеку Метрикулус потер подбородок и отверг это предположение. Чтобы добиться такого результата, вероятно, потребуется больше энергии, чем во всей галактике. «Это противоречит здравому смыслу». «А что сейчас не противоречит ему?» – почти шепотом ответил Красный Нож. Примарх медленно покачал головой. «Мы остаемся в обычном пространстве, капитан Галан. Наши навигаторы подтверждают это, хотя они докладывают, что потеряны все контакты с Варп-маяками за пределами Пелены. Хронометры неисправны», – доложил Зуриил, – «и тоже касается наших средств связи. Вокс-сигналы, направленные в облако, отразились назад. Остропаты». Он помедлил, бросив взгляд на Ангела, после чего продолжил. Остропат на борту Игнес попытался отправить сообщение сквозь барьер. Он заявил, что его атаковало пронзительное, безумное эхо собственного телепатического голоса. Впервые заговорил о Скайлон. Вскоре после этого он покончил жизнь самоубийством. Ролдарон вдруг счел нужным задать вопрос. «Каким образом?» «Свернул себе шею», – ответил командир гвардии, закрыв тему. Сангвини сложил руки. «Я приказал крейсеру «Гелиос» отделиться от флота. Он возвращается по нашему пути к скоплению Сигнус. Ему приказано тщательно изучить этот феномен». Ходя Ролдарон промолчал, он увидел в глазах примарха беспокойство, которое разделяли все братья без исключения. «Нефилимы способны только на уловки», – проскрежетал верховный хранитель Берус и огляделся, многие братья согласно кивали. Образ Беруса затрещал потоком помех. «На Мельхиоре мы видели, на что они способны. Я считаю, что здесь мы столкнулись с их новыми играми разума и теней», – он угрюмо оскалился. «Вот что они делают, братья. Они напали на нас под видом сверхъестественных сил и колдовства. Такие приемы срабатывают только против слабых и доверчивых. Я видел, как горит Форус. Мы все видели», – ответил Амит. «Это не было иллюзией». Ролдарон согласился с товарищем. «Трупы и обломки кораблей. Уничтоженная планета и барьер. Мы не можем отрицать эти факты, мои братья. Ничего из того, что мы видели с момента входа в скопления Сигнус, не похожа на оружие, которым пользовались нефилимы. Или любой другой враг, коль на то пошло», – добавил Галан. «Могу я высказаться?» Все головы повернулись к несущему Слово, чье изображение мерцало и прыгало, передаваемое с мостика Темной страницы. Примарх кивнул Криду, и тот продолжил. Капитан Ролдарон прав, как и уважаемый Хранитель. Но о чем вы не подумали, так это об образе мышления этих чудовищ. Наш Легион, в отличие от вас, не получил привилегию пролить кровь этих чужих, но то, что мне рассказали, говорит о них как об упорных врагах. И если, как мы считаем, Хан действительно уничтожил их родную планету, тогда, возможно, они последние представители своего вида во Вселенной, он развел руки. «Откуда нам знать, какой тактикой они воспользуются, когда на кону стоит их выживание?» Лицо Амита исказилось, и он ткнул пальцем, его голограмма задрожала. «Ты сообщил нам об этой миссии, посланник. Ты все нам рассказал». На долю секунды Ролдарон увидел проблеск неуверенности в глазах Крида. Затем она исчезла, и несущий Слово покачал головой. «Я могу только поделиться своими впечатлениями как сторонний наблюдатель. Кроме этого, не нечего сказать. Мы узнаем правду», — слова Сангвиния прервали дальнейший разговор. «Пока Гелиос выполняет свою задачу, я также приказал Герми взять отряд легионеров и направиться к Сигнусу-6, планете под названием Холст». «Мирулий?» — спросил Красный Нож. «Это разумно». Один корабль вместо флота, вмешался Аскаэлон. Гермия — корабль-невидимка. Она сможет подойти на дистанцию высадки с минимальными шансами на обнаружение. «Холст безмолвствует, как и остальные миры в этой системе», — продолжил Примарх, «но если он невредим, мы сможем узнать больше о вторжении. Там могут быть выжившие». Крит поклонился. «Я направил капитана Хорокса и двух лучших следопытов для содействия операции. Если на холсте есть живые, они найдут их». Красный Нож поднял брови. «Следопытов?» С сомнением повторил он. Акалит фыркнул в ответ на скрытую колкость. «Не только волки знают, как охотятся, капитан». Ангел внимательно посмотрел на них. «Пока возвращайтесь к своим ротам и готовьтесь к войне», его лицо стало мрачным. «Грядущая битва не будет похожа ни на одну из предыдущих. Я чувствую это своей кровью. Нам предстоят испытания, мои сыновья!» Ролдорон поднял сжатый кулак и произнес слова, входившие в обязанность первого капитана. «За Ваал и Терро!», выкрикнул он звучным голосом. «За Сангвиния и Императора!» «Сангвиния и Император!» Крик эхом разлетелся по всему флоту. Грозовая птица с грохотом покинула кормовой пусковой отсек и вошла в разворот с пикированием возле неактивных сопел двигателя Гермия. Десантный корабль обогнул крейсер Кровавых Ангелов и пролетел мимо полосы обломков, за которой укрывалась Гермия. Яркие ледяные кольца холста когда-то усеивали орбитальные перегрузочные доки, как нанизанные на ожерелье драгоценные камни, но теперь они были всего лишь скоплением металлических фрагментов. Обломки разлетелись по планетарным кольцам, пронизывая сверкающие плоскости из пыли и спутников пастухов. Это была идеальная маскировка для крейсера и десантного корабля, позволявшая первому приблизиться, а второму проскочить остаток дистанции до границы атмосферы. На ледяной мир постоянно падали обломки, и грозовая птица летела под их прикрытием. Вражеская разведка не сможет отличить десантный корабль в небе от пылающих останков. Конечно, это была только теория. В реальности же, если рулевые сервиторы грозовой птицы Дельта-25 Орел Крови не окажутся достаточно хороши, все на борту погибнут в огненном столкновении задолго до посадки на планету. Мерас отбросил эту мысль и поднялся со своего места. Он решил проверить оружие и вспомогательное боевое снаряжение. Так или иначе, они скоро окажутся на холодной поверхности холста. Апотекарий прошел мимо Сарги, который кивнул ему. Готов. Всегда готов, ответил второй кровавый ангел. Мерас взглянул на Саргу и увидел, что тот смотрит на капитана Хорокса и двух других несущих слова, сидящих в корме грозовой птицы. Трое воинов в гранитно-серой броне уже загерметизировали свои доспехи. Вообще-то они прибыли с темной страницы в шлемах и не снимали их на предстартовом инструктаже и взлете. Хорокс и его люди наклонились вперед, каждый из них с головой ушел в чтение маленькой книжки, соединенной адамантиевой цепью с сумкой на поясе. К цепи был пристегнут серебряный медальон, хотя Мерас не смог разобрать запечатленный на нем узор. — Как ты думаешь, что они читают? Сарга пожал плечами. — Может быть, боевую доктрину? — Знаешь, я спросил одного из них, и он показал мне страничку. Ни слова не понял из нее. Все написано какой-то древней клинописью. — Возможно, колхидский текст, — на ходу предположил Мерас. — Когда вернемся, ты можешь попросить Крида почитать тебя. Он взял с оружейной стойки свой болт-пистолет и проверил затвор, прежде чем вложить оружие в кобуру. Апотекари услышал, как за спиной открылся и закрылся люк в кормовой отсек, и несколько секунд спустя на его плечо легла рука. Мерас поднял взгляд на смуглое, серьезное лицо. — Кано. Его боевой брат кивнул. — Я решил присоединиться к тебе. — Не понимаю, — сказал апотекарий, оглядев отсек, где сидели остальные кровавые ангелы. — Я думал, ты должен остаться на флагмане с Раудароном. Первый капитан некоторое время сможет обойтись без меня. На лице Кано появилась натянутая улыбка. — Я попросил об услуге. — Мне было нужно. Он запнулся, поправляя себя, я хотел взглянуть на нее, легионер кивнул в сторону планеты. — Я считал себя безрассудным и вечно попадающим в передряги, в то время как ты — благоразумный, педантичный и задумчивый. Мерас увидел, что Кано уже повесил болтер на плечо. — Я не хочу сказать, что не рад тебе, брат. Просто это неожиданно. И снова эта неуверенность, на этот раз Кано не пытался скрыть ее. Он слишком хорошо знал старого друга. — Все, что касается этой операции, неожиданно. — Да, не спорю, — кивнул Мерас, глядя на товарища. — А теперь, почему бы тебе не рассказать, о чем ты на самом деле думаешь? — Наверняка не об этом железном черепе анелусе. — Хранитель? — Нет, Кано нахмурился. — Уверен, он считает меня целью, которую нельзя упускать из виду. Но я решил держаться подальше от него. Насколько это возможно, он наклонился, заговорив приглушенным тоном. — Ты ведь слышал о смертях? — Остропат Сыгнис. Кано кивнул. — И другие. Эти слова заставили Мераса остановиться. — Были другие. — Другие Остропаты? — Нет, во всяком случае, пока. — Я думал, тебе сказали медики на красной слезе, он сделал паузу. — Самоубийство, Мерас. Не легионеры, а горстка матросов, сервов Легиона. Все они покончили с собой после. Знака на Форусе. Апотекарий задумался над этим. Горькая правда заключалась в том, что некоторые неугментированные люди просто не выдерживали психические нагрузки длительного космического путешествия и боевых операций. Самоубийства из-за неконтролируемых эмоциональных вспышек были суровой реальностью жизни матросов. Он сказал об этом Кано. Но все одновременно. На восьми разных кораблях, в одну и ту же минуту. Совпадение. Кано покачал головой. Я не верю в них, он снова положил руку на плечо Мерасу. — Ты ведь доверяешь мне, брат. На лице Мераса появилась смущенная ухмылка. — Конечно же, глупец. Я обязан тебе своей жизнью. Этот долг заслуживает моей преданности до самой смерти. Адвютант провел его дальше по центральному проходу грозовой птицы, где рев двигателей был достаточно громким, чтобы их беседу не слышали другие. — Я должен кому-то рассказать, — произнес Кано, сразу же став задумчивым. Мерас, я кое-что видел. Апотекарий молчал. Его лицо оставалось бесстрастным, когда Кано рассказывал ему о ярком сне, который видел в келье медитации о бесконечном падении и окровавленном багровом ангеля. В те годы, когда они сражались бок о бок, Мерас видел брата Кано с разных сторон. Ликующим в момент победы и подавленным во время долгой ночной битвы, когда смерть казалась неминуемой. Неистовым и разгневанным, счастливым и смеющимся. Но никогда таким, никогда неуверенным в себе. Ему понадобилась минута, чтобы осмыслить слова бывшего библиария, и без того понимая, что они значат. Мерас не стал обижать Кано предположением, что это не более чем сон. Его друг был обучен искусству владения разумом, и кто, как не он, знал разницу. Если Хранители услышат об этом, тебя выведут из боевого состава, осудят. Как минимум, горько ответил Кано. Если бы не настойчивость самого Примарха, каждый кровавый ангел с такими навыками, как у меня, мог бы разделить судьбу псайкеров имперских кулаков, изолированных от своих братьев и запертых под замком. Если бы Хранителям дали возможность, нас бы сослали на Ваал. Мерас сложил руки. Что ты собираешься делать? Я еще не знаю. Тон равномерной вибрации двигателей грозовой птицы изменился, а под их ногами затряслась палуба. Мы входим в атмосферу холста, сказал Мерас. Кано кивнул, отворачиваясь. Спасибо за совет, брат. Пусть это останется между нами, хорошо? Клянусь, согласился Мерас. Но слова друга оставили чувство беспокойства. Дельта-25 Орел Крови с пронзительным визгом летел сквозь внешние слои атмосферы Мира Улья, волоча хвост из раскаленного плазменного газа и разряженного воздуха. Вокруг корабля пылал дождь из металлических орбитальных обломков, которые на миг вспыхивали, а затем распылялись под действием невероятной температуры в пограничной зоне. Старший летный офицер Баньол сидел в кресле в задней части узкой кабины и всеми силами сопротивлялся перегрузке спуска. Как и инженер Толленс, находившийся за ним, Баньол был сервом Легиона. Это значило, что он был аукселарием на флотской службе, обычным человеком в сравнении с живыми боевыми машинами в отсеке личного состава грозовой птицы. Когда-то Баньол мечтал стать одним из них, космодесантником. Но его грезы давно угасли в холодном свете реальности. Его посчитали слишком слабым. Слишком человечным. А недавно мечты Баньола перестали его прельщать. Пилот смог скрыть эффект стимуляторов, которые он принимал, чтобы не спать, по крайней мере, поначалу. Но теперь он боялся, что его уловку заметят легионеры. В действительности он уже давно боялся. Особенно, когда сны начали просачиваться в язь. Баньол совершил ошибку, взглянув через толстое стекло кабины в безумии потрескивающих плазменных сполохов, вспыхивающих над носом и передним горизонтальным оперением грозовой птицы. Он увидел существ, смотрящих на него из пламенных разрядов, они знали его имя и хотели вцепиться в него. «Эй!» – окликнул Толленс Баньола, судя по всему, не в первый раз. «Следи за дистанцией!» «Ты меня слышишь?» «Мы сходим с глиса до планирования!» Когда офицер не среагировал, Толленс выругался вслух и отстегнул ремни, повернувшись на своем сиденье. «Баньол, ты что там, уснул?» С пилотом что-то произошло, и он резко отвернулся от панели управления, уставившись на инженера с такой экспрессией на бледном, вспотевшем лице, что Толленс отпрянул от удивления. «Ты видишь их, ведь так?» «Лица!» «Лица в огне!» Он ткнул пальцем в окна. «Смотри!» «Смотри!» Озадаченный Толленс немного повернулся. «О чем ты говоришь?» «Ты видишь их?» Баньол не знал, откуда появилась внезапная жажда насилия, но он вдруг освободился от ремней и схватил Толленса за шею. Застегнув врасплох товарища, Баньол вдавил его лицо в фонарь кабины рядом с первым сервитором рулевым. «Смотри!» Закричал он. «Ты видишь их?» Кости хрустнули и брызнула кровь. Инженер обмяк и упал на пульт управления, глаза закатились. Летный офицер захныкал и похлопал по голове Толленса, его охватила паника. Он не собирался этого делать. Баньол моргнул сквозь слезы, следя за тем, как приближается ледяная поверхность холста. Сквозь непрерывную метель были видны созданные людьми постройки, огромные башни-аркологи и вырезанные в вечной мерзлоте огромные земляные сооружения. Он совершил ужасную ошибку, и она привела к убийству. Он не мог позволить легионерам узнать, что он сделал, не мог вернуться. Не сейчас. Никогда. Он должен убедиться, что никто не узнает. Снаружи визжали и хихикали огни, следя за тем, как Баньол вытягивает пистолет и прицеливается в затылок сервитора. Звук был характерным и четким. И был ничем иным, как выстрелом из мелкокалиберного лазерного пистолета. Глухой треск заставил Мироса повернуть голову. «Я тоже слышал», — произнес Сарга, глядя из противоперегрузочной подвески. Он собрался еще что-то сказать, но Мирос не расслышал. Вдруг нос грозовой птицы опустился, и десантный корабль вошел в отвесное пике, сойдя с курса. Прежде чем Мирос смог среагировать, его сбило с ног и отбросило вдоль отсека, швыряя из стороны в сторону, как и все незакрепленные предметы на корабле. Он прикрыл голову, когда пролетел по проходу и чуть не врезался в штабель грузовых контейнеров в задней части отсека. Мирос с трудом поднялся и понял, что его падение остановил один из несущих слова. Их командир Харокс уже встал и направился к люку, ведущему в кабину экипажа. Над их головами затрещали новые лазерные выстрелы, спородичные и неприцельные. — Капитан! — начал Мирос. — Подожди! Харокс проигнорировал его и подтянулся, каждым своим шагом борясь с перегрузкой. Несущий слово, пошатываясь подошел к панели управления люком, и овальная дверь открылась. Мирос нахмурился и, цепляясь за поручни, последовал за Хароксом. Едва широкие плечи капитана протиснулись в кокпит, как к нему устремились лазерные лучи. Летный офицер неистово стрелял, импульсы желтого когерентного света с шипением ударяли в наплечники, нагрудник и шлем Харокса. Лазерный пистолет не был предназначен для поля боя, являясь скорее личным оружием, и только удачное попадание в глазные линзы шлема могло быть опасным для воина. Выстрелы оставляли аполины на толстых внешних слоях керамитного доспеха, но не пробивали его. Харокс шагнул вперед, его темная масса заполнила кабину. Мерас вошел за ним и увидел, как несущий слово выбил оружие из руки серва с треском сломанных костей. Удар был достаточно сильным, чтобы человек отскочил от фонаря обратно в хватку Харокса. В чем дело? Голос несущего слова из дыхательной решетки звучат громко и устрашающе. Мерас осмотрел кабину за долю секунды, стремительно работающий сверхчеловеческий разум обратил внимание на мертвого летного инженера на палубе, на уничтоженных сервиторов, пронзительные сигналы тревоги аварийной системы. Он увидел, что кагитатор автопилота выведен из строя, как и регуляторы тяги и вокс-устройства дальнего действия. «Это самоубийство», — сказал Апотекарий. Слово отдалось в груди, словно сильный удар. «Лица, лица». Серв выпучил глаза, мышцы на шее вздулись, как стальные канаты. Он молотил по шлему Харокса, царапая зеленые линзы и тщетно попытался стянуть шлем, отчаянно дергая замки горжета. «Я вижу лица, вы тоже должны их видеть, лица, огонь и кровь. Лица, лица». Слова человека прервались с влажным хрустом, когда Харокс смял его трахею и отшвырнул тело. Несущий Слово шагнул вперед и посмотрел через фонарь кабины на быстро приближающуюся землю. Острые пики ледяных гор проносились мимо крыльев грозовой птицы. «Кровавый ангел», — сказал он, не глядя на Мироса. «Ты можешь управлять этим кораблем». Мюрос протолкнулся мимо него к вспомогательному пульту управления. «Тебе следовало подумать об этом, прежде чем убивать Серво». Он с мрачным выражением лица уселся в кресло и взялся за рычаги управления. В его гигантских руках они казались игрушечными. «Думаю, нас заметят. Дай всем команду пристегнуться. У нас не будет шанса на вторую попытку». Каждый легионез Астартис проходил гипнотическую тренировочную программу, которая давала ему общее представление о работе машин. В память легионеров вводилась информация о том, как запустить наземный транспорт и обычные воздушные машины, такие как скимеры, штурмовые спидеры и гравицейклы, но о пилотировании грозовой птицы имелись только общее представление. Мерас на мгновение забыл, что он апотекарий, уступив свои рефлексы внедренным глубоко в разум программам мышечной памяти. Он отдаленно помнил, как следует управлять грозовой птицей, подобно человеку, напевающему частично услышанную мелодию. Времени на аккуратное и осторожное пилотирование не было. Левое крыло грозовой птицы ударило в верхушку бело-синего ледяного столба, сбив снежный покров, из-за чего десантный корабль изменил курс. Внизу огромным рокретовым пространством раскинулся главный улей холста, дюжина узких треугольных башен окружала гигантский конус, на каждом уровне соединенная друг с другом сотнями воздушных виадуков и линий монорельсовых дорог. Башни ульи поднимались из низкого и плоского геодезического купола, который, в свою очередь, лежал на пересечении нескольких многополосных магистралей. С этой высоты не было видно ни одной пригодной для посадки площадки, а с поврежденным управлением обычный способ вертикальной посадки грозовой птицы был весьма маловероятен. Пока корабль скользил сквозь студеный воздух, уворачиваясь от сильного бокового ветра со стороны башен, Мерас выпустил посадочные лыжи. В обычных обстоятельствах магистрали и комплексы холста были защищены от тяжелых погодных условий холодной планеты энергетическими стенами. Невидимые барьеры отражали снег и ветер, но, судя по почти однообразному серо-белому покрову на дорогах, система бездействовала уже много дней. Выпуклости под метровым слоем снега скрывали застрявшие и брошенные грузовики из ледовых шахт. Мерас выкрикнул предупреждение по общему воксканалу и включил тормозные двигатели, но повреждения системы управления были слишком серьезными. Грозовая птица Дельта-25 «Орел крови» вынырнул из тумана к магистрали, раскалившийся при входе в атмосферу багровый корпус все еще и спускал пар. Корабль неуклюже приземлился, влетев в сугроб и препятствия под ним, подняв фонтаны осколков льда. Металл раскололся, левое крыло смялось, а корпус завалился на бок. Грозовая птица еще целый километр неконтролируемо скользила по покрытой льдом дороге, пока окончательно не остановилась. Корпус корабля заскрипел, когда из него вырвались клубы пара, тут же превращаясь в мокрый снег металлического оттенка. Капитан корабля Годалфан наклонился вперед в командном кресле и вгляделся в то, что находилось перед носом Гелиаса, словно мог таким образом получить ответы. Он потер чисто выбритый подбородок. «Это чертовски странно», — сказал Годалфан, из-за энигмейского акцента он растягивал слова. Когда крейсер приблизился к темному барьеру, окружавшему скопление Сигнус, на мостике воцарилась тишина. Постепенно люди замолчали, и привычное ощущение профессиональной сосредоточенности уступило место чему-то другому. Это не был страх, капитан отказывался использовать это слово. Возможно, трепет. Было сложно смотреть на необъяснимую завесу из черного дыма и не чувствовать, что во вселенной происходит что-то совершенно неправильное. За шесть десятилетий службы в имперских вооруженных силах Годалфан видел много всякого и куда только его не заносило, но абсолютная неестественность странного покрова подействовала на него необъяснимым образом. По правде говоря, это был всего лишь мрак. Всего лишь странный звездный феномен, огромный космический занавес, созданный врагами человечества. Да, он внушал тревогу, далее пугал. Но не был способен подавить волю человека. Дистанция до внутреннего края. Вопрос задал капитан Резнер, лейтенант-командер 164-й роты. Громадный легионер стоял возле оружейной консоли, его истребиное лицо обрамляли длинные черные волосы. Резнер был одним из пятидесяти кровавых ангелов на борту Гелиоса, отправленных по приказу примарха изучить то, что сервы называли пеленой. Когда ответа не последовало, Годалфан сердито взглянул на высокопарного офицера. «Отвечайте, лейтенант Деквен». Молодая женщина работала за своим пультом и заметно волновалась. «Если бы я могла, сэр». Годалфан поморщился и поднявшись с кресла, направился к лейтенанту. Капитан корабля родился на орбитальных сетях Энигмы, и у него была походка, типичная для человека, выросшего в условиях низкой гравитации. «Объяснись», — потребовал он, наклонившись на Деквен, чтобы рассмотреть голограф, который показал данные ее сенсора. «Сэр, я не могу, потому что координатные сетки Ауспека не регулируются, она указала на область непонятных данных на дисплее. В какой-то момент не было ничего, словно сенсоры отключили. Затем данные сканирования, кажется, появились, синхронно сдвинутые по фазе. В другой раз я обнаружила энергетические структуры, которые не соответствовали ни одной записи. Она нахмурилась. «Сейчас я получила данные, показывающие наличие органической материи». «Органической?» — недоверчиво переспросил Годалфан. «Да, сэр», — ответил Адеквен. Капитан корабля отвернулся. «Мы должны подойти ближе, капитан Резнер. Эти эффекты могут быть артефактом формирования барьера», — он оглянулся на главное обзорное окно. В космосе клубился черный туман, движение и формы которого не были похожи на туманность или пылевое облако. Пелена двигалась так, словно у нее была цель, казалось, ее щупальцы нерешительно тянулись к Гелиосу, словно пальцы любопытного ребенка, тайно сжимаясь перед контактом. «Вероятнее всего, — предположил Адеквен, — расстояние уменьшается. Ролевой, — приказал капитан, — удерживать нынешнюю позицию, офицер за навигационным пультом ответил утвердительно, но движение облака не прекратилось. Я сказал «Сток машины!» — рявкнул Годалфан. «Это феномен движется, а не корабль», — сказал Резнер. Годалфан посмотрел на черную массу, в нем росло раздражение. Он верил в здравый рассудок и холодные факты, и ему не нравилось все, что не подавалось попыткам классификации. За самыми дальними слоями пеленые двигались тени. Призрачные формы, которые были слишком симметричными для вихрей космической пыли или радиоактивной энергии. Капитан корабля различал глаза и рты, силуэты огромных лиц с клыками, черное на черном. Все они скалились, глядя на него. Они собрались под уцелевшим правым крылом грозовой птицы. Десантный корабль лежал на боку, и массивная плоскость изгибалась над головами легионеров, укрывая их от непрерывного снегопада. Из трещин фюзеляжа капала жидкость, неиспользованное топливо стекало из пробитых баков в лужу на дороге. По краям она уже покрылась льдом, невероятный холод холста был способен заморозить даже жидкий прометий. Кано нашел Мироса, когда тот оказывал помощь одному из воинов тактического отделения. Неожиданно взяв на себя управление десантным кораблем, апотекарий благополучно его посадил, хотя благополучно было понятием относительным. При аварийной посадке никто из Кровавых Ангелов и несущих слово Харокса не погиб, но несколько человек получили небольшие ранения. Сержант Кассиил в данный момент оценивал их состояние, фактически все были полностью боеспособны, поэтому началось развертывание группы. Кано еле сдержал улыбку, наблюдая, как Кассиил невозмутимо и четко оценивает ситуацию. Грозовая птица больше никогда не взлетит, но для него это только тогда станет проблемой, когда возникнет необходимость в корабле. — Мы на месте и готовы приступить к операции, — сказал Кассиил. — Мерас, брат Ксаган может сражаться. Кивнул он в сторону раненого воина. Прежде чем Мерас успел ответить, Ксаган оттолкнул апотекария в сторону и шагнул вперед. — Это не мое дело, если кому-то хочется летать на грозовой птице, как на десантной капсуле, брат-сержант. — Я готов, командир. — Это значит да, — устало добавил Мерас. — Я не думаю, что будет мудро уйти с места крушения. Капитан Хорокс и двое его людей были невредимы и категорически отказались от предложения Мераса осмотреть их ушибы. — Поступок вашего серва Баниола? — Мы не может просто отмахнуться от него. Он спятил, — ответил Кассиил. — Из-за него мы здесь. К тому же он мог убить нас. Это проблема, но, простите меня, капитан, я не вижу, как этот инцидент помешает нам выполнить миссию, порученную моим примархом. — У нас нет корабля, сержант. Нет ВОКС-связи, чтобы связаться с Гермией. Кассиил кивком головы согласился. — Да, и то и другое, верно. И когда мы не выйдем на связь в установленное время, они поймут, что-то не в порядке. Он не отрывал глаз от Хорокса, но его следующий вопрос был адресован Кано. — Брат, через сколько часов будет объявлена тревога после того, как мы не выйдем в эфир? — Десять стандартных часов. Кано посмотрел вверх, приблизительно при заходе солнца. Один из кровавых ангелов посмотрел на темное небо. — Сейчас день. — Попытайся не уснуть, лейте, — сказал сержант и продолжил. — Десять часов, капитан. — Более чем достаточно, чтобы разведать внешние районы главного улья холста. Кассиил прервался, и, наконец, дошла очередь до слов, которых все ждали. — Если только воспользовавшись своим званием, не захотите отстранить меня от командования, этой операцией. Тогда вы можете делать все, что захотите. — Сэр. Хорокс ничего не ответил, и Кано задумался, переговаривается ли он со своими товарищами. Затем по общему каналу связи снова раздался хриплый голос. Приказы капитана Фурио были предельно ясны, сержант Кассиил. — Вы командуете этой операцией. Я со своими людьми последую за вами. Кассиил кивнул. — Вот как мы будем действовать, итак стрелковая цепь, интервал 15 метров. Вокс перекличка каждые десять минут, он повернулся и указал на магистраль. Согласно картам эта дорога ведет к главному атриуму верхнего города, так что нам нужно следовать по ней. — Установите все термодинамические и инфракрасные сенсоры на максимальную чувствительность. Если на этом ледяном шарике есть хоть что-то живое, мы или убьем его, или спасем. — Ясно? Легионеры молча кивнули. — Тогда выдвигаемся. Ксаган, если так сильно хочешь показать себя, пойдешь впереди с одним из следопытов капитана Хорокса. Кано вытащил болтер и занял свое место в строю, задержавшись, чтобы взглянуть на упавшую грозовую птицу. Она уже покрылась слоем снега. — Через пару часов корабль будет полностью засыпан, — сказал идущий рядом Мерос. Адвютант оглянулся на полосу на льду, которая осталась после их посадки. — Спасибо, что не убил нас, — ответил Кано, пытаясь выбросить из головы произошедшее. — Мы теперь в расчете. Мерос проигнорировал легкомысленность в тоне брата. Баниол пытался себя убить. Как и остальные. Он орал, бредил. То, что он сказал, было бессмысленно. Апотекарий передал слово мертвого пилота, который смог вспомнить. С остальным ястропатом случилось то же самое. Кано покачал головой. — Я не знаю, по коже пробежали мурашки, что было невероятно, учитывая герметичность силового доспеха и регулируемую климатизацию, которую обеспечивали системы жизнеобеспечения, но эти случаи связаны. Другого объяснения нет. Первые тела обнаружили в атриуме, при входе магистрали в столицу, возле многоуровневой пристройки, которая включала торговый центр, ресторан под открытым небом и станцию монорельсовой дороги. В некоторых местах тело полностью засыпало, почти все они лежали одинаково, город был за их спинами, а магистраль перед ними. Мерос увидел груды мертвых сигнусей ЦЕФ, лежащих рядом с застрявшими вагонами и у дверей воздушного шлюза, которые не открылись. «Они остались там, где упали», — сказал Сарга, когда легионеры прошли по стихийному кладбищу, и умерли на бегу. Бледные тела с холодными слепыми глазами, смотрящими в никуда, почерневшие губы, открытые в безмолвных криках. Их замерзшая плоть странным образом раздулась и покрылась инеем. Там, где купол частично рухнул, аркологию покрыли сугробы, но холод внутри не был таким жутким, как снаружи. Всюду были видны следы структурных повреждений, но большая часть здания уцелела. Главный улей холста представлял собой ледяную могилу, и каждый шаг керамитовых ботинок кровавых ангелов по слою инея отдавался хрустам. На фоне снега грязно-белого цвета резко контрастировали доспехи легионеров. Только несущие слова, казалось, гармонировали с ним, такие же темные, как длинные тени, отбрасываемые жилыми башнями. Выполняя приказ, технодесантник девятой роты Кайде документировал все, что они видели. Он управлял сырвучерепами, которые медленно кружили над головами воинов и тихо жужжали, проводя пикт-съемку района. Кайде последовал за сержантом Кассиилом, когда тот подошел к апотекарию. «Мерас! Что ты думаешь об этом?» Кассиил указал на груды мертвецов. Апотекарий вздохнул под дыхательной маской. Похоже, эти бедные глобцы умерли быстро. Смерть настигла всех их за считанные секунды, Мерас остановился над телом мужчины в расшитой блестками одежде, которую предпочитали торговые кланы с окраинных миров. Судя по одежде и высококачественным аугментическим имплантатам, этот человек был состоятелен, хотя богатство не очень помогло ему. Явных следов внешних повреждений нет. Моё первое предположение – какой-то вид телепсихической атаки, возможно быстродействующий газовый или вирусный агент. Нейронное оружие, предположил Кайде, уничтожитель разума имеет подобные эффекты. Никогда бы не подумал, что он может охватить такой обширный район, – сказал Мерас, – но нельзя сказать, что это невозможно. Следовательно, Кассиил скрестил руки на груди, – выходит, они умерли не так, как люди на кораблях. Мерас медленно извлек боевой клинок с фрактальной заточкой из ножен на ботинке. – Давайте выясним, – он указал на серую кожу опухшей руки торговца, – Сарга, подержи. Кровавый ангел крепко ухватил одеревеневшую руку, и Мерас нанес плавный удар. Плоть замерзшего тела разошлась со специфическим скрипом. Нож неровно, но полностью отсек руку. Апотекарий хладнокровно повертел обрубок в руках, изучая его. Он увидел лопнувшие вены и сгнившие артерии, уничтоженные неизвестной силой, а потом замороженные смертельным холодом атмосферы холста. Но костей не было. Мерас протянул отрезанную руку Кассиеву. То же самое, мрачно произнес он, окружающая среда здесь сохранила тело иначе, но они умерли точно так же. Только в одном этом районе должны быть тысячи тел. Хотя Кайде не поднимал головы, он получал изображение от оптических приборов механического дрона, кружащегося высоко вверху. А кроме того, есть еще целый улей. И другие поселения тоже, добавил Сарга, это вторая по численности населения колония в скоплении. — Должны ли мы считать, что все население холста погибло? — спросил Кайде. — У тебя есть глаза в небе, брат, Кассиев был мрачен. — Ты видишь что-нибудь, опровергающее это? Технодесантник покачал головой, и сержант постучал по шлему, переключившись на общий канал связи. — Отделение. — Приготовиться к выдвижению в следующий сектор поиска. Всем подразделениям сообщить о своем местоположении. Мерас мысленно пересчитал имена воинов, когда они отозвались один за другим. Одного человека не хватало. — Ксаган, — сказал Кассиев твердым и спокойным голосом, — статус. Кайде уже направлял птицу наблюдения к последней известной позиции легионера. — Когда мы пересекли границы города, основной канал связи был забит прерывистыми помехами, — отметил он. — Плотность застройки могла повлиять на вокс. Но все понимали, что это маловероятно. Мерас переключил визуальный режим, и на линзах шлема появилось наложение, которое показывало строку имен с указанием состояния доспеха каждого воина отделения. — Зеленый — нормальное, янтарный — повреждения, красный — критическое. — Только командир и медик имели доступ к телеметрии и только на близкой дистанции. Значок Ксагана сменился с зеленого цвета на янтарный, и мгновение спустя в холодном воздухе раздалась очередь выстрелов. — Там. Кассил Стримглав бросился вперед, за раз перепрыгивая по три ступени аллеи. Всем подразделениям оставаться на месте и быть в боевой готовности. Он не стал ждать Мераса, зная, что апотекарий быстро последует за ним. Они бежали по обледеневшей лужайке и мимо замерзшего декоративного фонтана неподалеку раздалась еще одна болтерная очередь. Мерас уловил звук, похоже на скрежет камня о камень. Когда они перепрыгнули через застрявшую машину и бросились к рухнувшему двухэтажному зданию, послышался звон разбившегося стекла. Значок с именем Ксагана из янтарного стал красным, а затем погас. Проход был блокирован. Кассил полез первым, вбивая пальцы в стену. Сержант перебрался через балку рухнувшей крышей и соскользнул вниз. Оба этажа сложились вместе, образовав небольшой атриум избитого камня. Мерас остановился на уровне крыши, вводя болт пистолетом в поисках противника. Внизу лежал, словно выброшенный за ненадобностью, болтер модели Умбро Ферракс, его ствол все еще дымился. Следов Ксагана не было, но в полу здания был колодец водостока с неровными краями из искореженной арматуры и потрескавшегося камня. Кассил осторожно приблизился к краю и посмотрел вниз. Он вытащил из сумки на поясе светящуюся палочку и встряхнув, зажег ее, а затем бросил в отверстие. Мерас следил за ее падением, пока она не исчезла на огромной глубине. Казалось, в разломе нет дна, а выступающие из стен колодца зазубренные металлические балки придавали ему вид глотки какого-то чудовища. Кассил еще раз выкрикнул имя пропавшего воина, но по поникшим плечам было видно, что он смирился с потерей. Если колодец достигал нижних уровней улья, которые тянулись вниз почти так же глубоко, как башни-высь, то шансов пережить такое падение даже в полном доспехе у легионера не было. Сержант подобрал болтер и рассмотрел его. Это была не случайность, задумчиво произнес он. Ксаган в кого-то стрелял. Мы оба слышали это. Магазин на две трети пуст. Едва Кассил сказал это, как над крышами раздался рев гнева и боли. Мерас резко поднял голову, среагировав на звук, и увидел, как прозрачный шпиль галереи рухнул в облаке снега и каменной пыли. На юге, указал он. Там люди Харокса, крикнул Кассил. Не жди меня, вперед. Мерас побежал вдоль балки и добравшись до ее края, прыгнул. Механизированные фибромышцы и доспеха превратили прыжок в мощный скачок, позволив пересечь короткое расстояние до следующей низкой крыши. Камень раскололся от удара при приземлении, но Апотекарий не обратил внимания. Он уже перешел на бег, выбирая маршрут, который привел бы его к упавшему шпилю как можно скорее. На бегу он услышал голос Кассиила по воксу. Всем частям контакт с противником, направление неизвестно. Быть наготове. Апотекарий совершил последний прыжок и оказался посреди бывшего паркинга для автоматических такси. Ярко окрашенные кабины машин были частично засыпаны обломками рухнувшего шпиля, а в воздухе висело густое облако пыли. Мерос включил тепловизор шлема и окинул местность истребиным взором. Он тут же заметил ярко-белый свет, исходящий из дюжины объектов неправильной формы на расстоянии нескольких метров. Переключившись на обычный оптический режим, Апотекарий направился через рассеивающееся полевое облако, выставив перед собой болт-пистолет. Несущие слова не были подключены к веренице значков состояния, но у Мероса был ауспек, и он воспользовался им, проведя сканирование для поиска жизненных показателей. Полученные данные казались запутанными и бессмысленными. Мерос остановился и сориентировался. Каким-то образом стальной каркас упавшего шпиля не раскололся при падении. Вместо этого он изгибался над ним, балки по всей длине разошлись наружу, как цепкие металлические пальцы. Невероятно, но некоторые стекла из кристаллфлекса не разбились. Их острые края нависали над головой апотекария, как полок из топоров палача. Многие из стекол были испачканы темной маслянистой жидкостью, которая также растекалась вокруг ботинок апотекария, испаряясь при охлаждении и окрашивая иний в пурпурно-черный цвет. Он наткнулся на первый объект, излучавший тепло, и грудь сдавила от отвращения. Неправильные формы куски были останками легионера. Голову и конечности отсекли ровными линиями. Керамид, плоть и кости были разрезаны невероятно острым клинком. Аспидного цвета доспех несущего слова был единственным, что идентифицировало его, и Мерас сразу распознал в пурпурной жидкости кровь легионера. Несмотря на весь ужас зрелища, все его мысли и чувства сосредоточились на странной жидкости. Ее запах не был похож ни на один известный Мерасу вид крови, а его легион, как никто, знал многое о крови. Он постарался осмыслить увиденное. Взгляд апотекария наткнулся на половину шлема несущего слова, целиком отрезанного от шеи вместе с головой, а затем расколотого. То, что он увидел, было останками лица из шрамов и многочисленных татуировок, но оттенок кожи был непривычным. Она была ярко-красной и искаженной. Деформированной. Кручь от него. Сильные руки без предупреждения развернули и оттолкнули назад кровавого ангела. Харокс прошел мимо него, другой несущий слово немедленно встал между апотекарием и обезображенными останками. «Он мертв», – проскрежетал Харокс. «Твои умения не пригодятся». «Я». Мерос запнулся, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. Он поднял медицинскую перчатку, показывая редуктор. «Капитан, если вы хотите, я могу помочь вернуть брата». Он замолчал, кроме Крида и Харокса никто из несущих слова с темной страницы не назвал своего имени, «Геносемя вашего боевого брата». «Не хочу», – том Харокса были холоднее снегов холста. «Уходи, сын Ваала». «Он погиб, и мы должны почтить его утрату». «В своем кругу». Мерос кивнул и пошел прочь. Он вернулся через руины к центральному парку Атриума, найдя Кано и других занявшими позицией. Их оружие было заряжено и взведено. Кассиил все понял по молчанию Апотекария. «Мертв. Мертв. Один из следопытов Харокса, разрезан как туши песчаного быка. Ты видел врага?» – спросил Кано. «Я ничего не видел», – признался Мерос. «Ничего, что могу объяснить». 8. Гелиас. Живой город. Экстраминатус. Во тьме космоса непрестанно вращалась карусель ужасов, и Гадалфан отошел от иллюминатора, встряхнув головой. Он попытался избавиться от призраков, иллюзий, созданных его беспокойным разумом. Попытался и не смог. Это. Гадалфан на мгновение был сбит с толку, затем пришел в себя. Это неправильно, он посмотрел на капитана Резнера, но кровавый ангел его не слушал, он принюхивался, как охотничья собака. Запах, капитан прошел вперед и запрокинул голову, рассматривая пластолевую полусферу в потолке мостика Гелиаса, нижнюю часть жилого отсека навигатора. Гадалфан посмотрел вверх и увидел блеск вокруг круглого обвода герметичного люка, полоса жидкости медленно двигалась по окружности к самой низкой точке. Под действием силы тяжести от скопившейся темной жидкости отделилась крупная капля и упала на палубу. Командир корабля инстинктивно протянул руку, чтобы поймать ее. Густая жидкость медного цвета упала на ладонь. Отойдите, приказал капитан, подняв плазменный пистолет. Один из воинов Резнера подошел к панели управления люком и по кивку командира нажал кнопку аварийного открытия. Поток застарелой крови больше, чем могло вместить одно тело, хлынул из жилого отсека на пол. Годалфан отшатнулся, когда капли холодной и вязкой жидкости брызнули на щеку. Изнутри неосвещенной капсулы выпало тело в промокшей одежде, безвольно болтая руками и ногами. Падение оборвалось прямо над палубой, тело навигатора повисло на кабелях. Судя по запаху, останки сильно разложились, но это было невозможно. Годалфан разговаривал с навигатором меньше пяти часов назад, после того как они отделились от экспедиционного флота. «Раны», — сказал один из кровавых ангелов, указав на труп, похоже на порезы от когтей. «Слишком крупные для человеческих. Эта капсула запечатана», — заверил Годалфан, — никто не мог войти в нее или выйти. Раздался пронзительный крик ужаса. Командир корабля узнал голос Деквен и резко повернулся, увидев как подчиненная отпрянула от панели управления с побледневшим лицом. Ее пальцы были в крови. Лейтенант вскочила с кресла и отпрыгнула назад. Годалфан сначала подумал, что на Деквен тоже попали брызги. Но потом он понял, что она находилась слишком далеко. За лейтенантом в панике покинули свои места другие. «Что вы делаете?» — спросил он. «Возвращайтесь на посты, быстро!» Резнер указал закованной в броню рукой. «Кровь!» — просто сказал он. Пульт управления Деквен, как и все остальные на командной палубе Гелиоса, представлял собой сложный и великолепно сконструированный образец. Он был сделан из меди и слоновой кости, с подсвеченными кристаллическими кнопками и многофункциональными тумблерами и находился в таком же превосходном состоянии, как и при спуске крейсера со стапеля. И кроме того, устройство было заполнено кровью, ручейки багровой жидкости вытекали изнутри пульта. Всех пультов мостика. Командир корабля огляделся, не понимая происходящего, и увидел новые кровавые потоки, вытекающие из стыков переборок и заклепочных отверстий. Гелиос истекал кровью. Годалфан услышал странный атональный крик, наполнивший воздух. У него не было источника, он звучал повсюду. Даже внутри его головы. Капитан, пошатываясь, подошел к иллюминатору, зрение затуманилось. Годалфан припал к бронестеклу, ощущая холод космоса даже через толстые защитные слои корпуса. Снаружи туман осторожно окружил боевой корабль своими щупальцами и потянул к темной массе бездонной пелены. К моменту возвращения несущих слова, в Атриум решение было принято. Должно быть не Филимы оставили в городе охотников, ожидая спасательного отряда, Канон наблюдал за тем, как Кассиил обращается к Хароксу, видимо, они каким-то образом замаскировались, став невидимыми для наших ауспеков. «Видимо», — повторил капитан. Его голос скрипел, как кремень. Сержант указал на вытоптанные лужайки небольшого парка вокруг них. «В этом месте хороший обзор. Мы окопаемся здесь и выманим их». Кайде заминировал периметр растяжками и крат гранатами. Технодесантник кивнул при упоминании своего имени, не отрывая взгляда от инфопланшета. Сервочереп Кайде по-прежнему был в воздухе, дрон кружил возле карнизов огромной крыши купола в автоматическом режиме патрулирования, следя за термальными всплесками и высокочастотными импульсами голосовых сигналов ксеносов. «Очень хорошо», — только и сказал Харокс. Канон охмурился. Он ожидал проявления от несущего слова хоть каких-то эмоций. Капитан только что потерял одного из своих людей и тем не менее вел себя так, словно обсуждал строевую подготовку на плацу. Кровавый ангел знал, что кузены из семнадцати легиона были склонны к ярости и праведному гневу, но ничего подобного он не наблюдал в неразговорчивом Хароксе и его безмолвных товарищах. Если учитывать, что их поисково-спасательная операция едва справлялась с первой задачей, несущие слово, казалось проигнорировали приказ Кассиила окопаться и ждать. Когда Канон попытался описать поведение Харокса, единственным походящим словом было безучастней. Воин отвернулся. Ему очень хотелось снять шлем, а не дышать спертым рециркулируемым воздухом загерметизированного доспеха, но Кассиил отдал приказ всем легионерам оставаться в шлемах. Дело в том, что токсичный воздух холста уже после пары вдохов стал бы мучительным для дыхания, но Канон не мог проигнорировать растущее внутри напряжение, пограничное клаустрофобное давление на границы чувств. «Мне следовало остаться на флагмане», — подумал он. «Это место напоминает могилу. Значит, сидим и ждем?» — спросил Сарга, перезаряжая Болтер, — «мы потеряли грозовую птицу, двух воинов, и мы сидим и ждем». «Враги хитры», — ответил Кассиил, — его тон заставил замолчать боевого брата. «Убивают одиночек и отходят в руины. Это их территория. Мы должны заставить их покинуть укрытие и напасть открыто». «Я видел нефилимов вблизи», — заметил Лейтиа. «Они большие. Трудно не заметить. Ты бы не смог спрятать его здесь». «Верно. Но они использовали людей-рабов на Мельхиоре», — Сарга указал на мертвецов. «Почему бы не сделать это здесь?» «Солдат-новобранец не может быть причастен к исчезновению Ксагана», — предположил Мюрос. «А рабы не разрубят легионера». Кассиил глухо зарычал и направился к центру парка. «Очень скоро мы увидим врага», — он взглянул на Кайде. «Есть сигналы?» Технодесантник не поднял головы, а похожий на порывы ветра шум статики из многочисленных каналов данных, которые Кайде тщательно изучал, был едва слышен. Кассиил выкрикнул ими с раздражением человека, который не любит повторяться. «Брат Кайде, я к тебе обращаюсь». Кано увидел, как технодесантник резко поднял голову, как будто очнулся от глубокого сна. Он слышал тот же шум, одновременно далекий и близкий. Кано не был уверен, что он исходил из вокс-канала. «Сержант», — обратился Кайде потрясенным голосом. Он посмотрел на остальных. «Вы слышали это?» По воксу голос. «Какой голос?» — спросил Сарга. «Я ничего не слышал». Кайде взглянул на капитана Харокса, словно он мог знать ответ. Пять крат гранат одновременно взорвались в разных точках, когда растяжки сработали все вместе. Кровавые ангелы рефлекторно приняли положение для стрельбы, подняв оружие и целясь во все направления. Кано почувствовал, как под ногами прошла необычная дрожь, а грохот в ушах превратился в головную боль. Через ротовую решетку дыхательной маски проник характерный запах озона. Он видел, как Мерос и Сарга оглядываются по сторонам, пытаясь понять, куда стрелять. Кано прокрутил визуальные режимы оптики шлема, но ничего не нашел. Происходящее не имело смысла, даже враг в камуфляже и во время маневра оставил бы хоть какой-то визуальный след на фоне местности. Здесь ничего нет. Весь парк задрожал и наклонился, земля стонала, как палуба корабля на высокой волне. Легионеры рассыпались в поисках безопасного места, но такого не было. Это не землетрясение, холст был почти тектонически неактивным. Тем не менее жилые дома трясло, и вокруг легионеров звенели падающие стекла. В разбитых окнах зияла черная пустота. По всему атриуму длинный пласт эстакады сломался посередине и сложился, разбрасывая машины. У Кано от удивления отвисла челюсть. Вместо того, чтобы раскрошиться, сломанные полосы дороги с грохотом быстро сошлись. Это напомнило ему захлопнувшуюся пасть огромного крокодила. Затем расколотая магистраль сместилась. Она рухнула в их сторону, словно ее подтолкнули в определенном направлении. «Рассредоточиться!» – выкрикнул Кассиил приказ по Воксу, и воины разбежались, когда их накрыла тень. Пласты дороги загрохотали, рухнув на парк, и Кано увидел, как под ними исчез вмиг раздавленный кровавый ангел. Вокруг поднялось огромное облако каменной пыли и снега, уменьшив видимость до нескольких метров. Кано побрел вперед и наткнулся на саргу. Багровый доспех легионера покрылся слоем сырой пыли. Когда она осела, кровавые ангелы вместе направились к теням, которые оказались остатками отделения. Контакт справа, выкрикнул голос, и Кано услышал резкий лязгающий звук. Словно содержимое свалки тащили вверх по гранитному холму, стальные кинжалы громко скрипели о камень. Затем началась настоящая атака. У первого существа, которого пытался убить Кано, вместо хребта был фонарный столб, а торс и конечности состояли из дорожных знаков, обезглавленных светофоров и других, менее опознаваемых кусков металлического лома. Это был не боевой робот, так как Кано сражался с автоматами в тренировочных клетках и в ходе длившийся год войны на ржавой луне. Какая-то невероятная сила, которая была вне его понимания, оживила это существо. Инстинкт подсказывал ему, что этой силой был гнев, и на данный момент этого было достаточно. Существо из металлолома атаковало пальцами из спиц колес, высекая из земли яркие желтые искры. Оно выплевывало из зияющих пастей мусорных контейнеров сломанные болты и различные раскаленные до бела обломки. Кано проигнорировал удар и прицелился в центр конструкции, разорвав ее снова на части очередью из трех снарядов. Куски рассыпались вокруг легионера, но не успокоились. Искореженные обломки металла поползли, отыскивая друг друга, заново соединяясь и сплетаясь. Кровавый ангел развернулся. Краем глаза он увидел, как что-то падает с неба, оставляя за собой хвост дыма. Дрон Кайде сбили, лишив их тактического преимущества. Из стелящейся дымки неуклюже вышло еще больше конструкций, притягивая огонь воинов. Большинство были той же высоты, что и дредноуты, но им не хватало монолитности почтенных боевых машин. Тонкие и длинные существа из металлолома копировали формы обезьян, пауков и лошадей, создавая безумные образы. Впереди двигались целые дюжины и огромное количество позади. Кано моргнул, наблюдая за тем, как один из монстров соединяется, напоминая обратное воспроизведение записи разрушения. Он не видел сварочных швов или стыков, удерживающих части на месте, и не заметил электромагнитных полей. За каждой из конструкций тянулись взвивающиеся кабели, похожие на поводки. Вокруг него гремели болтерные очереди, и он присоединил свое оружие к грохоту, разрушая конструкции снова и снова. Те продолжали идти, восстанавливаясь на ходу. Адамантиевые когти скребли по выложенной плитками площади, вспахивая сугробы и растаптывая замерзшие тела в грязную кровавую пасту. — Это то, что убило Ксагана! — выкрикнул ошарашенный Лейтио. — Во имя Трона, во что мы стреляем? — Долгую секунду Кано терзал желание узнать ответ на этот вопрос. Он может получить его, если будет быстр. Просто слегка прикоснуться психической силой, найти разум или цель за этими существами. Он посмотрел на боевых братьев и несущих слово. — Они увидят, — подумал Кано. — Они узнают. — Это запрещено. — Продолжайте стрелять, — приказал Кассио. — Уничтожьте их! Тут же передний ряд собранных из металлолома чудовища отклонился, напоминая лучников в боевой готовности. Они одновременно дернулись вперед и выпустили в легионеров копья из стальных обломков, металлические прутья вылетели из их тонких тел. Один воин упал, восьмиметровое ржавое копье пробило живот и вышло через охлаждающие блоки ранца. Кано увидел, как Кайде получил скользящий удар, который сбил технодесантника с ног. — Отступаем. Остальные слова сержанта заглушил протяжный гул под их ногами. Со всех сторон в Рокрите разверзлись ямы с неровными краями из отбитых кирпичей. К ужасу Кано они пытались вцепиться во все, что приближалось. Зрелище напоминало огромную стаю миног, разевающих рты. Земля под ногами содрогнулась и загрохотала, волна колебаний прокатилась по всему атриуму верхнего города. В миг озарения Кано представил поверхность парка в виде покрывала, наброшенного на огромного спящего зверя в момент пробуждения. К своему неудовольствию, зверь обнаружил, что по его спине ползают насекомые. Мюрос выстрелил в одну из разверзшихся ям, и та, как ни странно, завопила, дыра тут же захлопнулась, извергнув жидкое и зловонное масло. Легионеров отеснили к расколотому краю огромного купола, чудовища наступали с трех сторон. Кано выбросил пустой магазин болтера и вставил следующую серповидную обойму в паз, наводя оружие. Когда он снова открыл огонь, то увидел, что здания на другой стороне атриума раскачиваются из стороны в сторону, разбрасывая все больше осколков стекла и камней. А затем здания начали изгибаться. Вопреки здравому смыслу пластолевые каркасы жилых башен скручивались, как кости извивающейся змей. Разрушенные фасады домов блестели в лучах ледяного света, разбитые балконы и выбитые окна были похожи на злобные кричащие лица. Из-под дороги вырвались толстые кабели, отростки из пластика и меди ударили по каменной кладке. Они двигались подобно животным, извиваясь в поисках добычи. Уходящие в скалу опорные колонны выбросили себя в воздух, а верхние уровни комплекса атриума рухнули один поверх другого. Множество зданий перемешалось, разрушаясь и образовывая новую огромную форму. В центре подземных уровней улей нижние ярусы перестроились в конструкцию, напоминающую паучьи ноги и цепкие щупальца. Вся метрополия вырывала себя из скалистого основания, на котором была построена. «Трон и кровь!» – прошептал Кано. Его слова услышали собратья. «Дело в городе! Он хочет убить нас!» Дикое наваждение не прекращалось. Мерас на какой-то миг задался вопросом. Что если он потерял сознание во время аварийной посадки грозовой птицы и сейчас находится в исцеляющей коме, а разум извлекает это безумие из подсознания? Нет. Мерас недавно уже был в таком состоянии, оказавшись в мире, где мысль была такой же реальной, как плоть, и почти погиб там. Он знал, что происходящее не было иллюзией, это было бы слишком простым объяснением. Казалось, безумная реальность прошлых кошмаров последовала за ним. Они покинули огромный купол, когда расколотые края полусферы из кристаллфлекса превратились в губы клыкастого рта и сомкнулись за ними. На открытой магистрали неподвижные машины под толстым слоем снега вдруг ожили и заскользили вперед на скованных льдом колесах, пытаясь впечатать легионеров в стены разделительной полосы. Им пришлось совершить непростой прыжок с эстакада на ледяную равнину холста, но они справились, даже с ранеными собратьями. Кассиил приказал удерживать как можно большую дистанцию между ними и любым элементом городской инфраструктуры. Если враг привлечет к атаке неактивные объекты, тогда легионерам негде будет спастись. Мюрас рискнул оглянуться через плечо и увидел, как дорога согнулась в ленты, словно какое-то чудовищное недомогание охватило город, распространившись по широким мостам. Вот что напоминало ему происходящее, колоссальную болезнь. Чуждая раковая опухоль заразила главные улей холста и пустила метастазы, разлагая город изнутри. Адамантия и пласталь, кристалл флекс и камень – все было заражено необъяснимым образом. Это единственное, что приходило в голову. Рассудок не давал никакой зацепки, ни одного подходящего разумного объяснения. Но в данный момент вопрос как это могло случиться однозначно уступал неопределенности как они выживут. Город искажался на его глазах, принимая змеиные формы, копируя ноги и цепкие конечности, собирая их из частей торговых улиц, жилых небоскребов и транспортных развязок. Мюрас споткнулся, когда увидел, как главный улей холста вытягивает себя из огромного котлована, который был его основанием. Если Левиафана направлял разум, значит, он желал освободиться, но более всего он желал смерти всех пришельцев. Похожий на щупальца протуберанец из вагонов монорельсовой дороги и силовых проводов протянулся медленной, вращающейся дугой в ледяном воздухе и ударил по земле, чуть не задев линию фигур в броне. Повсюду раскрошился лед, а сильный удар сбил их с ног. Мюрас столкнулся с одним из воинов, и упав, они вместе заскользили к новой трещине. Апотекари успел вонзить пилу медицинской перчатки в лед. Какой-то миг боевой брат раскачивался над краем ловушки, а затем подтянулся и с трудом поднялся на ноги. Времени на благодарность не было, кровавый ангел помог Миросу, и они вдвоем направились на открытое пространство. Завывающий ветер над ледяными полями схлестнулся с камнедробильной какафонии рождения города-мутанта. Свежая изморозь проникла в трещины боевого доспеха Мироса, наружные датчики брони зарегистрировали резкое падение температуры. Сигнус Альфы скрылась за горизонтом холста, а тепло, которое давали другие солнца, было ничтожным. Возможно, они смогут опередить это чудовище, возможно, оно утратит к ним интерес, и тогда они будут иметь дело только с ужасным холодом, который доведет нагрузку на их системы жизнеобеспечения до предела. Мирос посмотрел, как Кассиил помогает воину, которого поразил удар копья. Нарушенная целостность его доспеха означала неминуемую смерть. Затем Сарга выкрикнул предупреждение, и мысли о смерти на льду улетучились. Атака. За их спинами из-под эстакада, с замерзшей земли поднялся колоссальный червь из искореженного ракрита, отбросив в сторону опоры дороги под дождь падающих машин и сломанных конструктивных антенн. Он извивался, как змея, надвигаясь на них. Когда-то это был служебный трубопровод Улья, по которому из соседних поселений тянулись вокскабели и геотермические ответвления. Теперь он превратился в змеевидное существо, продолжение титанического города-зверя. Раздробленная каменная щупальца километровой длины накрыл залп концентрированного болтерного огня, за которым последовали дополнительные взрывы крат-гранат. Раскрошившаяся голова оторвалась и упала, но основная масса продолжала двигаться, поднявшись с земли. Из пасти сочились технические жидкости, когда чудовище дернулась, прежде чем нанести удар. «Проклятые ксеносы!» — закричал Лейтя. — «Нам некуда бежать от этих тварей!» Мерас не знал, что ответить, пока два копья оранжевого пламени не пронеслись над ними и не пронзили каменную змею по всей длине. Энергетические сферы разорвали конструкцию на куски, хлещущий хвост утратил целостность и рухнул на лед. На миг Мерасу показалось, что он услышал далекий вопль агонии, низкие игулки, как ветра, дующие в пещерах из камня и металла. Затем он стих, сменившись восхитительным шумом ракетных двигателей. Мимо пролетел большой багровый ястреб и выполнил резкий разворот, встав на крыло, после чего выровнялся и завис на столбах выхлопных газов. Из-за сильного ветра грозовая птица не могла приземлиться. По боксу затрещал знакомый голос. — Разведывательный отряд — это капитан Амит. — Что, во имя Теры, вы обнаружили? Мерас прежде никогда не слышал нерешительности в голосе капитана. — Я объясню позже, сэр, — ответил Кассиел. — Нам нужно убраться с этого булыжника. — Прежде чем оно вернется, — добавил Сарга. Из нижней части фюзеляжа десантного корабля протянулись тросы, и легионеры соединили магнитные замки на их концах со своими доспехами. Мерас старался не думать о том, что спасательные тросы похожи на извивающиеся кабели, которые преследовали их в городе. Грозовая птица Амита полетела прочь, подняв их и устремившись ввысь. Руки в черной броне втянули Мераса в нижний люк, и он смутно распознал черепаликий шлем хранителя Анилсуса. Апотекарий отвернулся, вытерев ини из глазных линз. Последнее, что видел Мерас в главном уле холста, была гигантская рука из разрушенных зданий выше Титана Император. Кровавый ангел смотрел, как она попыталась схватить корабль и промахнулась, рассыпавшись на куски при падении. Отделение Кассиила и Несущее Слово молча сидели на палубе посадочного отсека, а тем временем грохот сопротивления воздуха уступил место плавности полета в вакууме. Мерас снял шлем и понял, что смотрит на коно. Глаза его друга были тусклыми и отрешенными, смотрящими куда-то за переднюю переборку. На апотекария упала тень, но он не поднял головы. Над ними стоял хранитель, рассматривая выживших. Тем временем из переднего люка вышел капитан Амид. Сержант поднялся и отдал честь. «Сэр! Вы прибыли как нельзя вовремя!» Амид ответил на благодарность коротким кивком. «Я привел корабли для содействия операции Гермия. Виктус был на низкой орбите, поэтому я решил сам провести поиски. Хотел взглянуть на врага, он сделал паузу. Это то, что я видел, брат сержант. Я воин, а не ученый», — ответил Кассиил. «Прошу прощения, капитан, но я понятия не имею, во что мы стреляли». Размеренный гул двигателей «Грозовой птицы» наполнил тишину посадочного отсека, но Мерас все-таки расслышал единственное слово, которое прошептали губы хранителя Анилсуса. «Колдовство!» По внутреннему воксу «Грозовой птицы» раздался гул. «Внимание, это кабина экипажа!» «Приготовиться к маневрам уклонения!» Амид нажал комбусину на горжете. «Пилот, доложить!» «Мы не обнаружили ни одного корабля!» «Что за угроза?» «Голос Сёрва был напряжен!» «Это не корабль, капитан!» «Это планета!» «Она стреляет в нас!» «Она не хочет отпускать нас», — тихо произнес Канул. Сангвиний прибыл к холсту, чтобы увидеть все своими глазами. Сражение уже было в разгаре, когда корабли вышли на дистанцию прямой видимости. Гермия вместе с Виктусом и сопровождающими его крейсерами Соболи Светлый Рыцарь на краткий миг соединялись с поверхностью планеты сверкающими красными нитями мегалозеров, но поначалу было неясно, с каким врагом они столкнулись. Фладман приблизился. Красную слезу сопровождали Игнис и Завет Ваала, корабли временно отделились от основных сил флота в открытом космосе. Сканеры вели поиск залпов обычных видов оружия, но засекли только выстрелы с находящихся на орбите крейсеров. Ответный огонь с холста выглядел как хаотичная масса интерференционных узоров. Затем из гравитационного колодца планеты Улья вылетел метательный снаряд из плотной горной породы, вероятнее всего, вершина огромной горы в экваториальной зоне холста. Единственное невероятное извержение вулканической энергии выбросило массу на орбитальную траекторию Светлого Рыцаря. На такой скорости термоядерные двигатели крейсера не смогли изменить курс. Столкновение на краткий миг зажгло небольшое солнце над ночной стороной холста. Верхняя часть корпуса корабля тут же раскололась, и он развалился в облаках вытекающего воздуха и плазменных взрывов. Несмотря на гибель крейсера, планета продолжала выбрасывать расплавленную ненависть в небеса. Выстреливаемые тучи камней ненадолго превращались в пылающие метеоры, которые пронизывали тонкий атмосферный покров ледяного мира и вопреки здравому смыслу неслись к кораблям кровавых ангелов. Виктус получил попадание в борт, а Гермия потеряла огромные куски обшивки, когда выброшенные скалы сминали толстую носовую броню. Ангел плотно прижал крылья к спине, наблюдая, как светлый рыцарь пронесся мимо и исчез в серой дымке бурлящей атмосферы холста. — Сколько людей было на этом корабле? — спросил дрожащий голос на мостике. Он принадлежал младшему офицеру, который в шоке забыл о протоколе. Восемь полных отделений легионеров, казалось, ответ с англиния пришел издалека, почти в сто раз больше членов экипажа. Примарх отдал новый приказ, не отводя взгляда от огромного иллюминатора. — Адмирал Дюкейт. — Приказ всем кораблям. Отойти от холста за пределы дальности этих атак. Приказ передали и корабли отступили, за их кормами рвались клубящиеся кометы из магмы. Командир гвардии Примарха наклонился над гололитом флагмана и поморщился. От измерительных систем потекли данные и изображения, которые не на шутку его озадачили. Индекс массы холста меняется, а Скайлон прочитал невероятные слова вслух, как и размеры планеты. Она же мается. — То же, что и с Форусом, произнес рядом Зурейл. — Еще один. — Знак? — Нет, — Сангвиний покачал головой. — Нечто иное, — он указал. — Смотри. Позади Виктуса и других кораблей синий-белый мир превратился в сжатый кулак из льда и камня, окутанный ореолом черных извержений такой силы, что сверкающая кольцевая система вокруг холста разрушилась. — Какое оружие может стрелять такими огромными предметами с поверхности планеты? — А Скайлон поднял голову, спрашивая каждого, кто встречался с ним взглядом. Разгонного двигателя, способного на это, не существует в природе. Только необходимой для него энергии требуется колоссальное количество. Но никто из экипажа, ни смертные, ни легионеры, не могли отвести взгляда от огромного иллюминатора. Поверхность холста была частично видна из-за туч вулканического пепла и химического тумана. Зрелище напоминало клубок извивающихся гигантских змей. Ледяной ландшафт превратился в постоянно движущуюся кожу, пораженную раком, а бурлящая форма вызывала обман зрения, напоминая вопящее и брызжащее слюной лица. Когда командир сангвенарной гвардии снова заговорил, в каждом произнесенном слое клокотала холодная ярость. — Нашу кровь не прольют те, кто трусливо прячется. Они заплатят запавших своими жизнями. — Клянусь в этом моим легионам. — Сообщение от капитана Амита, — доложил Зуреил. — Виктус, Соболь и Гермия присоединились к нам. Гермия докладывает о серьезных повреждениях, но все еще боеспособно, он помедлил. — Каков будет приказ, милорд? — На этом все, — сказал сангвений. — Адмирал Дюкейт, — Огонь всем кораблям по моей команде. Прикажите всем капитанам кораблей привести в боевую готовность циклонные торпеды и системы мегаоружия для полномасштабной бомбардировки. — Цель — Холст. Волна нерешительности пробежалась по экипажу от мысли, что придется применить исключительно мощное оружие. — Все системы. — Против города Улья? — спросила Дюкейт. — Против планеты, — поправил примарх. — Синхронизировать точки прицеливания на экваторе, — найти геологический разлом. — Я хочу разнести на куски этот мир. Аскойлон почувствовал, как по телу прошла дрожь. Молот воли Императора был могучей силой и, к сожалению, в войнах Великого Крестового Похода часто необходимый, чтобы безжалостно карать целые планеты. Командир гвардии видел города, стертые с лица земли в мгновение ока, испаренные лэнс-излучателями и макроядерными бомбами, сожженные лазерными залпами континента и небеса. И, несмотря на то, что сила для полного и абсолютного уничтожения мира всегда находилась в распоряжении легионеса Астартес, Аскойлону ни разу не доводилось видеть исполнение такого приказа. — Все капитаны кораблей докладывают о готовности орудий, — отрапортовала Дюкейт глухим голосом, словно не желая верить в то, что за этим последует. — По вашему приказу, милорд. Аскойлон чувствовал, что гнев примарха из-за гибели светлого рыцаря ничуть не уменьшился, и знал, что все люди на кораблях ощущали то же самое. Но то, что они собирались сделать, все равно приводило его в замешательство. Наконец Сангвини отвернулся от огромного окна и посмотрел в глаза старому другу и товарищу. На благородном лице ангела было видно огромное различие между ними, напомнившее Аскойлону, как далек был его повелитель даже от его исключительной сверхчеловечности. И в нем он увидел решимость, концентрированную и нерушимую, как нейтроний. — С меня довольны этих игр, — сказал примарх так, словно обращался только к Аскойлону. Приказ отдан. Экстерминатус, экстремис. Космос вокруг планеты Холст вспыхнул багровым цветом, высвобожденная и нацеленная волна энергии из оружия массового вничтожения обрушилась на непокорный мир. Первыми ударили со скоростью света энергетические импульсы, они испарили атмосферу и поразили азотную ледяную поверхность. Очистились и обнажились каменистые пласты, таившиеся миллионы лет под вечной мерзлотой. Несколько секунд спустя настала очередь торпедного залпа огромными ракетами с термоядерными двигателями и смертоносными боеголовками. Каждая обладала достаточной мощностью, чтобы опустошить материк, но в данном случае их объединенная сила была способна пронзить расплавленное сердце планеты. Какая бы сверхъестественная сила не подчинила главной улей холста, она сделала то же самое со всей планетой. Вероятно, на каком-то простейшем уровне мир стал живым, при помощи темной силы почти обретя сознание. Но теперь он умирал, уничтоженный в ответ на гибель экипажа светлого рыцаря, забрата Ксагана и других легионеров. Умирал за оскорбление, которое причинял своим существованием ангелосангвинио. Как истязаемый зверь, планета умерла с мучительным воплем, который не смог заглушить даже вакуум. 9. Оружие трусов. Библиарий. Призыв. Мы принесли с собой тень, сказал Мюрос, слова вырвались у него непроизвольно. Он сосредоточенно смотрел перед собой, не отрываясь от точки на пластолевой переборке. Тень. Апотекарий видел первого капитана Ролдорона краем взгляда. Багровый боевой доспех капитана резко выделялся на фоне серых металлических стен. Они находились на борту красной слезы в хорошо охраняемой камере, которую легион использовал для содержания пленных либо заключенных. Что ты имеешь в виду? Ролдорон был в красном, слева от него, в центре, находился командир гвардии Аскаэлон в золотом, в гнетущем мраке его великолепно выкованный доспех потускнел. С другой стороны, верховный хранитель Берус в черном, спешке прибывший с чаши. Эти трое воинов оценивали Мироса и его слова, а также всех тех, кто спускался на поверхность холста. Когда корабли, которые уничтожили этот губительный ад, вернулись к флоту, что-то изменилось, он взглянул на Беруса. Я знаю, что вы заметили это. Мы задаем вопросы, брат, тут же напомнил апотекарию Аскаэлон. Тем не менее, Берус ответил. Да, я заметил, согласился он, скрипучий голос был похож на звериный рык. Прошло несколько дней с тех пор, как мы вышли на орбиту Сигнуса-6 и оставили этот мир уничтоженным. Настроение легиона изменилось. Во время операции в главном улье холста с Гелиоса пришло последнее сообщение. Он замолчал, размышляя, он погиб со всем экипажем при странных обстоятельствах. Мерос невесело проворчал. Мы окружены странными обстоятельствами с момента прибытия в скопление Сигнус-Хранитель. Он прав, заметил Роудорон. За время крестового похода наш легион пролил больше крови, чем за этот поход, возразил Аскаэлон. Ты говоришь так, словно мы напуганы происходящим. При всем почтении, милорд, сказал Мерос, я ничего подобного не говорил. Внешне кровавый ангел оставался невозмутимым, но внутри он вибрировал на грани срыва. У каждого воина в комнате в распоряжении находилась мощь целой боевой роты, опыт легендарных воинов охватывал сотни лет сражений, а он был обычным строевым легионером, скромным медиком тактического отделения. И все же Мерос не мог позволить запугать себя. Он рискнул взглянуть на капитана Роудорона, гадая, какие мысли скрываются за этим бесстрастным лицом. Аскаэлон держался с неизменным высокомерием, поведение Беруса, как и у его брата Анелсуса, было по истребиному бдительным. Но Роудорон. Его внешний вид был таким же непроницаемым, как мрачная личина боевого шлема. Флот шел на боевой скорости в направлении внутренних планет, прямым курсом на Сигнус Прайм, пересекая полупетлей над плоскостью эклиптики широкий астероидный пояс «Белая река». Приказ передален о каждый корабль, в каждую роту. Терпение примарха иссякало, а директивы магистра войны Хоруса об изгнании врага, захватившего скопление Сигнус, по-прежнему были их главной движущей силой. Но пока Легион готовился к открытой войне, Мироса и его братьев изолировали от остальной роты. Только капитану Хороксу и его выжившим боевым братьям позволили покинуть Красную Слезу и вернуться на Темную Страницу, да и то из милости. Говорили, что Акалит Крит не покидал своего корабля со времени Совета Командиров. Крейсер несущих слова бесшумно двигался рядом с флагманом и отделывался исключительно краткими сообщениями. Мирос вспомнил о других наблюдателях на флоте, никто не упомянул о местонахождении космических волков Хелико Красного Ножа. «Мы выслушали твой доклад о результатах операции», сказал Берус, вынув инфопланшет. «Все, что можно сказать, он совпадает в общих чертах с отчетами братьев из твоего отделения». Мирос кивнул. Он приложил все усилия, чтобы его доклад звучал по возможности кратким и точным, но аномальные события в главном уле Холста было непросто описать обычными словами. Его отчет вместе со свидетельскими показаниями Каной Сарги, Кассиилы и Лейти, Кайди и остальных, даже капитана Амита и хранителя Анилсуса о том, с чем они столкнулись на ледяном мире, теперь был зарегистрированным фактом Легиона. Берус продолжил, глядя на овальный экран планшета. «Я читаю это с равной долей ужаса и недоверия, брат Мерос. То, о чем ты говоришь, нелогично и невозможно». «Я не лгал», — настойчиво произнес Мерос. «И если мой разум каким-то образом был затуманен, то настолько незаметно, что я бы никогда не догадался». Он посмотрел на Аской Лона. «Вы считаете, что произошло именно это?» «Вы были на борту флагмана, сэр, и видели планету». «С орбиты», — поправил командир гвардии. «Я не видел чудовищные сплавы металла и камня». «Но вы слышали вопль», — сказал Мерос прежде, чем подумал, и тут же пожалел об этом. Лицо Аской Лона окаменело. «Мы все слышали его», — Ролдорон опередил ответ сангвинарного гвардейца. «Еще одно психологическое оружие», — уверенно произнес Берус, переданное по всем воксканалам резонансной волной. Известная тактика ксеносов. Оружие трусов, Аской Лон поморщился и сердито взглянул на Мелоса, предназначенное ослабить стойкий разум. Если командир гвардии провоцировал его, следя за реакцией, то апотекарий не подал виду. «В конце концов», — заговорил Ролдорон. «Ты свободен, брат-медик. Возвращайся в свое подразделение и жди дальнейших приказов». Мерос помедлил. У него тоже были вопросы, и он хотел получить на них ответы. Но взгляд первого капитана сказал ему, что сегодня этого не будет. Апотекарий отсалютовал аквилы и вышел, подавив, насколько мог, свои сомнения. Лифтер приземлился в шестом грузовом отсеке Алова, опустившись на широкие шарнирные опоры, которые зашипели под весом транспортника. Группа сервиторов тут же направилась к кораблю, чтобы забрать груз и отнести его к пневматическим вагонеткам, которые перевозили контейнеры по проходам вдоль киля. Хотя флот Кровавых Ангелов находился в полной боевой готовности, между кораблями все еще осуществлялись незначительные транспортные перевозки. Повышенная боевая готовность не препятствовала перемещению между кораблями, но стало гораздо сложнее делать это без веской причины. Отсутствие официального разрешения влекло в лучшем случае порицания, в худшем – трибунал. Тем не менее Кано справился. Он был внимателен и осторожен, наметив маршрут, который проходил по всему флоту, за день совершив путешествие с красной слезы на корабли в Альфа-Квадранте. Он добирался на танкерах, грозовых птицах и шаттлах. Он стал выглядеть настолько непримечательно, насколько мог это сделать генетически модифицированный человек, оставив доспех на боевой барже и скрыв лицо под капюшоном. Флот был охвачен кипучей деятельностью, а адвютант первого капитана знал, как все было устроено. Кано шагнул на гулкую палубу Алова и огляделся. Его не заметили, как он и хотел. Официальное прибытие вызвало бы вопросы, а кровавый ангел не был готов отвечать на них. Не сейчас. Он решительно пересек грузовой отсек и направился к одному из широких лифтов. Любой, кто бы не взглянул сейчас на него, посчитал бы присутствие здесь кровавого ангела абсолютно уместным. Двери лифта состояли из двух медных створок филигранной работы, одна над другой. Они медленно и плавно раскрылись. Пока Кано ждал, чувство, что за ним кто-то стоит, стало сильнее, и легионер невольно улыбнулся. «Здравствуй, брат Кано», к нему подошел воин, также без боевого доспеха и одетый аналогичным образом. Прошло немало времени. Не так много, как кажется, двери лифта открылись, и они вошли. Платформа начала медленный подъем, который займет несколько минут. Она направлялась из грузового отсека у основания нижнего киля Алова к центральным палубам огромного крейсера. Их окружали узкие колонны прямоугольных контейнеров, поднимающиеся на высоту домов и расположенные попарно-аккуратными рядами. Воинов скрывали тени, отбрасываемые модулями, кровавые ангелы были абсолютно одни. Легионер снял капюшон, показалось лицо оливкового цвета с узкими суровыми глазами, подбородок обрамляла тонкая черная бородка, похожая на чернильные рощерки на бумаге. Боевой брат выглядел худощавым, в воспоминаниях Кано он был совсем другим. Адвютант помнил его носящим кристаллическую матрицу психического капюшона, а не с обнаженной бритой головой, как сейчас. Брат Иканус, Кано откинул капюшон и протянул руку. «Какая приятная встреча!» «Время покажет», и Кано ответил на рукопожатие. Кано заметил смущение воина. Его старый друг знал, что им не следовало встречаться тайно. «Как ты узнал, что я приду?» Спросил Кано. «Я подозревал», — ответил Иканус. Не был уверен, пока не увидел, как ты выходишь из переходного шлюза легтера. Он оглянулся, наблюдая, как мимо проносятся палубы, пока лифт поднимался все выше и выше. «Если повезет, хранители не найдут нас здесь. Ты пришел поговорить». Кано кивнул. «Да, с братом». До никийского указа брат Иканус служил боевым псайкером в 202-й роте Кровавых Ангелов. И как и Кано, смирился с приказом на запрет использования своих навыков. Кано помнил времена, когда он сражался вместе с Иканусом, у боевого брата была исключительная способность под названием Копье, призыв мощного лучателя кинетической энергии, который поражал врагов Легиона. Сама мысль об Иканусе, который не мог воспользоваться своим даром, на миг вызвало у Кано приступ меланхолии. «Ситуация изменилась», — сказал Иканус, словно прочитав его мысли. «Наш долг требует от нас иного». Он сделал паузу. «Брат, как бы я ни был рад видеть тебя, мы нарушаем приказ, встречаясь таким образом. Тайно. Ни одним приказом не запрещено поговорить двум боевым братьям». Формально нет, Иканус исплел пальцы, но когда император огласил указ, Легион неслучайно разделил нас. Кано не смог сдержаться и нахмурился. Вливать на Берусы и Хранителей, которые смеют сомневаться во мне. Я не позволю относиться к себе как к изгою и очернять себя из-за чьей-то глупости. Иканус посмотрел на него. «Ты прибыл сюда, чтобы сказать мне об этом?» «В проницательности ему не откажешь», — подумал Кано. «Нет, не из-за этого», — он вздохнул. «Я прибыл сюда, потому что должен рассказать о том, что только ты сможешь понять». Это связано с уничтожением планеты Холст. Слухи о приказе Примарха быстро распространились по флоту. Кано покачал головой. «Гибель планеты может быть следствием того же самого события». «Нет, брат. Раньше еще до того, как мы достигли скопления Сигнус». Теперь, когда пришло время произнести эти слова вслух, Кано понял, что ему сложно сформулировать их. В горле вдруг пересохло. «Мне приснился сон», — признался бывший библиарий. Видение о силе, которое пришло во время медитации. Я не стремился к этому, вспомнив о нем, он почувствовал, как участился пульс. «Но оно сильное, брат. Сильное, темное и глубокое». Он медленно вдохнул. «Я падал, и там был». «Красный ангел», — прошептал Эканус. «Окровавленный Серафим», — он поднял руки, точно повторяя видение, которое пережил Кано. «Я тоже его видел». Мерас ощутил мрачную атмосферу лазарета, проходя по его залам. В перерывах между компаниями, когда в медицинском центре не лечили раненых и не ухаживали за умирающими, здесь обычно было тихо. Сейчас также стояла тишина, но несколько иная. Воздух отягощало отчаяние, а по коридорам сновало множество незанятых матросов и сервов Легиона. Те, кто осмеливался посмотреть на проходящего кровавого ангела, демонстрировали неприкрытый страх. Мерас мысленно представил их и вспомнил замерзшие трупы на улицах Улья Холста. Они выглядели как две стороны одной монеты. Мертвые и живые, тут и там. Люди такие слабые, даже не будучи ранеными. Легионер с трудом представлял времена, когда и он был таким же, до того как прошел испытания и заслужил право на генетические имплантации и улучшения. Он жалел их, тех, кто навсегда останутся обычными. Они никогда не увидят Вселенную так отчетливо, как он, никогда не будут такими уверенными и целеустремленными. Мысль застыла. «В чем я теперь уверен?» – спросил себя Мерас. Его твердый и рациональный взгляд на вещи был поставлен под сомнение. Предположения, на основе которых воин строил свою жизнь, превратились в песок, осыпавшийся сквозь пальцы. «Я пересек огромные пространства и видел невероятное», – подумал он. «Этот дар, полученный в обмен на мою службу Легиону». Но вплоть до Сигнуса Апотекарий никогда не сталкивался с невозможным. Это была та тень, о которой он сказал, и один взгляд в глаза Ролдорона и других командиров открыл ему истину. Они тоже понимали это. Ощущение, пришедшее со сознанием, было странным и новым. Покалывающий холод в мыслях, пустота в груди. «Может быть. Это отголосок страха?» «Невозможно. Снова это слово?» «Нет мест, куда бы мы не решились ступить», – пробормотал Мюрос, ему вспомнились слова из надписи в гробнице героев на Ваоле. «Эй!» – окликнул кто-то, подбежав к Апотекарию и прервав его раздумья. «Лорд Мюрос. Это был летописец Гервин, с которым он познакомился на борту Герми. Человек казался ниже, чем помнил Легионер, а одежда была великовата и висела на нем. Кровавый ангел кивнул ему. «Значит, ты перебрался на флагман?» «Да», – Гервин ответил таким же кивком, его руки дрожали от нервного возбуждения. Глаза секвенталиста окружались серые тени, а лицо было бледным. «Меня с остальной трупой разместили в башне Лебедя. Мюрос слышал о ней. Золотой минарет в верхней части корпуса красной слезы, который чаще всего использовался для церемониальных целей. Примарх милостиво передал его в распоряжение летописцев. Гервин все говорил, апотекария мало интересовала пустая болтовня о взаимоотношениях с артистами, драматургами и журналистами, которые документировали операцию флота. Мюрос обратил внимание на один нюанс. «Где твой графический планшет? Ты потерял его?» «Нет, нет. Не совсем. Я и просто не взял его с собой». Мюросу это показалось странным. Писатель без блокнота был подобен невооруженному легионеру. Неправильный, неполный. Он так и сказал. «О, вы зрите в корень», Гервин немного смутился. «Честно говоря, в последнее время я не могу сосредоточиться, чтобы закончить свою работу. Иллюстрации не закончены, текст готов наполовину». Он махнул рукой перед глазами. Главная причина – плохой сон, летописец вытащил из кармана маленький конверт и открыл его. «Внутри были две белые капсулы. Я пришел сюда к вашим братьям-медикам. Они сказали, что это поможет мне отдохнуть. Таблетки были сильнодействующим для обычного человека снотворным. Они действительно помогут». Гервин посмотрел на него с сомнением. Я надеялся на краткое беспамятство, он слабо рассмеялся. «Уже и забыл, что такое сон. Я не сплю», – сказал ему Мюрос. «Воины Легианес Астартес не нуждаются во сне». «Ага», – Гервин перекатил таблетки в ладони и вернул их в конверт. «Я не знаю, завидовать или сочувствовать вам из-за этого». «Поясни». Летописец попятился, словно Мюрос чем-то напугал его. «Нет, это… это просто из-за того, что я хочу спать, но не могу. Это тяжело. После того, что случилось в каютах, должно быть, Гервин увидел хмурый взгляд Кровавого Ангела. Слышали о самоубийствах. И о тех, кто ни с того ни с чего спятил». Мюрос вспомнил безумие, которое мельком увидел в глазах пилота грозовой птицы. «Слышал». Гервин наклонился поближе, заговорщицки зашептав. «Вы знаете, сколько их было? Только в одной башне лебедя больше дюжины, и их смерть не была легкой. Ужасы, лорд. Кошмары не дают человеку заснуть. Было больше восьми». «Восьми». Глаза Гервина расширились, и он чуть не поперхнулся. «Скорее восьми сотен. Я слышал от скульптора, что на чаши технопровидции наглотались смазочного масла. Они говорят, что сержант на дозорном эсминце застрелился из собственного лазгана, он попятился, моргнул и выпрямился. Я говорю не о ваших братьях. Только об обычных людях». Его бросило в дрожь, и он умолк. «Я должен идти. Прошу прощения за задержку». Гервин неуклюже поклонился и ушел. Мерос долго стоял в коридоре лазарета, обдумывая слова летописца. Затем он подошел к нишек агитатора в одной из вспомогательных лабораторий и запустил поиск данных. Механический раб ожил. «Я существую, чтобы служить», пропищал он. Апотекарий произнес в микрофон Вокса. «Некрологи. Сортировать по следующим критериям. Указатель времени, от прибытия в скопление сигнус до настоящего момента. Только не легионеры. Нанесенные самому себе травмы, он подумал, чрезвычайные обстоятельства. Приступить. Соответствие, произнесла машина. На газовой линзе экрана над кагитатором начали появляться окна данных, накладываясь друг на друга. Их было гораздо больше восьми. Канон оргнул, стараясь понять то, что сказал ему боевой брат. Стезя Псайкера была сложной и постоянно изменчивой, и он в первые годы службы легиону узнал, что его величайшее оружие также ведет к безумию и разрушению. Канон много раз сражался с телепатами-отступниками и мутантами, питаемыми губительным психическим огнем, и видел, как их уничтожала та самая энергия варпа, которую они пытались подчинить. Видение призрака с окровавленными крыльями, который напал на него в реалистичном сне, не забылось с течением времени. Именно этот образ заставил его искать ответ, сначала из любопытства спустившись на холст с Меросом и другими, Кано столкнулся с новыми знаками и безумием. А теперь привел его к Эканусу. Видение было столь сильным и личным, что, казалось, было вырвано из глубин души Кано. «Из нитей моей души», — подумал он, — «если она существует?» Как мог другой человек увидеть столь яркий сон, который так совпадал в деталях? Кано слушал, как Эканус рассказывает о своем сне, не в состоянии произнести ни слова. Каждая подробность совпадала, каждый миг был точно таким же. Отличие было только в одной небольшой детали. «Глаза существа», — произнес Кано, — «они тебе знакомы?» «Как будто их знаешь, но не можешь вспомнить откуда». Эканус покачал головой. Я посмотрел в его глаза. Но они были незнакомы мне. Кем бы ни был этот ангел Боли, я благодарен, что он не из моих товарищей. Они оба замолчали, по ним пробегали желтые мелькающие полосы света, пока лифт продолжал долгий подъем, минуя служебные палубы и складские ярусы. Я даже не мог себе представить такого, — признался Кано. Я пришел попросить твоего совета, а вместо этого нашел общую причину. Он посмотрел на старого товарища, мозг лихорадочно работал. Другие — брат Дион и брат Сальватор. Новинус и остальные. Имена других библиариев, эпистоляриев, кодицеиёв и лексиканиев, всплыли в его разуме. Он задумался, где они находились и какие вопросы себе задавали. «Что если они тоже это видели?» «А что мы видели?» — мрачно спросил Эканус. «Я не знаю. Когда вспоминаю этот сон, моё сердце сжимается, кожа стынет, я чувствую запах дыма, крови и разложения, он поморщился. А теперь ты говоришь, что видел то же самое. Я больше не могу закрывать глаза, словно это какой-то плод моего воображения». Платформа продолжала подниматься. Кано посмотрел на пол, с недоверием, ожидая, что тот провалится, и он упадет вниз. «Если ты и я видели Красного Ангела, и другие тоже». «Что?» Голос Экануса стал жестким. «Следует нам рискнуть и тайно разыскать всех бывших псайкеров на флоте, опросить и собрать. А потом что?» «Мы пойдём к Ангелу. Он выслушает нас. У него тоже дар». Эканус покачал головой. «Нам никогда не позволят увидеть его. Аскаэлон и Берус знают всё, что происходит внутри Легиона. Как ты думаешь, что им придёт на ум, когда узнают об этом намерении?» «Они подумают о проступке, подобном неподчинению тысячи сынов». Голос словно исходил отовсюду, грубый и отрывистый. Кано резко повернулся, рука скользнула под одежду за боевым ножом. «Кто говорит?» – выкрикнул он, слова отразились от контейнеров. «Покажись. Это я и собирался сделать. Из теней вышла фигура, как и у обоих космодесантников, её лицо было скрыто под капюшоном. В отличие от их тёмно-коричневой одежды, облачение новоприбывшего было серым. Огни, проносящиеся мимо палубы осветили платформу лифта. Кровавые ангелы увидели грубое лицо с белой бородой и длинными волосами, заплетёнными в косы, которые украшали каменные бусины и металлические кольца. Шея легионера была покрыта руническими татуировками, и Кано увидел под одеждой ремешки из кожи и меди, которым были привязаны вырезанные из дерева и кости предметы, которые гремели при ходьбе. Сын Руса, догадался Эканус, рунический жрец. Кано прищурился и ослабил хватку на клинке.